поехали так точно запись пошла всем добрый добрый день добрый вечер доброе утро не знаю когда вы это смотрите это четвертая часть прохождения fallout 4 на максимальном уровне сложности с сейвами не хардкор но это первое прохождение тем более что у нас любопытный билд для тех кто случайно ткнулся на запись во первых рекомендую посмотреть предыдущие три части они коротенькие часов по 11 но многое станет понятны по сюжету и по развитию персонажа персонаж очень специализированный с большим восприятием для точности с большой удачей для для встречи и с легендарными а нет это не влияет вообще только максимальным они приходят общее везение скорость заполнения индикатора критической атаки и много интересных перков удачи есть кровавую баню вчера взяли увеличение урона и в перспективе сплэш по оружию легкая специализация в интеллект троечка на следующем уровне вот на 20 ну через уровень можно сказать на 25 возьмем следующий следующий уровень фанатик оружия и сможем очень серьезно апгрейдить разные параметры текущего оружия что касается конкретно оружие специализируемся главным образом на карабинах присутствует в арсенале и пистолет и дробовик потому что почему можно сделать наверное какой-нибудь карабин на ближней дистанции но не важно хороший перк наблюдательность который особенно первое прохождение дает очень много инфы о том какие части во первых какой уровень у противника какая у него защита против разного типа урона какие есть уязвимые места и если вы первые играете знать как убивать там зомбарей как убивать рук смерти или сражаться с рейдерами очень помогает штука очень взлом замков взял классический такой перк так скажем отказался от серьезной науки о чем периодически жалею и и что еще ну и вот конечно же в удаче серия классных тем типа банк критических атак теперь мы можем уже сохранять до 3 критических атак вместо 1 смерть на взлете когда с вероятностью 35 процентов восстанавливается все очки действий заполняется по нет это следующий уровень кажется да это будет следующий а предыдущий сейчас каждый четвертый восстанавливается очки действия а следующий будет каждый третий это не только очки действий заполняет но и критическую атаку ну и собственно взаимосвязь а еще бонус на критический урон ну то есть такой персонаж получился весьма уязвимые с ним очень слабых выносливостью не очень серьезной силой хотя силу можно было вообще убрать хотя тогда мало носил бы с собой но зато удачливый такой немножко глуповатый восприимчивый и забыл еще упомянуть конечно же нашего саванта который в конце прошлой трансляции когда мы закрыли большой большой квест за который дали что-то вроде 300 xp он его просто взял и умножил на 5 и вместо там 300 мы получили там 1400 с копейками опыта и сразу практически два левела ну другими словами он компенсирует недостаток интеллекта более того он работает лучше тем чем ниже интеллект так сейчас мы планы на сегодняшнюю трансляцию следующие во первых условно ну приблизительно половину времени я посвящу основному квесту сейчас задача является найти лабораторию в которую попасть простым способом невозможно необходимо использовать телепорта телепорты они прототивные нужно выловить человека который выходит из лаборатории мы его будем подстерегать одна проблема этот человек будет охотником очень опасный противник которому с легкостью убьем естественно вот а вторая часть я бы взял что-нибудь из тростепенных квестов пока что тень стали нравится больше всего потому что во первых это продолжение квеста с братством стали которую мы уже немножко задели выполняя задание паладина данца и конечно поражают масштабы братства стали когда вот этот огромный дирижабль с сопровождением из вертолетов пролетал над нами это было круто вот этот человек вовсе не человек но это синт конечно же это синт причем модификация серьезная мы они уже слышали реально очень опасный противник вот сейчас я к чатику обращусь во первых пацаны привет как вы там нормально все у вас как вы думаете пойти сразу пойти в лабораторию к синту или попробовать братство стали за выполнять начинами то ли уже представь в человек не следил вообще хотя бы краткой инфа мы с другой стороны с другой до вас тут вообще нет синту в лабу синта валик синту давайте к синту таки так есть легкая радиация я тут папа грабил пока вас не было стащил очередной вентилятор но крафтить будем запчасти есть все хорошо хлама много но крафтить будем на двадцать пятом уровне сейчас получим 24 еще по выполняем по выполняем получим 25 и тогда начнется лучшим два карабина точно возможно я сделаю что-то вроде карабину на ближней дистанции потому что выбирая между так это потому что перк карабина прокачан уже на на 3 единицы и урон от карабина сейчас на 60 процентов увеличен плюс он будет увеличиваться и дальше и он игнорирует еще часть брони ага институт у нас вот здесь находится институт здесь давайте с корабля я там был на корабле но выходил на мост в другую сторону гоу кроватями до 25 до вчера на прошлой трансляции вчера мы добивали недостающее количество экспы потом строительство кровати вы их увидите в нашей первой деревне душераздирающие зрелищем душераздирающим к братьям к черту сына гол братство уныния не начинают даже говорит дантл видимо что-то знает прошу не спойлерить в чатике пожалуйста пожалуйста прошу ушки приобрел да нет они старые просто ими жени как правило пользовалась и я другими тем меня больше по звуку устраивают но в них реально очень сложно сидеть там 10 11 часов потому что звукоизоляция хорошие и они давят на уши и так во первых давайте скинем радиацию для того чтобы антирадин нас есть бог пользователь 1 и на активировал премиум на ваш канал спасибо за активацию прямо напомню заодно что на премиуме у нас full hd 30 fps ну собственно максимальной качестве которой если в записи вы смотрите на ютубе что-нибудь такое не сильно хотя ладно стимулятором закинемся стимулятор тем хорош что он его выбирать не надо это универсальное лечение как правило его а вот нам туда нужно тихо не рычи кого-то ночью так есть пистолет который мы взяли у о господи как вызывали накада как какие-то подскажите пожалуйста в чатике как звали товарищ который убил нашего мужа помню буквы к н а л вроде келлог келлог да келлог с двумя л кажется келлог нет там ей не было джим 85 говорит зная одно с каждой трансляции мы любим тебя все больше ну хотя по статистике кстати обычно на сериях трансляции если брать там такие длительные число зрителей она уменьшается а тут постоянно постоянно растет так вот этот этот карабин на троечку его звать игорь андреевич в честь друга в честь брюса небезызвестного из команды рок скис это о нет это игре андреевич я фыву с брюсом перебутал это фыва это фыва тоже карабин работает на средней близне ближней дистанции сумасшедший урон а здесь уже стоит другая оптика это игре андреевич он издалека мочит на ближней раз дистанции есть автоматический дробовик который тоже нуждается в апгрейде но я что-то сомневаюсь что папа развалина института так давай-ка лучшим ну и пистолет настроиться на воду на волну охотника сейчас мы будем слушать сигналы охотника выследить охотника на радиоволне мощность сигнала видите наверху постепенно увеличивается 813 сейчас заодно зайдем тихо что нашел что пес пес красавчик чем дальше тем больше я псом восхищаюсь пара стимуляторов рычит 11 но судя по всему нам внутрь холл института ой опа твою ж налево система отключены тут то ли турели стреляют то ли но это явно не по нам стреляют но противников много они все находятся на втором этаже супер мутанты а это видимо зарезались мутанты они могут рандомно зарезаться и сейчас видимо сражаются стрельками ну пусть сражаются я облутаю их бездыханные трупы ой опоры с этой там и гранатами ох и коктейли молотова слушать тебя прикольно посмотреть бы на это все давайте заберемся сразу на третий этаж да что-то технологический институт содружества нет тут кажется выход просто тихо и ручьи так давайте попробуем тогда сюда в холл или наверх тихо сверху шаги спускаются да я здесь опа так мутанты десятого левела давай по правой руке это раз тут по туловище хватит стреляем раз срабатывает перк 2 карабины безумно точные а у горю а опсов мы подошли из-за угла как что у него за оружие то я не вижу ладно давайте по туловище все равно домах хватит раз-два крит уже один набрался и 3 внутри давай не не томи хорош еще живые автомат тихо то как ах ты гад не добьем ох ты твою налево один их там много 2 2 2 давай давай высунься стимпак он может закинуть гренка сейчас давайте получше мы его поехали карабин вот именно этот ты его делался о восстановились очки действия делался для того чтобы наносить максимальный урон на средней дистанции чтобы было как можно больше выстрелов и несмотря на то что он типа в ручном режиме ну и стреляет во первых недалеко из-за отсутствия оптики нормального ствола но зато а вот синт был давайте я свернул и кажется что из-за открытого плеера картинка бывает иногда неплавную так патроны коктейль молотова забрали сломанную лампу беру тут еще один синт с апгрейд ну улучшенным таким карабином но у меня есть карабин энерго который хотя там урон такой что вот тоже нужно модернизировать он там сложнее потому что нужно на наукам а с наукой как вы знаете у меня не лады потому что интернет тупой так из карабинов вы во всем да получается так оружие можно переименовывать это очень полезно учитывая то что когда на оружии там пять обвесов уже название не помещается она конечно информативно если полностью прочитать с другой стороны ну теряешься потом в этих длинных строчках глобус вижу столько трупов но это мутанты почистили я заходил соответственно снизу неплохо них замочили а тут должны были быть только синты насколько я понимаю ты не тупой а другой даяль альтернативно одаренный как написано в описании ничего себе а ну это да это я снизу товарищей поубивал сейф вижу средний шпилек много есть на кстати например перк не знаю зачем он но там шпильки типа не будут трать тратиться вообще их невозможно будет сломать еще для ленивых видимо пружины довоенные так насматриваемся во первых мне настораживает то что радио перестала работать и ловить сигнал соответственно есть вероятность что а я ее в принципе не выключил нет не выключил сигнала тут нет поэтому я попробую спуститься сейчас вниз потому что здесь вроде все уже облутали и и и пройти в технологический институт который рядышком о техноложка это же станция метро в питере он так и назывался вроде проходом дверь спрыгнуть опасно можно ноги поломать поэтому я тупо возвращаюсь назад откуда пришел потому потому что самому пути так нормально так метро спят обычно после ночи клуба так 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 пользователь серджин активировал премиум на ваш канал это хорошо спасибо тебе за подписку пользователи и подчеркивание активировал премиум на ваш канал спасибо яндекс этим технологический институт содружества открываем может быть мы просто выйдем там на второй этаж того самого института возможность они телепортируются именно туда но внутри института я не нашел ничего полезного вообще да этот сигнал сильный 27 процентов 28 и текстуры мерцают это не к добру на крышах 29 31 ешки матрешки на крышах могут быть турели поэтому не стоит себя чувствовать безопасности но вроде по углам тихо 32 31 33 33 8 да вы издеваетесь 32 32 31 надо определить хотя бы направление просто мне кажется что 29 ничего себе вроде там откуда я пришел сигнал сильнее а может быть я не отсюда пришел 33 спускаемся поехали раз 33 35 ой сломаю ноги сломаю а пес уже сигнал вниз ладно была не было а а хорошо 37 42 тихо тут рейдеры что ли да во первых у меня включено радио во вторых я бегу то есть я топаю похоже мне вон туда вот обойти нужно да конечно никого нет ой все так рейдер мусорщик не привыкли к тетюрю чуть-чуть Ытовой настреливаем раз два это и за глянд речь ему сейчас стреляем так как так то понял первый уровень очки действия восполняем наверх опять забираться будет там видимо у них лестница да он идет готова справа еще тихо рейдер псих это девятого лава косами посерьезнее но но тоже минус да я не вижу вижу отсвечивает о ой как больно то тихо 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 давай-ка давай-ка мы стимулятором во первых закинемся это раз вторым закинемся это 2 тем более тут видите стимулятор есть и здесь стимулятор есть да у этого дробаш был и он каким-то макаром достал 75 урон тихо 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 хп еще не восстановился полностью поэтому надо аккуратнее нам туда нам вот прям по курсу судя по силе сигнала как минимум двое врагов штурмовый противогаз кожаные а понятно попробуем по голове попасть каждый следующий выстрел болен было по туловищу хотя патроны есть не так не так прям жалко но еще один выше находится вот где-то там прям надо мной что ли похоже девчонка я не лутал слева 58 сигнал я не залутал парочку врагов которые были на стене тихо ладно по главе давай 60 80 процентов давай 80 давай ну второй и уровень получили три свободных перка есть но я не знаю куда еще живые внутрь заходим офисное здание они факт что мы сюда возможно мне дальше нужно проходить то есть лаборатория это тихо все урон какой не очень за это милишный бедолага за жестокое обращение сейчас попробуем отстрелить ему руку хотя мы скорее всего его просто убьем в попытках отстрела она сказала мой арм подчеркивание хакси поддержал ваш канал аксиму 100 рублей 100 рублей а соны я пельмешки домашние ген пельмешки на самом деле если умеют готовить матушка моя очень хорошо или менее готовит вообще никакое сравнение не идут с покупными поэтому домашние пельмешки то очень хорошо так тут выход но я на лифт наверно пойду поэтому я завидую сейчас аксим немножко собака уже здесь топ 1 выстрела хватит даже по туловищу первого левела и рейдер ну что это такое это не серьезно тем более с киим хотя она меня наверное с 3-4 ударов все равно положит но кто же не даст а подойти правильным сигнал опять пропал мне кажется я сейчас хожу по зданию которая а что это было за странное очень офисное здание с рейдерами но с другой стороны без каких-либо я его не полностью прошел ой неудачно получилось боинг да давайте идти по основному квесту потому что ой тихо наверху кажись 58 57 58 65 68 ну прям по курсу идем 72 очень близко можно очень близко пацаны и дамы смогу запрыгнуть здесь а если пригнуться нет обойдем тогда парам 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 нет нет дух господи я до сих пор уже даже на 4 трансляции не смог идет болотник из него неплохие получаются сэндвичем но стрелять нужно четко по голове дом очень слабый противник если у вас все нормально с вас там мясо болотника щетка для волос 64 нам до левее брать мины контрить можно двумя способами услышали пик посмотрели вниз увидели мину тыкнули е ну это аркадный способ но зато у вас целая мина появится второй это как только вы слышите тик просто нажимаете shift и бежите в том же самом направлении в котором вы бежали ни в коем случае не не пытайтесь вернуться назад я так уже столько ног потерял так нам туда возможно вот на это здание или в это здание восемьдесят четыре восемьдесят три восемьдесят семь данном в это здание или на него 93 и у нас 4 не не в это здание дальше 95 ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой напомню что как только мы найдем это место то вот green tech genetics заходит сохраняясь и говорят сейчас автосейф вообще у нас много всяких препаратов которые пора наверно рубить радио радио разрывается уже давайте я музыку лучше включу потому что понятно что здесь он где-то здесь телепортируется а музыка позволит нам еще лучше погрузиться в атмосферу чувствуете как прям окружает она патроны есть тут просто всех замочили охотника втором этаже стрелять на поражение если будет другие под отправлять и подкрепление то есть рейдеры жили нормально не тужили и тут пришел один один охотник ой ебперес это у него энерго оружие судя по всему стоп стоп откуда откуда звук е-мое а вот легендарный стрелок легендарный стрелок давай критонем тебе по руке по левой я думаю тебе хватит раз там прям ой турелька блин 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 собаку подожгли пошел стимпак а давай еще один переключаемся на пушку более так стрелок фигня вот мне турель больше беспокоит я хочу ее снять сначала раз два не снял граната вот и не опасный стимпак ой бом-бом ну что закидываемся наркотиками котиками наркотиками да нормально все пока чего ты переживаешь бобровской бражки может бабу дябнуть опасно а прям 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 блин я только хотел сказать да ничего опасного ну и увидел только только если ты стоишь на месте и противники не могут к тебе добраться то очень высока вероятность что ты получишь гренку в лоб и это конечно момент неприятный надо быть внимательным парам парам пам да 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 буду буду аккуратней а тут открылись просто эти вот окна и там туретки появились он открывается закрывается видеть я здесь турель с пулеметом давайте по корпусу ладно первая минус турельки первого уровня они не очень серьезные но просто их там несколько и плюс есть еще стрелок бах бах еще один не добил добил четыре человека впереди судя по болен причем я видел как он скидает гранату но давайте стейк затачим или или все таки закид не не надо наркотики и не взять пока стейк из мяса болотник я понимаю опа это чей пулемет то раз два хреново а показывал что может тихо высовывайся давай-давай-давай-давай-давай на ну как же молотова залетел но вроде очки здоровья восстанавливаться постепенным гренки ватте вроде можно сбивать минки точно можно сбивать ватте видимо и гренки тоже турелька сверху работает одна ну я ее ой все там идет опа опять не добил 20 слева стрельба идет представьте насколько охотник серьезный раз пара десятков человек сфокусированный усиленный фотонный лазер нет раз рейдеры не могут с туретками это же их место видеть это их туретки так они пасуют вентилятор это винты собираем это все мне пригодится уже на следующем левеле очень сильно тихо что это кто там не пугайте так а водочка ну противник будет серьезный я думаю что трех критов ему хватит плитка тоже винты колбы кажется нужны но я не знаю на что они разбираются и машинки письменные тоже пишущие и глобусы тоже тут все можно брать радио включено другое да 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 радио я не выключил поехали скоро придется уже псу передавать да ё-моё как же вы раз-два-с и трис пожалуйста еще бачки действия установить но нет да твою налево сейчас стимулятор перезаряжаемся выходим стреляем могу общем то по туловище прострелить раз-два нифига да потому что лучше так да ё-моё ну как почему ты не попадаешь меткости не хватает меткости них не всегда хватает но со временем конечно эта штука в эту проблему будет уходить но оружие должно быть разноплановое на разный клей чудо клей грузовик тоже разбирается будильник разбирается я уже перегружен сейчас скину весь хлам ненужный псу у него только толстяк есть и мой хлам это вот это все нужно для крафта то есть большая часть из того что я собираю так или иначе пригодится для крафта он имеет сталь пружины винты текстиль клей чтобы потом не выращивать блин кукурузу с этим с тохой а взять уже все ок патроны для гаммы пушки тут препараты лежат легким замок так вот так вот скорее все да да фигня какая-то так перезаряжаюсь еще разок стимпак на третьем этаже уже охотник второй чужак проникла в восточное крыло это я я не туда смотришь друг вот он ушел за стенку я не по нему не попадаю хотя вроде как должен а пес час его добьет а вот этого придется мне брать ой она дважды попала причем в голову попала как-то у меня с хп-шечки то с хп-шечки все хорошо не трожь пса собака так в туалете бывают бывают стимпаке поэтому кубики кубика кубики с разными буквами тоже он на третий этаж тут забрикодированы все они видимо пытались максимально задефаться от него никого нет не поверил попс уже стреляет паразит двое да ё-моё что ж мед с точностью то ой он схватил его за ногу держи держи чуть не сдох я ну только начинаешь аркадить и все и до свидания только только допускаешь эту мысль о врыве и вот тебя уже экран не очень хороший не хочу утратить я настолько дико может стейками это радиационные светящиеся грибы рулеты ребра яугая это на более пирожечка пирожечка тоже радиационные очищенная вода но она нужна для крафта лучше не отбивные собачатины отлично вкусно из остального нужно делать бутером кусочек крота крысы зажую и еще один прибавим к максимальному числу действий и у меня заканчиваются патроны на на игоря андреевич на карабин дальнобойный надо наверно переходить пока на пистолет там патронов много и к тому же баррикадируйте лестницы коридора если еще не этого не сделали ох близко-близко чувствую близко чую близко сколько здесь хороших вещей упаковка изоленты ох там наверное этого клея из изоленты можно будет получить ядер кола не выпитая причем еще не все беру потому что не знаю до конца из чего что можно сделать но те вещи которые очевидно полезны я стараюсь не упускать еще пишущую машинку взял так здесь забрикадированы от тихо что такое пес кого-то он и чуял поблизости вот он этим по руке по-быстрому раз два три четыре критический выстрел из этого пистолетом у охотника какие-то ауешки я не знаю что это за пушка но что на втором этаже что на третьем он прям у ё-моё вы видите да мина перезаряжается еще живы там ребят ребят я ж не не ваш враг это редко еще там как минимум двоем блин такой дистанции работать в идеале нужно карабином работать на такой дистанции а вот это уже был охотник хп нет ой 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 оп тихо хорошо да видите слева там и надо выходить наверное из карабина все-таки стрелять интересует вот это вот что это такое то ракетница нет крыта даем песка подрезали но он не умирает это очень очень классно жизнеутверждающий в общем давайте заодно проверим можем ли мы сбивать туловище понятно мне интересует товарищ нет это не интересует давай раз два три и критой очки действия должны восстановиться и тогда я смогу сразу же а еще сработал перк смертный излете столько перков классных а вот это по мне уже охотник стреляет или это гранату кинули сервис ли вот он вот он вот он сейчас будет стрелять проверим ладно не будем проверять давайте лучше убьем критулечка зря крит ну кого ты криты тратишь то ой 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 надо настрелять поэтому просто настрелять в туловище с максимальным вот два крита накопили но в идеале конечно нужно три накопить учитывая то что там враги еще есть я пожалуй стимпак выходим легендарный стрелок там еще проявился добро туретка где-то судя по всему в дальнем углу вон там вот она так здесь карабинчик лучше да это легендарный в голову разок а туретка вон она где пулемет на турель одного выстрела в ствол хватает ну давай выходим я решил сразу критануть чтобы у него не сработал перк на на увеличение урона и на восстановление полного восстановления жизни но опять же сейчас у нас не три крита а дуа я заточу еще кусочек крыта крыса патроны заканчивается постепенно собираем крышки и самое самое главное собираем патроны и и крышки ну и стимулятор конечно же стимуляторы все-таки первичны так химолаборатория у это хорошо во первых препараты ничего сделать не могу лечение ничего сделать не могу гранаты и так в избытке все в общем то отлично похимичили просто отлично ком сейчас из собаку испугался своей же тут прям стены все в крови минус 2 сектора уже о какая-то ярость слушать это что-то новое ни разу не видел такой ярость урон ближний бою 50 процентов минус 5 восприятие то есть точно снижается дико ох что-то мне стремновато немножко открываем дверь тут тоже трупы охранник стрелков армур у них не важнецкий осколочные гранаты мином ой повышка не внимательная конечно о много мин 3 мин и еще очка с инструментами вижу клей внизу изолент на из дешевый чудо клей микроскоп тоже разбирается на массу всего полезного ну плитка это винты так кнопка бутафорская нажать на нее никак вроде бы в этом помещении уже больше нечего брать патронов маловато тут только трупы и подъем наверх опять меня готовит к готовит к серьезному противнику слышу стрелка наверху наверху он милишный давай иди сюда там уже и пёс давай дробашом ох несколько во-первых дай по голове лучше из дробаша раз по голове из дробаша два работаем раз два восстановились очки действия тут по туловищу раз и осталось совсем немножко настрелять на крит беру пистолет вижу врага выстрел выстрел собака повалила может быть кстати за нее не попал опа добрый день все сейчас будет третий крит я фактически готов к бах готов буду наносить максимальный урон для этого правда нужно будет еще закинуться закинуться кое-какими препаратами хотя мы за здоровый образ жизни тут не выживешь просто либо ты живешь как ну не живешь либо подсаживаешься на ну вы понимаете там туда я хочу просто 2 2 трупа смотреть лазерный пистолет у них и клип да у них им секретом не повезло просто опачки а я что это что-то может быть интересно нет 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 я знаю что зачем я назад иду что за рефлекс дебильный что за дебильный рефлекс вы понимаете да я знаю что бомба мина я как бы понимаю что сейчас будет бум и я иду вперед а потом назад нет чтобы вперед пробежать как нормальный белый человек нет я если честно даже ловушку не заметил видимо за углом сразу же как ее тут заметишь то а она просто она исчезла из-за бага а ракетница стелс-бой ой 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 бафаут алюминиевая а это просто скипидар ой там кто-то вы слышали да заряд плазмы я сзади не все проверил тут консоль ща погодить да сзади тогда получается я проверил все посмотрим на консоль камеру берем и терминал ну да он легкий скорее всего четыре символа и попробуем требуется ввести пароль кейвс пайпс майнс давайте спайпс начнем потому что ай п и с одно сходство одно сходство одно сходство выбрать нужно слово с которым пайп имеет одно сходство если такое есть например мари не этот неправильная логика нужно с максимальным количеством сходств выбирать потому что нет 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 короче давайте я сначала быстро подсказки по это самое вот пожалуйста раз исключили один неверный вариант еще один неверный вариант много спец символов поэтому хотя в правой части ничего толкового ну ладно значит пайпс да пайпс 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 эти кейвс возьмем тоже одно сходство особо ничего не не дало это да нет получается возможно не невозможно стол не может быть кипс кипс может быть не может быть кстати кипс три сходство кипс так проще будет и соответственно ищем сверх похожее слово на кипс уикс как а какой уикс что там было за слово еще похоже на кипс тоже говорят викс понятно так давайте джайант 0 сходство то татата 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 тататам два сходства ngs ngs 2 сходства ngs мимо 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 Doors Мимо Games Мимо Front тоже Так, туплю Paper нет Fiber нет Happy нет Hands Нет False Нет Hours Я пропустил верное слово А, Units где-то есть А где я Units пропустил А, Units Units А при чем здесь Units Два совпадения S и А, N Да, точно Units Точно Правое Управление турелями Можно отключить Можно посмотреть О системе обороны Может быть на себя Можно настроить Любое действие Нет, гарантия Гарантия снимает Снимая диагностика Они Обе отключены Ладно Хрен с ними Чуть-чуть Их мы получили Да и только Сколемся Стоп На крыше происходит Е-мое Тут легендарный был Мученическая Затененная В руке Просто Просто берем Проверяем Ненадолго Замедляет Время Оп Я вижу Что там По мне Стреляют Опа Тихо Сейчас пес Пес наткнется На него Скорее всего Граната Пошла Да ладно Пес справится Чего тут Давай дробаш Хотя у дробаша Патронов тоже маловато Господи А почему так Почему так больно За что Боже За что Нет Как ты так Ой Быстрее Быстрее Стреляем Оп Критулечка Ну в смысле Не критулечка А просто по голове Попала Больным Еще стимпак Псу плохо Тихо Пистолет Еще хорош тем Что он стреляет Часто И с перком На увеличенную точность Ты можешь Начинать Там с 60 Процентов Точности И завершать Ее абсолютным Максимумом Поэтому Ну и пистолет Еще к тому же Отлично Настреливает Криты То есть Чем больше Чем больше Попаданий Чем больше Выстрелов Тем Быстрее Заполняется Там бутылка Молотова Есть Тем быстрее Заполняется Шкала Я еще Осматриваюсь Внимательно Потому что Боюсь Журналы Пропустить Которые Дают Постоянные Бонусы Так Ну и все И мы выходим Ребята Тихо Это все Еще Сражение Наверху Происходит Девочка Нужна Ему Поднимайтесь На верхний Этаж Я уже Практически На самом Верху Тяпса Ооо И граната Привязана Ничего Так Перепрыгиваем Взяли Гранатку Ох Опасно Ох Михаил Опасно Ладно В любом Непонятной Ситуации Тут все Заминировано Первый Выстрел Сразу Попадает Хотя 50% Было Сейчас Больше 60 Там 61 Вроде 70 И 80 Кровища Вижу Микроскопы Вижу терминалы Вижу ловушку Правда Не вижу На что Ловушка Сработает Ну в смысле Что к ней Прикреплено Дверь Средняя Закрытая Точно Тупиковая Точно С ништяками Ай Поторопился Ладно Шпилек Масса Поэтому Все нормально Лазерный Говорит Разминируется Без проблем Сейчас Попробуем Кстати Ракета Еще Ой И терминал Еще один Легкий Добро пожаловать Хэнд Секс Бла-бла-бла Хэнд Изи Управление Прожекторами Оптической Ловушкой Давайте Оптическую Ловушку Отключим Активировать Ладно Управление Прожекторами Активировать Прожектор Уничтожен Замок Деактивируем Это видимо Та самая Авторизация Ну Та дверь Которую я должен был Прямо пойти Управление Турелями Есть чужевые Вообще Нет Отключаем Добром Так и здесь Сиф еще Ух ты 50-й калибр И 45-й Нужный 38-й Только не очень Тихо Пес Не пугай так Я же тут Кражей занимаюсь А ты тут Шумишь Ишь Так Ловушки уже Нет Вижу Микроскоп Беру Колба Еще один Терминал Тоже Кстати Можно Ломать Клиер Ничего Вообще Шейф Есть Похоже Нет Ноль Клиер Нет Суэр Нет Три Нет Эрупт Опять Опять Управление Турелем Может быть Оно А Это Ну Тот же Самый Ну То есть Управление Абсолютно Одинаковое Что там Что там Поэтому 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 Выходим За дверью Стрелок Рядовой Бах 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 Ну и попал в конце А я решил критануть Я решил Нажать пробел А что у него за пушка такая Я такой Граната пошла Выходим Это Там Не важно Уже Куда стрелять Хотя Их там Двоем Правда Неудобно Выходить Отсюда О Легендарный Стрелок По Ноге Сейчас у него Восстановится ХП Да Восстановились Ну что Подождем Пес Чего-то Давай Иди Не-не-не Не надо Не надо Я здесь О Больно 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 Сколько Я выпил Уже Сколько Я сожрал Тут Всего Жареное Мясо Болотника Очки Действия Добавятся У него Какая-то Странная Пушка Я С виду Не узнал По Скорострельности Похоже На Карабин Ну В смысле По По Форме Скорее Похоже На Карабин А вот По О Легендарное Замедление Времени Сработало Сейчас Это Видимо Из-за Того Что Здоровье Опустилось Ниже 20% Сработал Перк Слышу Турель А Турели Выключены Жда Выключены Выключены Отлично Обычный Стрелок Давай 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 Готово Не Не Готово Сейчас Готово Да Как Так То Эта Собака Помешала Сбила С ног И Все И Два Раза Я Не Попал Пес Ну ты Чего Ты 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 Не Должен Подводить Меня Ну Так Не Торопись Не Торопись Осматриваемся Турельку Эту мы Выключили Здесь Просто Дыра В полу Здесь Ничего Легендарного Обязательно Сейчас Осмотрим На предмет Таких Полезных Частей Частей Армора Ну или Оружия Какого-нибудь Смотрим Подкрепляющая Кожаная Броня Для правой Повышения Сопротивления Урона По мере Очень слабые Характеристики Защитные Поэтому У меня есть Уже Один перк Ну в смысле Такая способность На одном из Одной из частей Так скажем С Защитой О Стрелковый Улучшенный Автоматический У меня Песта Нет Ну у нее Дополнительных Свойств Нет Урон Фиговый Ну пушка Да Это Карабин Энергетический Был Так Это Лифт Но прежде чем Подниматься Естественно Осмотрим Второй этаж Чудо Клей Сколько Будет Крафта Пацаны Сколько Будет Крафта Получим Пес Давай К тебе Сразу Скину Хлам Машинки И прочее Все Пес Уже Того Осталось Совсем Немного Ну можно Потом На бафа Уйти Пожить Какое-то Время Но Тенденция Не очень Поднимаемся И это Кажется Будет Топич Итак Для тех Кто Недавно Присонился Во-первых Здрасте Мы Идем Сейчас По основному Квесту Находимся Где-то В районе Лаборатории Какой-то Технологический Институт И Выслеживаем Охотника У которого Должно Быть Портативное Телепортационное Устройство Которое Позволит Нам Добраться Непосредственно В Лабораторию Внутрь По-другому Туда Добраться Говорят Нельзя О, это Похоже На место Где можно С боссом Сражаться Знаете Вокруг Эти штуки Бегать Это Естественно Настораживает То есть Вокруг Ничего Видите Давайте Включим Свет С Богом Это место Для кайта Так скажем Так Дверка Еще Средняя Открыли Еще Микроскоп Ядерный Блок Радексы Пробирки Пробирки Явно Нужны Но Я не знаю Зачем Ну то есть На что Они разбираются Можно посмотреть Конечно Там Пес Кого-то Учуял С Богом С Богом Пацаны С Богом Сколько Можно Терпеть Я не знаю Пароль Пароль Ну это Ну это Тот Самый Это Тот К нам Нужен Еще Стимулятор Камера З2 его Зовут И у нас еще диалог с ним будет 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 Герои Только спокойно Говорит Камхи Ооо А вот И этот Убер Убийца Продвинутый Синт Сарказм Две Большие Пепперони Пирог Воу Воу Синт Тогда Ты здесь Для меня Что Ты Хотел Синт Не Твоё Дело Не нужно Знать базу И Не 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 Ты умрешь, как и остальные. Психа, пожалуйста. Третья пушка, Ку, и стреляем в голову. Третья пушка, Ку. Раз, два, три, четыре, пять. Крит раз. Крит два. Убер-убийца, да, говоришь? Окей, неплохо. Очень. А меня, знаете, как стращали? Он хотел столсбоя юзнуть. Форма охотника с неплохими показателями. Чип охотника взял. Да, уровень сложности максимальный. А чип в голове? Нет, чип в кармане мог быть. Сейчас, смотримся. О, это кто? Освободите ее. Это Ка-1. Она тоже синт. Ты кто вообще? А может, это она, тот самый синт крутой? Да не, 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 нет. Не может так все быть сложно. Ребят, что у вас тут? Нет. До трассов. Здесь в коробке. Здесь в коробке. Пароль. Ну, и терминал, да? Просто бы это было бы очень круто, если бы мне подставили какого-то нубаса. ну открывай а я вышел раньше времени управление дверью открыть дверь давай сначала с ней поговорим спасибо не знаю ни о чем сказать ну не слышу я супер героя это то для жизни мой институт назначение К198 но мне нравится Jenny я знала, что они пишут в Коурсер просто не думала, что вы меня найдете так быстро думаю, что бы вы их также потеряли И я их тоже. И тогда я был коптурен от этих... гражданин. И все это произошло. Спасибо снова за вашу помощь. Я собираюсь найти посуды, после выхода. И, после того, что вы спросите... Нет, я не нужна больше помощи. Коммунистер не исполнил. Я хочу сделать это на своем, или... Я мертвая. Может быть, мы снова встретимся, в лучших ситуациях. Я надеюсь, что мы сделаем. О, смотри, тут пушка наверху. И ящик с оружием. Последнее, что мы посмотрим, это как раз... А у него такое убогое оружие было. Автоматический институтский пистолет. Да, толстяк, но толстяк-то... О, жестко утолщенные для... А, это просто... просто... просто-напросто. Броню для левой... левой ноги взяли. Толстяка можно было, конечно, продать. Бла-бла-бла... Броню надо скинуть просто. Потому что для левой руки у меня... Для левой ноги... Для левой... Руки... Которая с... Как раз увеличивает защиту... Стоп, подождите. Мне ж не в Кембридж нужно. Мне же нужно... Лифтом... Лифт использовать, правильно? Возможно... Это выход вообще в... А если лифт езнуть? Лифт не работает. Сейчас включим. Так, у меня еще чатик немножко... Не прокручивается. Включаем лифт. Лифт включен. Окей. Поехали. И наверх он куда-то. Убей всех? Да нет, зачем? Тем более, они слабенькие. За них экспу особо не дает. И они не нападали. Лута у них нет. Тем более, даже если бы у них был лут... Я стандартный лут с собой не возьму. Мне нужно сейчас... Возвращаться сдавать квест и сплавлять вещи. Самые разнообразные. Так, а зачем я вернулся через лифт сюда? Вряд ли в этом был какой-то... Смысл. А ты просто кританулся, но выстрел убил синтез с двух выстрелов. Да, я стрельнул ему в голову. Вероятность попадания 95%. Стрельнул с критом. Сила крита увеличена по сравнению со стандартным в два раза. А не, больше чем в два раза. Ну и плюс еще выстрел из оружия, которое в принципе сейчас с отличным уроном, с бонусным и с игнорированием брони части. Вот. Прокачай перк на 50%... На 50% переноса вещей. Ну, 250-300. Конечно, неплохо, но... Сейчас просто миссия была достаточно длительная. И очень много... Много вещей мне дали. Сейчас разберем хлам. Минус 100 сразу уйдет. Поэтому не вижу особо смысла в этом перке. До 25-го левела осталось всего ничего. Я перемещаюсь сначала в... Квест сначала надо сдать. Есть вероятность, что нам дадут опыта достаточно, чтобы получить следующий уровень. Хотя вряд ли. И если мы будем... Квест planet. Просто труп пацаны играют без ватса. Тут можно вообще по-разному играть. Можно сделать милишника, который будет жрать трупы. Можно сделать, там, не знаю, с хэвика, который в силовой броне будет бегать и с пулемета всех расстреливать. Можно сделать человека, который будет просто наводить пушку на противника или на животное, и тот за него будет сражаться. Вариантов развития событий очень много. Поэтому вы можете сами весьма свободно действовать и выбирать, что хотите. Я усмотрел вот в лаке и восприятии как раз сочетание высокой точности и высокого урона. И плюс еще возможности восстанавливать быстрочки действия. Ну... Ах... Я работал на много сенсов, но никогда не оборудовался. Я не знаю, что это депутат, даже как декодать. Но есть люди, которые могут. Я работаю с группой, которые, ну, они единственные, которые я знаю, что даже имеют возможность уничтожить защиту института. Они называют... Рейлород. Рейлород? Они помогают сенсов от института. Я не знаю, кто они все. Особенно, у них есть актер, и уже рейлород. Один из них дает мне код-фрэз. Он сказал, что мне помогли их найти, если бы там была везда. Следите за свободу. Следите за свободу. Папа. Удачи. Угу. Ладно, тогда... Тень стали. Дорога к свободе. Вот. Молекулярный уровень. Провести анализ чипа. Найти подземку. Дорога к свободе нас, соответственно, приведет к подземке. Но, может быть, имеет смысл... Нет, давайте... Там... Я хотел браться в стали, еще квесты повыполнять. Покажи раскачку. Получим 25-ый, и вот это дерево посмотрим. Осталось немножко. Можно кровати настроить, на самом деле. Где-нибудь. И... Ну, где-нибудь, где-нибудь. В сенкчури? Где еще? Там, кстати, турельки бы построить хорошо было. Защиты не хватает в этой... А то будет обидно, если все пропадет. Хотя вряд ли. Это казуалочка. До 25-ого. До 25-ого. Нужно до 25-ого. Только не кровати, говорят. Ты можешь все дома снести и настроить кровати. Могу. Крутого синта Мишка уже убил? Нет, не убил. Ну, был один не крутой, но как бы... Че о нем говорить-то, да? Во-первых, с собаки выгружаем хламы. Давай-ка иди сюда. Псина. Ко мне. Ух-тар. И меняемся. Скидываем. Берем все. Толстяка надо не забыть вернуть. Еле-еле доходим. 383. Скидываем. 231. Больше... Ну, короче, где-то 160 с копейками хлама сдали. Но это не просто хлам, это на крафт. Поэтому... Так давайте я толстяка не собаки, а просто скину. Сейчас смысла крафтить оружие нет, потому что... Ну, немножко не хватает. Пять пушек, энергетическая, пара карабинов. Ну, три карабина, по сути. Боевой дробовик и... Увы. Смотрим, что по армору вроде что-то было. Свинцовое металлическое. Клеем масса. Так, давайте немножко армор... Увеличим. У тех... У тех вещей, которые с хорошими... Да, прикарманины еще. Увеличим сейчас где-то на двадцатку. Количество... 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 Количество переносимого груза. То есть... Так... Увеличим... Вроде бы все. Именно я бы скинул Подождите, а свинцовые Для правой руки я его заменил на На, да, на этом Разберем Модифицируем, скинем Да, сейчас уберем просто С него Модификаторы И разберем Хорошо, было 240, да? У нас сейчас 255 По пятерочке добавляют, а не по десяточке Афикс прикарманенный Форма охотника мне заменит все Ну, по... Видите, она закроет абсолютно все Все другие бронечки Поэтому форму охотника мы, естественно, тоже скидываем Потому что она весит 15 Форма охотника И-и-и-и-и Выкидываем сталь, это понятно Модификации тоже выкидываем, они не нужны Боеприпасы ничего не весят А вот оружие Оружия тоже лишнего нет А что ж я такого пособирал-то, а? Опять какие-нибудь... Да, кола много занимает Но очень много восстанавливает Шикарная кола Арбуз зачем-то Пивасик Поединички До 25-го, пожалуй, я не смогу... Ну, давайте посмотрим, сколько, во-первых, у нас материалов Самых разнообразных есть Вдруг мы сможем с вами сделать, например, металлических структур массу Металлоконструкцию Крышу, например, поставить, да? Сколько оно будет стоить? Дерево, сталь Стали дофига, дерева не нужно Поехали Создать, 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 создать Что, я застрял уже, что ли? Это сейв сделаем Создадим, потом разберем Все, пацаны, я... я уже... Я... Я под крышами Кто-нибудь, спасите! Так, а можно теперь... Можно теперь разобрать это все Ну, я верну частично сталь Да, давайте сейчас в Сим-Сити поиграем, действительно Надо найти какие-нибудь предметы, которые стоят дешево Кажется, прибавляют все равно фиксировано за эти вещи Что-нибудь чисто стальное и маленькое Какой-нибудь табурет, блин, не знаю Или какой-нибудь столик Стенку поставить Ну, это структура из металла А, дерево, как у нас дерево? Дерево, сталь Забор Забор из хлама Деревом 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 Так Шест с шипами Оооо Только сталь требуется Вот оно Можно еще поближе Сталь заканчивается Ну, я могу, опять же, разобрать Правда, это будет Значительно дольше Блин, как неудобно-то, а? Реально неудобно Кошмар Надо вот так вот сделать, наверное, одной рукой Одной ты целишься, другой ты разбираешь Хоть какая-то польза есть Якобы помощи Экспу дают Ну, это, наверное, неправильно То, что я сейчас делаю Ну, уж очень хочется 25-й Соответственно, уровень Ну, я опытнее же становлюсь Правильно, пацаны? Я же становлюсь опытнее Люди становятся счастливее Наверное Крыши лучше зашли Ну, крыши потом не это самое Ре, быстрый разбор О, да-да-да Да Так мы возвращаем, по крайней мере, часть Жесть какая Так, чуть-чуть Чуть-чуть дожать, Михаил Чуть-чуть Чуть-чуть Дожать Структуры Разные И давай Последний Давай-давай-давай Там осталось всего ничего Боинг О, сталь закончилась Да Ре, 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 ре Сейчас дерево будем строить Хотя мы можем дома посносить Ради стали Смотрите, дерево сразу Хопа и 10 Можно и не сносить Я думаю Можно взять просто дом снести И все Можно дом снести Я уже сносил Так, еще чуть-чуть 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 Все тут даже из этих Получаются Из старых машин Там предохранители Какие-то выходят Все, готов Левел Почти Забор сделаем Забор тоже требуется Сталь Представляете? Куда мы катимся? Во, здесь забор будет Идеально просто Нет, плохо Ну Вы видите Сколько остается Там Да Вот, вот, вот Давай, последний Еее Наконец-то Это закончилось Итак У нас Четыре Четыре Есть перка Свободных Фух Четыре Самое главное Это Возможно Сейчас покрафтить Покрафтить Ну, сейчас покажу В общем Вот у нас Текущие Текущие таланты Карабины будут На тридцать первом Этот уже Тупиковый Ну, в смысле Конечность Сорок первый Сквозь стены Двадцать восьмой Двадцать шестой Увеличенная вероятность По одной и той же точке Сорок шестой Мимо Критические Сорок третий Мимо Сороковой Тоже мимо Тридцать четвертый Вот, можно взять Кровавую баню Легко Даже пару левелов Но ключевое Сейчас это Фанатик оружия Вы можете использовать Модификации Стрелкового оружия Третьего уровня Подтвердить Подтвердить Следующий будет На тридцать девятом Аж Но в данный момент Все равно осталось Три Свободных Перка Можно в принципе Вкинуть В Единичку В кровавую баню Увеличим урон На пять процентов Но что-то я Сомневаюсь Пока что Что-то я пока что Сомневаюсь Я же не потратил его Я не потратил Так Теперь Самое главное Мы берем Нашу Фиву Наверное Да И Это топ Облегченный длинный ствол Топ Ложу Лучше не стоит Вот А вот Быстросъемный магазин Для карабина Может быть И зайдет Там всего пять патронов Сама пушка станет тяжелее Это может сказаться Нет Там вообще дробовик Нужно грейдить В первую очередь И Игоря Андреевича А магазин-то мне Пока устраивает Ладно Фиву тогда Оставили Прицел Не нужен На эту пушку Глушитель не нужен А Карабин же У нас же карабин Точно Там же новый карабин Я совсем про него забыл Мы же вчера вечером Нашли карабин Другого типа Ой Карабин же А он вообще голый Он такой прям Сейчас Вот он Штурмовой карабин Вот его Надо грейдить В первую очередь Штурмовой карабин Патроны 5.57 Великолепная Дальность стрельбы Он вообще Похож на Какой-то Ну Пулемет Сточанки Скорострельность Высокая Берем Надо потестить На количество выстрелов У меня Стали нет Стали нет Господи О Ешки Матрешки Да там Немножко Стали Нужно Господи Раз Два Время Разбирать дом Тогда Почему полностью Он не разбирается Это дерево Это сталь Мне нужна какая-то большая Ну хотя Давайте Он Листы Крыши мои Лежат же Крыши еще Не разобранные По пятерочке Ну и шестов Много Но вроде Мне этого должно Хватить Я надеюсь Что хватит Во-первых Давайте поставим Этот Этот штурмовой Карабин Скажем На шестерку И проверим Количество Выстрелов У него Два с половиной В лучшем случае В текущей Комплектации Что из него Можно сделать Стандартный Ресивер Можно ставить А это Нужный фанатик Четвертого Левела Вот Укрепленный Автоматически Но Урон Сильно Пострадает Учитывая Дальность Наверное Его тоже Нужно На дамаг Ставить То есть Усиленный Ресивер Пилить Чтобы урон Был не 50 А 75 Просто Превосходный Урон Учитывая То что Я точечно Стреляю Ставим Ресивер Далее Ставим Давайте Давайте Посмотрим Что с Ресивером В результате Получилось Он Не должен Вроде Влиять Насколько Я понимаю Сильно На На количество Выстрелов Но Да Он Абсолютно Не повлиял Главное Понять Чего Мы От него Хотим С одной Стороны Игорь Андреевич У нас Работает На дальней Дистанции Фыва Работает На средней Дистанции Можно Попробовать Из Сфокусированного Ой Блин Где он Вот Мощный Штурмовой Из него Сделать Что-то Вроде Оружия Средней Ближней Дистанции Поэтому Вместо Длинного Ствола Мы его Можем Заменить На короткий Или Даже А даже Не сможем Дальше На вентилируемый И полированный Длинный Ствол Дает Рейндж Хороший Но мне Рейндж Получается От него Не нужен Ставим Пока Короткий Ствол Но Можно Вернуть Если Что Укороченная Ложа Если Полную Поставим Будет Снайперская Тоже Нет Этого Не смогу Полная Ложа Получается Вес Чуть Чуть Увеличится Подача Будет Меньше На ближней Дистанции Может быть И хорошо Будет Работать А сколько У него Выстрелов А сколько Он выстрелов Дает Да Может быть Там Серия Выстрелов Давайте Полную Ложу Сделаем Магазин Кстати Магазин Можно Поставить Барабанный Но Увеличится Вес Значительно И пока Не знаю Что по Патронам Вот Прицел Наверное Самое Главное Если Мы Говорим О Средне Ближней Дистанции То Нужно Ставить Точно Не Оптику А Либо Коллиматорный Либо Средний Нет Средний Какой А дальше Наука Еще Нужна Большая Кратность Точность Прицельные Нет Прицельные 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 Ставим Обычный Коллиматорный Наддольная Надсадка Слабая Дача Улучшенный Контроль Меньшная Дальность Либо Дальность Соточка Да Нужно И Тестить Тестить Что получилось Из этой Темы Карабин Наверное Тогда Не стоит А вот Тут Киноигр Андрея Точно Нужно Попробовать Грейдануть Опа А тут Можно будет Ресивер Заменить 82 На более Мощный Конечно 95 Ресивер Калибр Только Если Поменять Так А после Усиленного Что я могу Сделать Чувствительный Скорострельность Нет Скорострельный Малая Дальность Нет Нет Во Наверное Калиброванный Можно поставить Смотрите У него Точность Повышенная Урон Повышенный И еще От критов То есть Я в уроне Не потеряю Но получу В точности И получу В критах Поехали Длинный Ствол Здесь А Можно Полированный Длинный Полированный Длинный Ствол Превосходная Дача Точность При стрельбе От бедра Слабая Отдача От бедра Стрелять Не нужно Длинный Ствол Длинный Ствол Дает Дальность Точность Мало Отдачи А если Полированный Еще Больше По тем Же Параметрам Масса Не Изменится А Это Прицельные Стрельбы Классно Ладно Давай Гулять Да Гулять Это Самый Последний Ствол Который Туда Можно Поставить Укороченная Ложа Снайперская Или Ложа С компенсатором Отдачи Отдача Не нужна Снайперская Очень сильно Уменьшит Количество Выстрелов Но Как-то С дефолтной Ходить Пока Не будем Ставить Магазин Не устраивает Короткий Оптически Устраивает А вот Насадочку Ближний Чушь Отдача Чушь Глушак Разве что Но это Нужно Поранить Корой Уже Следующего Не смотри Сам урон Ставь Бронебойный Он Армор Игнорит Клево Бронебойный Это По Ресиверу В В Фиве Да Нет Где У нас был Бронебойный Ладно Надо Тестить Я уже Три пушки Поменял И И И Как-то Так Попробуем Избавиться От оружия Которое Я не буду Использовать Пока Потому что Место Занимает Например Тактический Дробовик Жалко Сфокусированный Тоже Скидываю Нужно Сосредоточиться На ближайших Паре миссий На трех Ключевых Пушках Уткини Игоря Андреевича В новом Карабине И Фиве А револьвер Еще можно Апгрейдить Пистолет Кстати себя Очень хорошо Зарекомендовал Можем Увеличить Значительно Урон Да Ох ты А тут Фанатик Четвертый Нужен Клей Болт Алюминий 10 из 10 Ствол У него Максимальный Рукоятка Максимальная Прицел Разведчик Ну тогда Ставим Ему усиленный Ресивер Увеличиваем Соответственно Урон До 75 Все Сейчас Надо определиться С квестом И Надо Увидеть Сколько У меня Нагрузка Все равно Высокая Я Что-то Не поскидывал То что Нужно Так давайте Молотова Скинем Артиллерий Ресивер Оставим Импульсный Гранат Тоже Лесом Идет Осколочная Мина Тоже Осколочная Граната Тоже На что Не пойдешь Дай Импульсный Тоже Оставим Граната Из Бейсбольного Просто Оставляем Артиллерийскую Дымовую Шашку Чтобы Артиллерия Работала Помощь 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 Вряд ли Разные Не весят Практически Ничего Модификации Скидываем Уже Ближе 159 На 255 То есть В принципе Только Если я скину Что-нибудь Из Помощи Не хочу Если честно Лучше Буду Интенсивнее Жрать В процессе Куда Пойдем Дальше По основному Квесту Дорога К свободе Или Возьмем Например Тень Стали Братство Стали Дорога К свободе Сказали Что Тень Стали Типа Скучная Но Я Не Представляю Как Можно Было Квест Братство Стали Сделать Скучным Так Пруд Лебедя Следовать По пути Свободы Давайте Boston Common Мясо Пожар Кстати Да Надо было Мясо Пожарить Котелок Правда У меня Находится На Столько Кровати Вокруг Братство Стали Братство Говорят Братство Братство Хорошо Тем Что Если Будет Конфликт Два Выстрела В Ядерную Батарейку С С Критом И Все До Свидания Так Тут Котелок Братство Мясо Мясо Блюда Ох Отлично Вареное Мясо Болотника С Мягким Панцирем Одна Штука Жареное Мясо Болотника Обычное Рад Олень Олень Рад Кекс Из болотника Омлет Из Яиц Болотника Снимаем Радиацию Сделаем Эту штуку Пригодные Для Поедания И Там еще Дополнительные Параметры Плюс Один Ловкость На час От Когтя Смерти Рад Скорпионы Тоже Жарим Ммм Вкуснятина Напитки Отлично Грязный Ой Нет Это не то А что Он дает Инта Минус Два Сила Три Виски Ядер Кола Ладно Давай Харизма Один Интеллект Минус Два Интересно По инте Можно вообще В минус Этим Клейстер Не сделать Супчики Тоже Отлично Поварили Так Секундочку Я по-быстрому Там Товарищ Уже Несколько Раз Помню На прошлой Трансляции На этой И офф-топик И Опасная Зона Пусть Отдохнет Поехали 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 Старое Кладбище Куда ниже По интеллекту Да вот я И думаю Как вообще У меня Инта Там Три А если бы Единичка была Тогда минус Два Было бы Ну в смысле Минус Один Вряд ли В минус Можно уйти По инте Дульные тормоза Компенсаторы Помогают Автоматического Оружия Да Пистолет Увеличили Урон Уфы Вы там Что-то Заменили У Игоря Андреевича Тоже Заменили И принципиальная Новая Пушка Появилась С Ролью Типа На ближней Дистанции Но я Что-то Пока Пока Сомневаюсь Что получится Ей работать Больше Чем Автоматический Дробовик 50 метров В ту сторону Так Единственное Я бы хотел Еще поставить Компенсированный Мощный Во-первых Переименовать Его нужно Только Как А Я могу Только На верстаке Это сделать И поставить Его на другой Ходкей На второе Место Дробаша Ну Чтобы Логика Сохранилась Патронов Очень Много Этого Калибра Это Временно Патроны Имеют Свойство Кончаться Так Вот она Квестовая Точка Типа О Идти дальше По пути Свободы Робот Экскурсовод Так Так Тел Не Свойства Причем и многое больше. Эээ... Хорошо. Не, я не понял. Куда идти-то? Придем Трейл. Он назвал четыре точки, куда... Которые, видимо, нужно осматривать. Придем Трейл. Я интересна в истории этого места. Давайте возвращаться сотни лет. Это год 1775. Семь лет тысячи британских солдат На дороге красная линия, по ней идти надо. Они пытаются прожить революции на день 17 апреля. Вот она. То есть я отсюда фактически пришел. Ну и пошли. Пошли по пути. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. У этой пушки вроде как около соточки получается. Эээ... Рейнджа Капитолий. Штата Массачусетс. У меня осматривать каждое из зданий получается. Зайти наверняка же можно. Да... Зайти можно. Можно типа и дальше пройти. Хотя след... Нет, след не теряется. Просто, говорит, дойти до конца красной линии. Вот и следующая точка. Судя по всему. Но она уже была открыта до этого. Нехило так. Вот она шла, 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 шла. Здесь завал. Тут кто-то кровью дорисовал этот путь. И вот она заворачивает. Но допускаем, что она идёт вдоль этой стенки. Легендарный супер-мутант-разведчик. Оп. Вот он. Попробуем... Блин. Ладно, выстрелим разок. Так. Два. Три. Четвёртый зря я критую. Я его не пробью. Пробил. А видимо первые выстрелы там особо не заходили. Да-да-да, всё нормально. Так, что у него? Оптическая кожаная броня для левой ноги. Да-блин. Сверху видимо, да? Да, на втором этаже явно. Неплохо они здесь. Так, пса-то, пса бьёт. он работаем по голове хрен попадешь хотя можно и по туловище стрелять потому что у них что туловище кажется там еще 3 слева есть судя по звукам да наверху кажись музыка настораживает давайте пройдем понятно что это не по квесту но раз уж как это все держится нет не не падать да ракеты патроны нужные гранаты ракеты кинетически мощный гладкоствольный неважно но где мутант я не знаю они двое внизу судя по маркерам но они мне уже не нужны если честно потому что потому что легендарного и так убили луты так взяли как мы допускали как я допускал он идет а он идет вдоль этой стенки прямо все еще хочешь ограбить да понятно можно ограбить торгаши из diamond city используя бочку надеть на голову и вперед так следующая точка идем по следам идем 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 псы вожак посмотрите я сейчас пытаюсь из новой пушки пострелять она два раза выстрелит посмотрим поскольку по выстрелу одиночные патроны медленная скорость стрельбы очень медленная скорость стрельбы ну как бы это и стоило ожидать может быть плюс ее в том что она под другой калибр типа и урон у нее хороший но пока она не замена ни в коем случае дробовиком автоматическом возможно стоит заменить он путь вижу книжный магазин книжный магазин там точно будут дикий гуль стоп поставил медленный ресивер они автоматически удивляются почему да зато урон серьезный и патроны экономим можно попробовать изменить и наверное ствол надо сделать короче книжный магазин книжный магазин книжный магазин вроде активненько а в ведре лежит ядерная команда но в общем кола которая 400 хп восстанавливает у книжный магазин здесь точно будут во первых книги не ну который не который не возвратили и скорее всего там горелая книга и скорее всего журнальчик какой-то должен быть на увеличение чего-то там это какой же до в конце концов книжный магазин продается стимуляторы обгорелый учебник виски учебник это чушь ничего и как так вентилятор хоть ладно возьму может быть квест здесь здесь будет какой-то папку взял ну типа послали меня вот этот магазин собрать учебники и прочее но сейчас ничего интересного здесь нет так продолжаем двигаться по пути 25 уровень 3 перка не раскидан никуда можно конечно взять все вкинуть в ловкость получить еще 30 очков действий увеличить соответственно на 30 процентов количество всех выстрелов которые можно сделать в тактическом режиме но кажется это не самое выгодное вложение так путь вот он идет прямо прямо направо стрельба не отвлекаясь это достаточно распространенные распространенные звуки города так скажем пожалуй я переключусь на второй карабин один из или револьвер кстати револьвер же у нас стал мощнее хотя там патронов нет вижу мутантов впереди о стрелковый до карабин только плохой карабин моды хорошая карабин плохой кто там там тоже какой-то за стенкой квест кого-то мочат тихо пирк не увидели я вижу собаку и двух супер мутантов слева это понимаю пушка а здесь что столько всего вот куда ни глянь везде вон человека убивают люди помогите я не спас его я думал стать на пути у этого гадам сейф как долго он идет да 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 особенно по пути свободы да ай-яй-яй-яй-яй ну как тут не пойду тут вообще обнаружили товарищи из новой вроде как группировки да и там тоже проблемы какая-то не все гладко подушку соломы зачем взял и лифты можно зайти внутрь и понимаете а у меня другой квест а глаза разбегаются ладно у меня так уже там список второстепенных квестов из десятка невыполненных тут можно робота хакнуть перепрограммировать вперед ой-ой-ой-ой это ракета залетела он бах супер мутант разведчик стреляет уровень высокий и хрен туда но мне опять же не туда понимаете повышка была пати говорит привет мишки как первые впечатления от игры они уже далеко не первые вот что это такое вот что это прилетело кажется он сак активировал на этот раз ловушку ну тот искусство который мясо гонщи беру расскажи про любовь кровати да да тихо стоп шестом сфы вы вообще вы на месте давай перейдем ну чтобы не было лишних выстрелов с его стороны очки действия вы видели участие он гранату кинул на опережение супер мутант разведчик да вижу тебя вижу выглядываю я знаю тебя готова тут еще замок тоже с пути вроде сворачиваю понимаете тоже сворачиваю с пути ай перестарался зачем куда кто его знает легендарный рейдер тут я в шоке так первый стал обычный второй с критом накопится ну чтобы не было вот этих вот все туретки стоят слышим рейдер убийца по голове туретка справа а йо-моё патроны жалко вон ты редко по ингибитору стрелять тихо чего ты слышишь не 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 нет порезал подкуда тебе в голову конечно бах да игра скорее всего 17 плюс я уже не знаю потому что ну потому что насколько нам с вами лет уже мы же все взрослые люди тихо еще один легендарный а не офигели ли вы друзья мои хорошие ну как бы понимаете да очки действия восстанавливается ну конечно еще дуть не мне нужны не хватало мне их так как же быть там ладно давай вот так вот будем просто из карабина с сумасшедшим уроном вблизи следопытский боевой дробовик что он дает такого особенного если вы не вступили в бой повышает точность васт но увеличивает расход очков действия то есть это для стелса типа дробовик для стелса если вы начинаете ход до того как вас заметил противник то еще мега точность будет дробовик для стелса что-то новенькое да вернись ты уже на квест но я не могу я я вижу дверь я ее открываю понимаешь открываю дверь иду в дверь вижу двух ремонтный меч китайского офицера увеличение урона роботом я уже вижу милишника который с мечом с этим вот с грейжным на полную катушку врывается на турель ух нет нет вообще такое есть наверняка у кого-то где-то я действительно возвращаюсь тогда ремонтный меч ну да он ремонтирует только по-своему видимо так а где где путь вот он путь ух в ориентировочном не сюда продали да не в деньгах счастья опачки опачки шел шел и ну а где он может быть только влево он сворачивает куда-то сюда но меня настораживает что я уже очень долго его не видел этот этот путь кажется не сюда еще бы гранатомет для мили ввели если стреляешь он был гранатомет с этим с прикладом ну то есть с штык ножом тоже непонятно назначение этого оружия так еще раз он идет сюда идет сюда не заворачивает не идет направо не идет прямо ну какие варианты извините а не вон вот 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 он слепой все хорошо прошел только что станцию метро где наверняка что тоже интересно есть здесь кажется я был нет не был легендарный супер мутант бестия раз два давай критонем что ваншот нет не ваншот блин там чуть-чуть оставалось ой все ну как так михаил и там три человека три человека миша собьют пес отвлек вау граната тихо так не давай-ка лучше мы пистолетиком настреливать будем по собачке чтобы крит еще один получить еще одна надо было критонуть сейчас ай да потому что у меня не хватает очков действия тихо тихо только не беги только не беги только не беги стоп ой больно так давай в голову с критом чтобы восстановить очки действия ну пистолет легендарный поэтому сейчас од подтянутся хотя какой блин смысл если сейчас я спокойно могу дождаться давайте съедим что-нибудь вяреное вареное я думал вяленое вареное мясо болотника которое и хп поднимет и очки действия добавит слышу мутант разговаривает мясцо пока соберем из из собачки и у меня сейчас нет ну не копится шкала критикала оп оп стоп ну так четыре выстрела он кажется достает что-то ой не к добру ой не к добру беги михаил беги да кажись кажись это был выстрел у меня кажется минус нога я ширяюсь стимпаком же использую еще какой-нибудь ну и квантовый ядер колу oo Кажись, сейчас будет круто. То есть я сейчас могу просто выйти и очень много-много... Да, я могу выйти. Здоровье восполняется не сразу. Это приводит к тому, что ты вроде сажал 400 хп, а вроде у тебя их 20. Миш, говорят, игра бесконечная в твои планы. Ну, естественно, игра бесконечная. Особенно если, как в Скайриме, моды пойдут, то будут играть еще очень долго. Но основная эта сюжетная линия, она все-таки имеет начало, имеет конец. Поэтому я буду, наверное, стараться играть именно по сюжетной линии для того, чтобы да, потому что нет. Ну, вы понимаете. Смотрим. Пять выстрелов у пистолета, с ума сойти. Я настреляю на крит для начала. Раз, два, три. Крит уже есть. Все вроде. Теперь берем уже карабинчик. Фыву. Ждем, когда откатятся очки действия. Хотя бы на один выстрел. И идем просто ему стреляем в голову. Так, не беги, не беги, не беги. Просто выходишь... Даже не в голову, в туловище. Раз и два. Да хватит ему. Хватило. Прелесть легендарных созданий в том, что... Гарантированно выпадает... Выпал, кстати, пистолет с таким же абсолютно аффиксом, что если вы не вступили, то... То точность власти повышается. Но опять же, это... Это не по мне. Проходит дорога... Путь, точнее, как вы называетесь-то, господи. Дорога к свободе все-таки. Проходит мимо дома, в который... Я, естественно, захожу. Пиво. Кроме мутантов тут... Тут трупы весьма несвежие. И больше ничего. Откуда столько легендарных мобасов? Они появляются в зависимости от уровня сложности. То есть, вначале, когда выбираешь, там, если выбираешь выживание, то... Пишется, что увеличивается количество легендарных монстров. А если ты проходишь игру на язычах, раз задаешь такой вопрос... Ну, бас. У меня для тебя плохие новости. А, я возвращаюсь назад. Крышки собирает, но шмот не продает. Далее мне шмот продавать, на самом деле. А удача на легендарных не влияет? Вроде нет. Все-таки я правильно шел. Кажется. Wrong way, правда, написано. Ну, блин, я здесь тоже был. Я проходил мимо. Да я точно отсюда пришел. К статуе, говорят. Спасибо. Вы не дадите мне заблудиться. Пустошим. Лин, ко мне статы полоза. А я не знаю, как это делать, если честно. Ну, ключевое восприятие и удача максимальные. Троечка сила, троечка инты. Никакой харизмы. Все? Один. Старая северная церковь. Просто я за памятником прятался, ну, то есть откатил туда собаку. Подумал, что, как бы, за спиной у меня того. Найти подземку. Видимо, тут будет какой-то спуск в метро. Легендарный дикий гуль пожелать. Ну, вот реально их очень много. Этих легендарных диких. У него откатилось хп. Он, кстати, меня ваншотнет, между прочим. Ну, так, словом. Поэтому очки действия восполняются. Стимпак юзается. Ой, какой пес молодец. Стоп, 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 стоп. Чуть поближе. Чуть-чуть еще. 66 мало. 70 мало. 74. Хорошо. Ай, попал. Попал. Не, не попал. О, антирадиационная металлическая броня. Уменьшение урона от гулей. Хреново. И характеристики и гули это не страшно. Псу, конечно, там плохо. Надо переходить на эту пушку. Потому что патронов много. Да и видите, она ваншотает обычных гулей. Так, церковь тут. Тут и знак нарисован, да? Как подсказывает Кэп, подземка, она должна быть... опа-опа-опа-опа-опа-опа. Не понял. Там гуля сзади встала. Подземка должна быть под землей. Я понимаю, это анализ, все дела. Но мне так кажется. Да, пройти. Стимпак слева. Очищенная вода откуда-то. Вот из этого в этом карабине надо будет точно менять, пробовать его делать действительно на какой-то скорострельный вариант. С меньшим уроном, но зато... Хотя зачем мне скорострельный вариант? У меня же в васте все. У меня все к васту привязано. И снова этот знак, повторяющийся. Швабру взял. Так, дикий гуль бродяга. Ну он, дикого гуля с двух выстрелов. Если бы я второй попал, цены бы не было. Ядерная батарея, бейсбольный мяч. Давайте включим свет. А то как-то тут... Особенно учитывая то, что здесь коридоры, темно и милишные гули. Ну, рукопашные, имейте в виду. Ланшот. Мне этот карабин определенно нравится. По урону он сопоставим с текущими, даже, наверное, база у него повыше. Патроны альтернативные, то есть можно им пользоваться достаточно длительное время. При этом это только первичный обвес, то есть я не поизучал его... Опачки. Похоже на проводку, в общем. Кнопка. И тут вход, да? Не так? Не так. А, повернуть кольцо по часовой стрелке. Что там? Сколько вариантов? Это спинс. Так, и К1 говорили, да? К1 говорили при входе. Или какая-то там другая буква. Вроде К1. Значит, нужно выбрать букву К и найти единицу там, где нет единицы. ой, господи. 1R говорили, но тут единички нет. Подсказки. Не смотрю в чат. Не смотрю. Тихо, не чихай. Не пугай меня так. Что здесь написано? The Freedom Trail, Boston. Ну, собственно, Путь Свободы, Boston. Вариантов достаточно много получается. F, E, T. Причем, он крутится и по, и против часовой стрелки. Так. Тут вообще лампа нарисована и в квесте тоже лампа. Может быть, надо написать Latin, типа фонарь, потому что здесь буквы вроде есть такие. Lat-ter-n. Давайте попробуем эту гипотезу. Правильно. Ну, она сказала not right, когда неправильно. Блин, назад. назад, говорю. Правильно. Ну, все понятно. Latin вроде с двумя тайм. Оно начинается с R. То есть, как только я... Так. R. R. Блин, было R1, реально. Но где здесь единичка-то вообще? Может, римский тогда? р... Р... да? R1. Может, действительно, как I? Ну, или слова на Э? давай так вот. Нет. R, 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 R. Давайте подумаем тогда. Слушайте, какие у нас ключевые слова есть? Railway, например, да? Подземка это Railway Station. На английском получается. Railway. Давайте Railway попробуем. давай еще разок. R. Away вообще есть? W нет. Есть предположение, что раз единицы нет, надо попробовать написать буквами One. Кажется, я снова начал неправильно. Ну, ладно. Да. Начинаем с R. Так-так-так-так. О. Но он не говорит, что придется начинать все сначала. Train, говорят. Какой train, если он с R начинается? Может, рельс... Кстати, рельс тоже хорошо подходит. Rail. Но он слишком подру... Ну, то есть он... Ладно, давайте Rail попробуем, действительно. Характерный звук после... Вот. Слышный механизм. Давайте Rail. Да-да-да. Rail, похоже. Да. Открывайся. Это еще не все. Rail. 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 Открутите барабан. Поговорить с персоном Гарви. Что? У меня другие квесты. Rail. One. Да-да, угрожают рейдеры, конечно. У меня тут ребус. R1. Ну, давайте Rail 1. Нет. Неправильно. Ну, ладно, мы знаем первое слово, да? Или часть слова. Раз. Два. Три. Четыре. Это не Rail 1. Это... Rail, Rail. Rail, Rail, Rail. Можно подробнее? Путь свободы. Подземка, подземка. Может, подземка как-то не только Railway Station? Может, просто Rail Station? Буквы, числа, которые попались на пути, помогут мне отыскать. Ой. Railgun, Railpath, Railstone. А, слушайте, может, действительно разделитель нужен? Тут же есть разделитель сам по себе. Смотрите. Вот это, который между... Ой, это Бэт! Что ты делаешь? Я чатик поглядываю. Поехали, работаем. Раз. Два. Три. Четыре. Да, нет пробелы. Rail. Rail. Предлагают букву S попробовать, в том числе. Хрень. А там на входе быдло R1, да? R1 все-таки. Rail 1 не подходит. Можно, конечно, поподбирать, блин, но это же трындец. Railroad. А, давайте Railroad, действительно. Подземка не как метро, а именно как дорога. Это может быть Railroad. Это может быть Railroad. Да! Повторное R работает. R. Да. Спасибо, пацаны, я бы не догадался. A. И D. Ну, логика правильно была, в общем-то. Но... Открывайся. Доезжешь, доезжешь! Вот мы идем. Оу! Тихо! Дездемона! Молилась ли ты на ночь? Да, изи. Сарказм можно? Сарказм. Я мусорщик. Так вы же его на стенах пишете. Кто сказал тебе, как нам contact us? Доктор Амари. Доктор Амари. Амари. Следующая вопрос. Почему ты здесь? Там много подсказок пропустил. Там на этой красной линии была куча таких дисков, как на старте, ясно. Что нам нужно расшифровать чип охотника? Все без атаки. Все без атаки. Я человек простой. Инта у меня три, харизма один. Нифига себе, у тебя очки какие. Откуда лаг в постапокалипсисе такое, что мы... Нифига себе. Нифига себе. Декен, ты поздно. Ты говоришь, что этот интридор вообще убил ахотника? Синглхендедленно? Ох, это бы даже Глория за ее деньги. Нифига себе, босс. Эта женщина вроде бы огромное дело. Если ты не обеспечиваешь ее, ты можешь показать эту охотнику сочувствовать машину, немного кортеси. Два выстрела на охотника на ногу. Два. Сочувствуем. Сарказм. О, да. С маленьких риддлс и декодер-ринг-трек действительно делают хорошее дело. Ни, кто хочет встретить нас, он под осуществлением так быстро, как они следят свободной трейл. Если ты был вредной нашей организации, все, что ты найдешь здесь, это в empty комнате. Дез, мы должны ее вставить. Она у нас в intactном корсер-чип, для бога. Это вибраивает наши безопасности протоколы. Куда же это? Она убила корсер-чип. Нет, в смысле, она работает для института. Мы позволяем тебя в нашу руководитель. Ты первый взрослый, чтобы быть вставлен в эту область. Мы поговорим в деталях о вашем чипе внутри. Попадем сейчас на эту базу, подземки, штаб. Здравствуйте, Глория. Как здесь? Она весит приблизительно столько жестокого тапушки. Я уважаю комплименты. Да, все равно. Слушайте, ты нас не делаешь времени. Мы все равно мы обращаемся от чего-то, о чем я не могу. Мы, кстати, мы все равно и если что-то Дейкен сказал о тебе, это правда, я бы хотел, что ты на нашей команде. Выкоси, говорит, их всех Вообще легко, на самом деле Но пока нет мотивации Теперь научи их главному уроку Не пускать незнакомцев и вынести всех Я уже вошел, на самом деле Что, дверь была открыта? Они же не сами открыли, понимаете? Магия Пес, пойдем? Как ты относишься вообще? Можно в чатике проводить рандомайзером Точнее голосование просто По подобного рода решениям Ну потому что мне, в общем-то, с харизмой и интой Тупо пофиг Убивать или не убивать Если это хоть как-то Опа, тихо Тут сюжетка пошла О-о-о Йой-ёй-ёй-ёй-ёй Ребята Вы не представляете, насколько вы близки Сейчас к полному уничтожению О-о-о-о Йой-ёй-ёй-ё Ёшеньки Ребятушки Ребятушки Катушки. Пэм, привет. Это, кажется, возможно ее с собой взять. Я здесь. Субтитры создавал DimaTorzok. Прикольно. Может быть, с ней стоит походить. Портал вспоминается. Я из Vault 1.11, если это то, что вы имеете? Валт 1.11. Крио-Валт. Действительно, уничтожено. Конверсация terminated. Попрошу конструкцию новой probabilности матрицы. Рефризируем. Пока. Неплохо поговорили. Ну, смотрите, друзья, тут... Такое количество ингредиентов самых разнообразных. И все они недоступны мне. Ну, то есть, можно потырить, конечно, но... Пользователь Джунет активировал премиум на ваш канал. Спасибо большое. Доступ к записи. Последние модели прогноза. Доступ разрешен. Мне очень жаль. Хорошего дня. Только единицы обозначены как подземка альфом. То есть, еще доступ можно достать. Ой-ой-ой-ой, ребята-ребята. Давайте пока поиграем в нормального человека. Который, типа, мирный. Доктор, да? Конечно. У меня зависимость есть. Да, давайте зависимость вылечим. Антисанитария полная. Обмен, давай. Давайте попробуем поторговать, что у него, в принципе, могут быть... А какие мне нужны? Патроны калибра 308 и 45. Ну, вряд ли у него есть патроны, но такое бывает. У него там стимпаки всякие. Да. Антирадин. Есть у меня антирадин. 38. Это стандартные. 9 стимуляторов. Хирургическая пила. Ну... До свидания. Агент подземки. О! Этот похож. Какие же вы злые, а? Техник Том! Сейчас занят. Эй, Дэд. Ты нужна? Том, наш посетитель здесь у нас есть корсер-чип. Воу! На самом деле? О, мать, это было летние! Правильно. Некоторые правила. Том может получить тебе код. Но когда он закончился, мы дадим корсер-чип. Это мой чип! Нет, никакой. Этот чип у меня. Для любого другого в Коммунике все, что вы имеете, это 2 капсового салвачивания. С нами, эти даты не ценят. Но мы не просто дадим это. Поговори мне снова, если вы меня меняет. Ты должен быть внимательным, мэн. Сану говорит 262, что в игре есть лекарство, которое снимается из зависимости. Это газировка, которую можно сделать. Я знаю, но просто у меня она закончилась. Мне не жалко 75 крышек, чтобы... Ну ладно, забирайте. Но помни, что, как бы, я тупой. Не знаю, какая у меня память, но я думаю, что... Мне нужно минут 5, чтобы забыть. Тут и патроны. Микроскопы. 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 А вот он идет. Инкрипционные алгоритмы. Хорошо. Хорошо, мы продолжаем. О, боже. Они добавили более декилы до последнего цифра. Это будет... Я так же лёгкие компы ломаю. Часик подсказал. Добавлю это в холло-тапе, да? Доброе работа, Том. Да, но... Не уверен, что я удачусь в следующий раз, Дез. Начни работать на остальном ракурсе. А ты? Доброе утро. Дай мне знать, если ты интересен. Но, чтобы быть крыстально очевидным, если вы используете эти данные и обнаружите что-то, что связано с институтом, вы это делаете с нами первым. Otherwise, наша отношенность будет в jeopardy. Все все в порядке, и вы ударили к Кимов очень слишком сильно. Но у меня есть глаза. Я вижу... Не попробуй ничего, stranger. Да... Надо к оружейнику, наверное, сходить. Но тут... Вместо оружейника доктор. Огромное количество всяких лекарств, огромное количество запчастей. Ооо... Ну, вот я здесь оторвусь тогда. Ну, пока что. Пока что. Это выход? Да. Что в результате? Поговорить с Дездемоной. Глаза разбегаются. Окей. Выходим. Руки загребущие. Я же думаю о будущем, понимаете? Мне же... Мне же эти стимуляторы и жрать. Так, что-то мне не нравится. Это банда тут. С... С... С шашками на голову. Барабанщик. Не очень дружелюбный. Не дружелюбный. Не дружелюбный. Не дружелюбный. Я хочу осуществить, что мы на самом деле. Да. 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 Я знаю все о них. Хорошо. Институт воспринимает СИНС как правительство, как инструменты. Это звучит как снародство. Да. Так. Так что мы пытаемся избежать СИНС от их связи. Дайте им возможность в реальное жизни. У меня есть вопрос. Единственная вопрос, которая важна. Вы бы рискали свою жизнь для вашего коллега? Даже если этот человек был СИНС? Не, ну... Я очень толерантен. Я очень толерантен... Но... К неграм и СИНТам я как-то не очень. Можно подробностям? Можно подробностям? Если бы ты хотел бы поставить себя в опасность, чтобы спасать СИНС, бы ты это сделал? Нет. Наверное, нет. Нет. Какой стыд. Какой стыд. Что? Ну, экспы дали. Без бонуса, 327. Дез сказал, что мы здесь стоим, пока вы уходите. Так. Дьяконы. Не похожи. Дьяконы. Не похожи на... Это был вопрос на поступление в подземку. Да я понимаю. Но... Понимаете, я должен отыгрывать роль. Вас спрашивают. Готов ли ты рискнуть жизнью за СИНТа? Нет. Нет. Не готов. Из-за него я не готов в жизни рискнуть. У меня задача другая сейчас. И еще можно присоединиться? Короче, еще типа можно... Да... Мне это не интересно. Понятно. Можно еще присоединиться. Ничего ваши принципы не стоят. Неудачники. Важный вопрос. Спрашивай один раз. Не готов. Ну, может ты подумаешь? Поговори еще с ним. Нет. Ну, нет. Так нет. Ну, если передумаешь, приходи. Мы как бы здесь. Блин, слабаки. Поехали. Нет. Я же не хочу их убивать. Я просто хочу поворовать немножко. Тем более, они зачистку собираются сделать в этом месте. Че злой такой? Почему злой? Я не злой. Я не злой. Я просто практичный. С чего бы начать? Ух. Так, давайте сделаем сцены. Глаза разбегаются. Это, на самом деле, первый сейчас случай. Будет геноцида в четвертом поле от меня. Раньше я так не делал. То есть, делал, но перезаписывался. Неплохое место. Тупиковое, правда, но неплохое. Пес, ты как готов, в общем? А что у нас по... 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 Артиллерийски не поставить. Осколочную гранату можно вторым взять. Ииииии... С чего бы начать? С чего бы начать? Во, секретные знаки видите. Дед... Дедроп кэш какой-то. Л.А. Дейнджер. Микроскоп. Это микроскоп же? Ну, бери пушку. Почему я не могу взять микроскоп? Теперь владелец настроен враждебно. Ну, понеслась. Работаем. Агент подземки. Работаем. Это раз. Перезарядочка. Это два. Это три. Еще четыре человека впереди. Техник Том пошел. Надо их принимать в одном месте, чтобы удобнее было лутать. Четыре. Вижу. Пять. Агентурная работа вроде как провалена. Закрыты, короче. За неимением агентов. Блин, какой же ты живучий. Этот вроде шесть. Еще четыре человека. Глория пришла. Глория с пулеметом. Воу. А Глория типа тут самая опасная. Глория, смотри, у меня что есть. Раз, два, три. Четыре. Бам. 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 Ой, не убил. Придется ручками, ручками, ручками. Пес, давай, давай, прикрой. Прикрой меня. Нет. Глория. Глория минус. 47 экспы дали. Ничего себе. Дьяхом пришел. Джонни Кейдж, как его там в чатике называют. А он плотный. Барабанщика убили. Вылечился, казалось бы, от наркотической зависимости. Дездемона. Минус. Готов ли я убить Засинта? Да я, в принципе, вентилятор готов убить. Так. А, нет, там вопрос по-другому стоял. Пожертвовали я жизнью? Нет, нет, нет. Жизнь я не готов пожертвовать. Патрон, миниган. О, бронированное пальто подземки. Ой, характеристики. 40, 70, 10. От Глории. Джинс. Фирма, фирма. Бронированное пальто. Интересно, как оно... Оу. Так, ребят. Сдерживайте себя, прошу вас. Понимаю, что... Костюм кого? Землекопа. Нет, не нужен. Диакон. Два стимулятора. Пальтишка, да, пальтишка. Кинетический, так, укрепленный куртка. Кипарик. Кипарик пошел. Комбинезон. Ага. Ну и, в общем-то, начинаем... Там же этот еще. Вентилятор, во-первых. Терминал техника Томми используем. Я же могу сейчас еще с роботом пообщаться. Опровергнуть теорию. Журнал привых испытаний. Гипотезы нет. Это вроде не то. Камера. Плитка. Топливо. Масленки. Тостеры. Все. Все, что только душе угодно. Горелка. Только, к сожалению, этот будильник. Телефон. Таким лаборатория... Бафтаты. Сделаю. Левел, кстати, скоро еще. Двадцать шестой. Металлический ящик. Это понятно. Там в другой стороне было масса стимпаков. Вот они. Мед Иксы. Два стимпака. Скальпели Косторез. Патроны мои. 45-го калибра. Чудо-клей. Винт. Антирадин. Радык. Стимуляторы. Водичка. Еще Радыкс. Вот скажите, разве ради этого не стоит... Убить абсолютно беспринципных... Фанатов синтов? Я считаю, что задуматься стоит. Так, и здесь был робот. Ты как вообще настроен? Ну... Мне кажется, она вроде как в боевой режим перешла. Пойдем со мной. Здесь вообще нечего делать. А доступа мне по-прежнему здесь нет. Видимо, надо было к Рим присоединиться для того, чтобы ее... Пэм, надеюсь, не возражает. Так, и побежала, да? Жалко, конечно. Мы могли бы поладить. Могли бы поладить. Но мир несправедлив. Жесток. Местами. Так, надо посмотреть армор, который взял. Скинуть барахло. Здесь я все потаскал. И выход наверх, да? И она может успокоиться на самом деле. Зачем ее сейчас убивать? Поехали. Нормально. Если вы думаете, что меня мучает угрызение совести, нисколько... Два, вроде, тоже. Так, вижу. Мет. Два стимулятора. Так, а тут же радиация у нас. И противник где-то рядышком. Скорее всего, какой-то из гулей может встать и идти. Майкер, ты знал, что можно надеть на голову ведра и лутать? Да, можно. Сказали уже несколько раз. Опачки. Это альтернативный вход, что ли, к ним? Ничего себе. Терминал. Сложный. Ядерная батарея. Ящики. Ладно. И так сойдет. А это выход в город, да? Ну хорошо, по квесту мы справились. Вроде как. Отказались от этих абсолютно беспринципных... Ну, от сотрудничества с ними. Я уже объяснял причины. Очень много полутали. Получили потенциально неплохую броньку. Если она, конечно, не заменит... Ну, она, скорее всего, заменит, конечно. Потому что до силы не было подобного рода. Да, она заменит все. 65, 25, 70. 50, 80, 10. Бронированное пальто. Его можно апать еще. Но, учитывая, что большое количество... Собачий ошейник. Жалко. Жалко. Неплохие характеристики. Опа, тихо. Может, перейдем быстренько? И вернуться к Верджил. Братство Стали. Старый город. Это ерунда. Это жители. Это жители. Это помощь. Это... Неважно. Это в Даймонд Сити побольше. Молекулярный уровень. Уровень. Возвращаемся к... К мутанту. Кажется, не могу, потому что, да, враги. Да, плохо. Все, никого нас не видят. Теоретически, я смогу сейчас переместиться. Ну, по логике, вроде как. Какая разница, рядом враги или нет, если они меня не видят? Нет. Что ты думаешь? Я не знаю. Кто это? Да, тихо, ребят. Ну, я... Я... Вот вы же живете нормально. Никто вас не трогает. Живо и живо. Хорошо. Зачем вот задаваться лишними вопросами, а? Зачем? Меньше знаешь? Крепче спишь. Есть. Переходим. Покажи нижнюю часть скиллов. Кстати, да, сейчас посмотрим, во-первых, как уровень получим, 26-й. У нас будет 4 перка свободных. И кроме кровавой бани, которую, может быть, стоит начать качать, не только из-за урона, но из-за того, что потом убийство врагов будет приводить к ауе-взрыву. Будет эффектно и, возможно, даже в каком-то смысле эффективно, когда группы врагов будем встречать. Ну, такое редко происходит. И посмотрим, может быть, что-то другое можно будет взять. Добрый вечер. Возвращаемся к ученому, который, собственно, рассказал, каким образом можно выманить охранника или охотника. Все получилось. Коды... Код у меня. Я думаю, что я не должен быть удивлен. Ты убил Келлога, после всего. Не слишком много леп, чтобы убрать корсер. Как ты успел сделать это декодировано? Да, подземка. Они психи. Торговые автоматы освобождают, спасают компьютерные терминалы. Отлично, я правильно это сделал. А я сразу понял, кто они. Я сделал самое, что я могу. Из памяти и о том, что я слышал через годы. Я решил сделать несколько схематиков для тебя. Не было легко. Эти руки удивительные. Нужно собрать устройство, перехватывающее луч, с помощью которого институт телепортирует охотников, а затем телепортируется к нему самостоятельно. И отправил тебя, а затем отправил тебя. Ты знаешь, что-то удивительное место для дизайна? Эта стационарная классическая музыка. Это сигнал для релэй. Все данные на фрекуенции. Вы слышали это все время. Я хочу быть осознанным, что это не моя специальность. Я был биосиенцией, не института или института, или что-то. Сарказм. Твоя уверенность стагерна. Я просто говорю, я не могу гарантирую, что это будет работать. Но если вы можете строить этот устройство и использовать этот код, вы должны быть способом обновлять сигналы из релэй. Вы можете строить это? Вы можете помочь. Это много для одного человека. И даже ты... Давай, я тебе дала причину, чтобы спешить меня? Нет. Но ты понимаешь, как критично это для нас двоих? И не забывай нашу соглашение. Я помогал тебе, как бы я могу, если ты это сделаешь. В конце третьей части была информация о том, что ему очень нужна сыворотка, чтобы обратить процесс мутации. Теперь идите. Так, чертежи перехватчика взяли. Поговорить с братством не обязательно. Поговорить с минитменами не обязательно. То есть есть несколько вариантов, кто может помочь в... 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 Я бы взял на самом деле братство стали. Посмотрел бы, что как у них. Потому что минитмены... Ну, я уже задолбался. Кровать им строить. Фарты укреплять. Картошку сажать. А вот тень стали. Это как раз самое время сейчас на них переключиться. Там хай-тек оборудование. Все дела. А куда меня отправляют? Наха, найти хозяйственную краску в хазмаге. Что-то не то. Не тот маркер. Поговорить с... А, с паладином же поговорить. Ну, это ези. Возвращаемся. Надо по возможности... По возможности скинуть ненужные вещи, потому что у меня инвентарь уже под завязочку. И для этого в Санкчури надо вернуться. Телепортируемся. Точнее, перемещаемся, естественно. Санкчури. Чутка не хватает до 26-го. Может, построим что-нибудь до 26-го уровня? Ну, еще далеко ходить. На самом деле, мне не нужно для крафта прямо сейчас 26-й левел. Все, что есть, оно есть. Можно попробовать карабин немножко подстроить. То есть, мы знаем, что он сейчас мощный, не скорострельный. Достаточно много времени занимает, чтобы из него нормально мочить. Но вроде как нужен прицельный... Из него сделать тоже что-то такое убойное. Очень не точное, но зато скорострельное. Может, реально... Сейчас, подождите. Скидываю хламе. Пес, тебе что-нибудь скидывало вообще? Иди сюда. Вроде нет. Да, псину пустой. Так. Я хотел вот этот вот карабин. Во-первых, имя его придумать нужно. Пользователь тест-тест активировал премиум на ваш канал. Спасибо за активацию. На премию Full HD, 30 FPS, хороший битрейт, нет рекламы и много-много других бонусов. Как назвать? Это некий карабин, цель которого... Работать на ближней дистанции. Я не знаю. Я не знаю. Максим, отлично. Он же выглядит как Максим. Так. Еще раз. Что я хочу? Я хочу, чтобы... Ну, на нем стоит, во-первых, усиленный ресивер. Скорострельность не настолько прыгнет наверх. То есть, получается, шило на мыло. Калиброванный нужен. Ну, это фанатик четвертый. Это уже совсем другая история. Да, с ресивером я ничего не сделаю. Короткий ствол это как раз для... Для числа выстрелов, в частности. Полная ложа тоже вроде стандартно. Барабанный магазин не нужен. Прицел вроде адекватный. На текущий уровень. Да ладно, вообще ничего, что ли. Да, ничего с ним не сделать в такой ситуации. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Можно попробовать ложу с компенсатором отдачи поставить сюда. Чтобы не задирался прицел. И будет снайперская винтовочка хорошая. Магазин штатный апгрейдить смысла нет. Потому что там запас очень хороший по патронам. Короткий оптический прицел. Можно апнуть на длинный прицел, раз это снайперка. И мы увеличим меткость на 22. Короткий ночной. Это уже с наукой нужно стакать. Да, наверное, длинный прицел нужно ставить. Хорошо. А наддольная насадка, штык, компенсатор, который дальность снизит. Дальность снизит. Хотя дальность все насадки снижают. Но снижают незначительно. Понятно, что большой штык не нужен. А вот уменьшить отдачу. Или еще серьезнее уменьшить. Вообще глушак надо поставить. Но это фанатика тоже на четвертом левеле. Пока могу алюминий... Пользователь Ре Таротти активировал премиум на ваш канал. Спасибо. Могу поставить еще вот компенсатор. На фанатике на третьем. Нужен алюминий. Банки не дособирал. Алюминий, алюминий. Ладно, запомним. Сейчас его просто у меня нет. Окей. Ну а фыва тут что с фывой? У фывы все отлично. На данный уровень... Мне ставить больше нечего. Реально нечего. Дома поразбирай. Из домов вроде сталь получается, а не алюминий. Хотя может из каких-то вещей... Сталь и резина. Сейчас в доме холодильник какие-нибудь. Резина, сталь. Классмасса. Сталь и резина. Сталь. Крышка. Сталь тоже. Где тут алюминий. Пожалуйста. Медь, стекло, лампа. Глобус. Болт, пробка, пластмасса. Масло, сталь. Пластмасса. Неплохо все равно. Здесь то же самое дают, что и с обычных предметов. Просто можно разбирать большее количество предметов. Да, давай кроватку нашего ребенка разберем. Чего нам? Литье сточил с ними. Литье сточил. Литье. Сейчас посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Турельки работают, молодцы. Вижу машины впереди. Тут просто автомобиль разбирается. Какое там литье. Хотя, может, есть разные машины. Да, это просто полностью разбирается. Вот так вот. Я в шоке. РЕ, РЕ, да. РЕ, ну я просто пытаюсь... Пытаюсь понять, откуда алюминиев... Ладно, забей. Просто забей. Едем к братству стали. Заниматься этим сим-сити. Реально, это... Я... Как только это появилась штука... То есть, понимание, как... Как работает... Хотя бы на базовом уровне это строительство. Я сразу сказал, что не надо этим заниматься. Не надо это делать. Но ничего не могу сейчас с тобой... С собой поделать. Понимаете? Ничего. Ну, не могу. Мне нужно алюминий. Я его ищу. Ну, так вот. Знаки дорожные. Расскажи, пожалуйста, у тебя точно клавиатро стилсерия 6Gv2? Потому что, судя по звукам, это Black Widow. Уже нет. Я же заменил. Я залил свою стиловскую клаву. Кажется, на 7G все-таки была. И взял... Другую механическую. Это не Black Widow. Это Quick Storm какой-то. Ну, в общем, стандартный абсолютно размер клавиатуры. Механика Cherry Blue. То есть, вот эти вот самые механизмы по звуку, которые ты узнал. Это оно и есть. Мне устраивает вполне. О, ничего себе. Тут серьезные ребята подошли. Тяжелая артиллерия подъехала. Отожми ее, алюминию, братство. Мне кажется, я могу здесь, в принципе, всех перестрелять. Уже... Просто взять и перестрелять. Но зачем? Алюминий вроде... Вентилятор. Подкрепление, да. Впечатляет. Не, силовую броню не лезаю. Алюминий. Кажется, мы на дирижабль сейчас полетим. Один БММ. Счастливо. Микроскоп беру. Химлаборатория вроде... Да, я совсем недавно ей пользовался. Второй этаж. Я туда забирался когда-то. Помню лестницу. Помню... Тут я тоже, наверное, лутал уже в садам. Лестницу наверх. Лестницу наверх. Решение проблемы. Вот она. Подносы алюминий, говорит Баромир. Поднос от какого слова? Тогда трансляция началась где-то в 14.30. Столько силовой брони зазря пропадает. И знаешь, что надо делать. Ну, я попробовал броней попользоваться. Очень сильно возрастает, конечно, армор. Уменьшается вероятность смерти. Меньше аркады. И... Ну, и плюс еще нужно искать, накидывать... Накидывать разные модификаторы на эту силовую броню. В общем, мне и сейчас неплохо живется. О, миниган заряжен, готов к стрельбе. У-ху-ху! Чувствую себя туреткой и за Overwatch'ем. Идентифицируй цель. Нельзя допустить, чтобы у вас по ошибке пострадали мирные жители. Мирные не пострадают. О, пес! Хорош. Пристегнись. Хотя он-то не пропадет. Идентифицируйся. Все попрятались. Я не вижу ни одной живой души. О, тут лагерь какой-то наверху. Ну, хорошо. Как всегда, у братства стали целью благородной. Попрятались все. Реально попрятались. Ни одной живой души. Я бы рад пострелять. О, я вот здесь точно не был. Смотрите, какой корабль. На крыше дома. Вынесло, видимо. Волной после взрыва. Мир, конечно, большой. Изучать и изучать. Бостонский аэропорт. А можно пострелять? А по двигателю? Реалистично. Зачем мне дали пулемет? Я не пойму. Стрелять не по кому. По своим тоже не постреляешь. Где тут все? Никого. Ни одной живой души нет. Ой. Или он переключается просто на другие двигатели? Да. О, вот. Я не заметил за всей этой суетой, как у него происходит... Происходит... Изменения там... Ну, направления двигателей. Ридвен. Неплохой у тебя армор. Миссия Грэйн. Добро пожаловать. Пожалуйста, мне приглашать первую, чтобы вы получили успешную миссию. И это наша новая рекрутка? Да, сэр. Я чувствую, что она была виновата, и я бы хотел спонсорить ее в нашу рейтинг. Да. Мы читали ваши репорты. Вы будете рады, что Элдер Максон разрешили вашу репорту. И поставили рекрутера в вашу рейтинг. Спасибо, сэр. И мои сейчас орды? Вы должны остаться на предметах и ждать еще более обслуживаний. Очень хорошо, сэр. Говорит, что это баг, что там, ну, обычно есть противники. Можно послушать отчет. Написали. Предметы разные. Какой-то там отчет, видимо, о нас, перед тем, как нас примут в братство. Вы прибываете на КБ Вольске? Да, 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 да. Ой, привет. Ну, хорошо, какая-то занятая деловая колбаса. А я уже с парой Когтей Смерти встречался. Правда, они меня убивали, в конце концов. Не с первой попытки же я обоих убил. Но сейчас, если мы встретимся с Когтем Смерти, я думаю, что крита в живот ему будет достаточно. Ребята, вы готовы к пафосу? Скажите, готовы ли вы? Потому что сейчас он начнется. Я даже с бега на шаг перейду. Ой, я же должен поговорить с ним. Да, капитан. Я немножко поторопился. Мне нужно было подняться и туда. У них, видимо, там своя тусовка. Что? Загрузки в мелких локациях? Ведьма ржет в голос, катаясь по полу. Это да. Так, мне вообще, оказывается, вниз надо. Не, не вниз, вон туда вот. Господи, я... Я... Поехали. Паладен Данс непосредственно, Вы тут главный. А как они наверху узнали, что я с ним не поговорил? Черт. А что насчет силовой брони? Что-то еще? У меня нет вопросов. Тогда я рекомендую идти к команды, Дек, сразу. Дисмист, инницией. Ладно, без комментариев. Можешь всех набери алюминия. Так, все, пафос, вторая попытка. Братья и сестры, дорога, в behind, была длинная и спрятана с трудом. Каждый и каждый из вас превратил мои ожиданиями в рапиде способствовать нашу вершину в Коммунию. Вы совершили этот чудесный факт без ненавистия или направления. И, самое впечатляющее, без вопросов. А теперь, что корабль находится в позиции, это время выявить нашу вершину. И когда мы в Коммунию. У нас есть пакет, называемый как Институт. Молигная кровь, которая должна быть убрана после того, что он infectит на поверхность. Они экспериментуют с опасными технологиями, которые могли бы показать что это неизвестно, для второго раза, в истории новой. Институты, создавали оружие, которая превратит на деструктивную структуру отом-бомб. Они называют их создание. Син. Это роботическое оборудование технологий, который является свободным и способом воспринимается как человечество. Эта понятия, что машине может быть обеспечена свободой, не только оффективной, но и ужасно опасной. И, как с атомом, если она не оборудована правильно, она имеет потенциал, чтобы создать нас экстинктивными как специями. Я не готова позволить институту продолжить эту льду экспериментации. Поэтому, институт и их сенсы называют врагами Браджа Стива, и должны быть бороться с быстрым врагом. Эта кампания будет стоить, и многие жизни будут потерпены. Но в конце концов, мы будем спасать человечества от своего плохого врага, его самостоятельно. От Викториум! От Викториум! От Викториум! Хорош, пёс, ты тащишь, просто вытаскиваешь эту игру. Если ты встал в каких-то сенсов, страдай, чтобы убить. Мы не берем гражданей. Я люблю лазерные оружия самостоятельно. Это чистый удар. И оставит этот меморабельный озон-смелл. Пёс, сектант. Ну, насколько я понял, если коротко, то Братство Стали считают главной в данный момент угрозой это синтов, которые могут принимать ещё решения. И война объявлена. А, соответственно, они против, естественно, лаборатории, куда нам нужно попасть. И эта мотивация, видимо, тут пересечётся. Как скажете? Так, а что с людьми-то? Что с ребёнка-то? Ну, нам же нужно построить телепорт, чтобы добраться в лабораторию, где наш сын. Мы это можем сделать двумя способами. Либо сделать ветку квестов. У меня стрим, сразу же отвлекайся. Так вот. Либо с Минитменами продолжать квесты. Либо с Братством Стали. Собственно, поехали. Я надеюсь, что это не другая Рыцарь морали. Не совсем. В факте, это понятно, что вы понимаете наши основные ценности. Он чувствует, что ты превратился для нас. Уже? Я Рыцарь. 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 Салат? Что это? В Девочки? Как вы думаете, что это? В Девочки? Это не так, чтобы сказать, что мы живем в этой эра опять. В любом случае. Или сэр, да, можно сэр Можно сэр Теперь вы можете использовать В мастерской силовую броню Поговорить с паладином Дансом Дэнс, Дэнс Разный хлам одежды Инфо, конечно же Задание Поговорить с паладином Дэнсом Сэр, есть, сэр Десять минут наедине с начальником И повышение готово Но потом будут говорить, что... Опа А вы тут не за здоровый, я смотрю, образ жизни, да? Понятно, надо ливать, в общем, отсюда А мне наверх, что ли? Серьезно? Поехали Сэр, грузите с дерева, сэр О-о-о-о У них должны быть здесь пушки воздушке У них должна быть здесь броня Тут можно поворовать М-о-о-о-охо-о Эй Блин, пес Ты меня палишь автоматически что там с чем лазерный пистолет что у вас за за пушки-то странные, друзья коробка сигар, опять водочка терминал старейшины, сейчас посмотрим почтовый терминал, бла-бла-бла паладин Хэдсон капитан, кому получили тревожное известие об активности супермутантов, содружести, паладин отважно вызывался провести разведенное задание самостоятельно в рамках задания паладин проник в самый центр вражеской территории поэтому требуется любая наша поддержка, я поручу Тигану количество боеприпасов что? винтокрылов приготовить встречу с налетной палубе ладно, хорошо просто мне показалось, что это паладин Хэдсон присвоил в отчете себе наши заслуги информация, есть разведотряди отправили в содружество, три года выполнения стандартной разведывательной в районе получили рапортов прервалась обстоятельства предлагаем лишились а нет, пока нормально отряд состоял из семи солдат выполнение разведывательного это все нормально тут о энергоустановке, об апгрейде об увеличении КПДМ бронированная ряса вот это интересная запись будьте рады узнать, что работа над бронированным покрытием для вашей рясы завершена как только прикажете я отправлю к вам скриптора покрытие достаточно прочное и мне кажется, что вы по достоинству оцените насколько легкой стала сряться после внесения изменений мне очень нужен армор испытаниями показали, что покрытие способно выдержать огонь из разного энергетического оружия а также большинство баллистических ударов после примерки сообщите достаточно ли удобной будет ряса при постоянном использовании так, может быть мы через Минитменов будем выполнять квест создание телепорта если вы понимаете, о чем я все в порядке все в порядке, я свой да! откуда? ёпп, РСТ а где батарея-то, я не пойму паладин данс а как ты здесь оказался-то? блин, они плотные 1100 защита ой, все ладно, давай я этого убью просто так, чтобы вы поняли, что я молодец показываю все, минус, человек так они слушали стрим так, во-первых я вроде не терринал ничего поэтому они должны да, все нужен ключ да и не иди отсюда доложит она донесет ладно, идем пока по крысту неплохая у них работа отжимаются о, а салакта можно лутать смотрите это это у главного тырить нельзя а у этих можно спокойно вытаскивать из мешков задняя нога робопони лютик можно робопони сделать здесь если все части найдешь насколько я понял так, я вижу, что мне вниз 16 метров ну здесь ну здесь верстак терминал экипажа ну я рясы хочу посмотреть если честно потому что понимаете это не силовая броня вот это вот бронированная ряса это то, что можно использовать в повседневной жизни в школу на работу одел пошел ушанку взял поэтому есть мысль рясу подрезать есть такая мысль ряса на начальнике я понимаю сложность этой задачи отдаю себе отчет в этом но полегче привет если сложно что сегодня было в двух словах хотя бы в двух словах мы направились после ученого мутанта в лабораторию с целью поймать с целью поймать охотника и нам его удалось и поймать и убить вытащили из головы чип декодировали не сразу пришлось еще для этого квесты повыполнять другие что там что там что там еще выяснили получили код вернулись к ученому выяснили что нам мы не в состоянии сами блин наверх все-таки было не в состоянии сами построить телепортационное устройство соответственно нужно чтобы нам кто-то помог вот здесь это находится помочь могут либо минитмены либо товарищи из братства стали и выбрали сейчас поход к к братству стали да е-мое как тебе добраться слушай вот он вот здесь три метра вниз есть видимо какой-то полуэтаж да вот здесь заворот налево поворот ничего себе привет ты не тот квест выбрал в этом они тебе не помогут собрать прибор окей не очень но первое 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 чтобы быть эффективной частью команды нужно узнать свою дорогу и узнать свою crew я официально осознан как спонсор рекомендую меня вместе пойдем пойдем аут не 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 ты на пса у меня не увидишь бери пушку левел получили да ежешь так бесплатные стимуляторы давайте вентиляторы я пойду посмотрю на рясу то есть на нем ли она могу ли я ее снять встретиться встретиться короче может быть и не стоит сейчас идти по 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 кустам братства стали я не фанат энергоброни я не фанат их пафосных речей я хочу просто чтобы во первых сменить задание точно не командировку а вот а вот молекулярный уровень но до этого о а вот это интереснее ой как много здесь всего ой все бесплатно ешки матрешки ой все все верстак тут есть у вас нет ну есть есть так ребята сейчас я понимаю что была логика в моих последних словах какая там поднос это алюминий но я немножко сейчас занят чест слово алюминий алюминий Карабины есть. Патроны. Купить. Прикольно. Специализированный и уникальный товар, отлично. Харизма один, сейчас поторгуем. Да, я в основном интересен в оружия, но я возьму любое полезное. Конечно, если вы просто хотите сделать несколько капов на стороне, может быть, у вас есть какие-то 추가 работы. Для того, чтобы я не закончу. Не волнуйся, последнее, что я хочу сделать, чтобы нашим новым новым рекрутом в проблеме. Это просто предполагает немного веселье и... интерактивность с местными фармами. Да. И, когда я встал здесь, встал в этом зоу, я требую кого-то, чтобы сделать ноги для меня. После того, чтобы вы закончили встречу, мы можем поговорить в детали. В последнее время, если вы еще не нужны что-то, как-то оружие, мод, даже оружие, вы просто дайте мне знать. Что это? Представляете? С ума сойти. Я просто в шоке. Ладно. Собираем для крафта вещи. Жестяные банки. То, что может пригодиться. Далее. Ну и все, я перегружен. Сейчас сделаю быстрый переход, наверное. Возьму снова пса. Вернусь сюда. Посмотрю на армор этого товарища. Решу мочить мне или своровать там у него... Может быть... Может быть... В общем, я поехал. Так, а как... Можно отсюда быстро переместиться? Корабль-то большой. Вдруг... Есть такая опция. Да, в данной точке быстрое перемещение недоступно. Ну, вроде выход прям по курсу. Я, кстати, могу зайти сразу же по пути к капитану. Правильно? Вот сюда вот, если я выйду. Мостик и за спиной он там стоял. Капитан на мостике. А почему силовая броня не нравится? Ну, во-первых, в ней меньше маневренность. Во-вторых, в ней ты меньше умираешь из-за того, что... Ну, защита значительно выше. Ну, меньше интереса, так скажем. Аркады меньше. На них еще требуется... Батарь... Да, у него... Эй! Блин, палит. Шел бы ты, а, отсюда. Сейчас я тебе... Да-да-да, я знаю, что новый уровень. Так, ты иди туда. Вообще, можно было ему сказать, оставайся и все. Давай-давай, отходи. Ну. Наконец исправился, молодец. Оставайся. Холди, холди. Как ты все видишь-то, а? О, вас не видят. Вас обнаружили. Вас не видят. А, я не могу его. Я не могу его. Ладно, ребят, не делайте так никогда. Надо попробовать посмотреть просто на этого товарища. Раскрит. Почти ваншот. Ого, секундочку. Ваши. 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 Ого. Много. Ваши. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вы все поняли без меня Единственное, надо попытаться как-то отсюда свалить Потому что клипа очень много Да, мы можем перемещаться теперь быстро Что за сигнализация звонит? Михаил, это домофон тут такой Репетитор пришел Уже приехали из братства, да я сам к ним могу приехать В общем-то, вы видели, как легко Гуфается командир Практически с одного выстрела Поэтому Так Обо всем по порядку Во-первых, скидываем хлам Это раз Второе Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тут 34-й, тут 40-й Тут 43-й, тут 46-й А, вот, можно сделать Добавить еще 1-ку в лак И начать качать клевер 4-х листник Вероятность мгновенно заполнить Индикатор ктической атаки при попадании Тут 28, тут 26, вот Массировый огонь точно берем Плюс 15% вероятность Попадания за каждую повторную атаку Тоже часть тела Не 10, а 15 И следующий уровень будет 20 Просто 20 Ну, ок, ладно Просто 20 Принять Далее Что нам еще нужно Мушкета 31-й, то 39-й Из Прямо сейчас доступных Ночное существо Интеллектосприятия не очень Снайпер нет Кузнец Кузнец Модификации Но если берем какой-нибудь армор Классный, то Хотя его тоже можно Ну, баню, наверное, брать надо Причем 2 раза можно взять Урон на 5% Урон на 5%, а в конце они будут взрываться Просто все Какие еще опции Науку можно, типа, качнуть Но для того, чтобы качнуть науку Нужно Инту увеличить Можно в ловкость Вкинуть Например, до нужного перка А нужный перк Ниндзя урон от скрытых атак Вряд ли Только последний ганг ката Но это не то Можно в рикошет вообще пойти Чтобы Отражались выстрелы Там можно Восприятие 9 Вкинуть И протестить клевер 4-х Листник Посмотри перк последней инты Да я помню про ботаника Что у меня просто До инты Бешенство ботаника Гений в ярости Здоровье падает ниже Время замедляется Это Девайсом обычным делается Сопротивляемость Ок Носимый урон Но до этого доходить очень долго Я весьма ограничен Короче говоря В текущем Ну В текущих Выбранных Характеристиках То есть Мне либо нужно Повышать характеристики Либо В удачу же В удачу то да Да В удачу пожалуй Удача Еще на единичку Раз И скорость заполнения же крита еще Принять И Возьмем клевер 4-х Листник Вероятность мгновенно заполнить индикатор критической атаки при попадании Раз И Еще больше вероятность заполнить Но я сначала протестирую Как работает текущая Насколько часто Она прокает А потом уже Пойдем дальше Так что я хотел Я хотел Вернуться наверное в братство стали Только скинуть действительно ненужные вещи Вот здесь вот Потому что мне не нравится Что Мне не нравится Что места нет нифига Просто нет места А диктол снимает все зависимости Давайте выкинем все что Не приносит мне в данный момент никакого бонуса Или Недостаточно эффективные В плане Лечения Эту Штуку Крафтил Из этого можно приготовить я понимаю но не хочу Сейчас Радыксов перебор Я уже начинаю Ну избыточно все уже Видите Слишком много Всяких Бонусов Здесь сейчас грипп Так это хорошие 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 Столсбой Пофиг Прошированные яйца Вот уже хорошо 150 Шикарно Ядер колу скидываем И ярость 138 Найс Тоже другое дело Столько места свободного Прям Замечательно Может у тебя патронов ненужных много Да много Но они Не занимают места Поэтому Смысла в этом нет Итак По заданию Я наверное Возьму сейчас Поизучаю братство стали Во-первых потому что там оружейка Во-вторых потому что Непонятно где находится Усиленный армор Этого главного лидера То что он носит 50 Это не то Ну я на самом деле сомневаюсь Что Армор который заменит все 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 прямые На этих На шлепке Он Будет Реально лучше Вероятность небольшая Но интересно же Правда ведь У оружейки свои квесты Да я в курсе Я уже три раза об этом сказал И он об этом говорил Я пойду туда К братству Встретимся еще с двумя ключевыми персонажами Скорее всего один из них медик А другой непонятно кто И после того как выполним собственно эти формальности Поговорим с оружейником Посмотрим что за ассортимент У него Что будет какой-то легендарный карабин Или еще какая-то пушка полезная За которую можно будет Повыполнять какие-то квесты С чего ты взял что он все заменит Но на нем уже есть какой-то армор И мы его взяли примерили Он заменил в общем-то Поэтому Думаю что остальное работает так же Там армор усиленный Это силовая броня с допами Не речь не о силовой броне Речь о праздничной рясе Командиром Ты постоянно за мной ходишь Оставайся здесь Сдерживай да сдерживай Так и наверх На главную палубу Корабль большой Сейчас будем по маркерам Разбираться к кому еще не ходили Там потом по основному квесту Надо с генералом поговорить будет Чтобы помощь с ТП получить Ясно хорошо Но мне в любом случае надо осмотреться Во-первых есть три маркера вперед Впереди Рыцарь капитан И Проктором Квилл Квинландом Все прямо по курсу На этом ярусе Один слева другой справа Ну вот да доктор один Ё моё Да тут Опять 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 Бери не хочу Капитан Кейд Я здоров У меня там немножко радиации Но это мелочь Зависимости у меня нет Я адекватный Не наркоман Подвесник Ну У меня Я не могу Утроить Субботы Утро 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 Вы понимаете? Окей, вторая вопрос. Вы никогда не пришли, или пришли в контакте с человеком, подтверждена, что будет проводить заболевание? Вы получили проблемы с командой собранием заболевания? Ну, да, в самом деле. Это не необычное, чтобы наши рекон-тимы перебираться в оборудованных оборудований или заболевания. Мы не хотим одного корабля infectать целый корабль. В любом случае, этот экзамен про тебя. Так что... Ты видел или пришел в контакте с каким-то инфекционным заболеванием оборудованным оборудованием? Ну, да. Ну, да. Ну, да. Никогда не приходилось болеть. Хорошо, хорошо. Третья вопрос. И, пожалуйста, отвечайте в честно. Про наркотики спросят. Сарказм. 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 Я не вижу причину чтобы вы забрать свою обязанность. Если тебе нужны медицинам 무엇 sided? Если тебе нужна помощь то, ты мне знаете. понятно то есть он нас если что вылечит не знаю как он это будет делать без микроск а нельзя да никто не против что и тут собираю все что плохо лежит я думаю в общем то всем всем все равно следующий товарищ кто-то о кит цешкит скорее кишка да наверно вот не знаю thank you i hardly need to oh my it appears i've mistaken for someone else since it's obvious that you aren't who i was expecting would you mind telling me why you here just learning my way around the predwin learning your way around ah i see you're the new recruit that paladin dance described in his report under normal circumstances i provide you with a proper orientation of my department however i'm woefully behind setting up research patrols and getting bombarded with requests for the technical documentation unfortunately i'm lacking the personnel needed to get the job done what type of technical documentation are you looking for the brotherhood is primarily interested in collecting information that might assist us with our current mission medical records science journals and weapons can make it if it contains any type of useful data любопытно у него можно чертежи наверное приобрести будет чертежи запись руководства книги графики неплохо стремно они все забрать у квинлана техническую документацию то есть ему можно будет сбагривать и возможно покупать у него какие-то те же самые журналы например да остался последний в списке человек с которым нужно познакомиться базово поговорить это о моим именем инграме и этот красивый маленький грязь петт это где вы обычно найдете если твоя мощная мощность слишком крепко на кротке притвин начинает на груди или робот на вы приходите Сморка хреновая. Ну, посмотрим, да, силовую броню. Т-60 в третьем отсеке. Да, мастерских здесь много. Отлично. Сейчас, получается, встретиться со старейшинным нужным Мэксоном и... А, не, мы выполнили уже, нифига себе их список и дали. Давайте попробуем приобрести... Ну, посмотрим, что есть. Да, обмен, yes, yes. Так, боевая броня. О, боевая броня, это как раз та самая, которая просто надевается без... Ну, без аффиксов она, к сожалению. Характеристики неплохие. Гатлинг лазер. Тяжелое энергооружие пошло. Модификаторы. Железный гвоздь. Плазма. Ну, пока не очень важный каркас силовой брони. Цена 6700. У меня 916 крышек. Короткий прицел. Мини-ган. Модифицированная броня от Т-60Б. Много разных частей. Голова, руки, туловище. Нагрудник Коммандос. Очки действия восстанавливаются быстрее. Вот это интересно. 3276. Ну, эти пара арка. Ну, показатели очень хорошие. И я его могу надеть без снятия других тем. Партии электронных схем. Дробовик. Патроны калибра. Разного самого. Гранаты, мины. Пусковые установки. Улучшенный, усиленный. Что это? Ну, похоже на карабин. Энергооружие. Форма братства стали. Можно посмотреть на эту штуку. Автоматический лазерный карабин. Улучшенный, прицельный, усиленный, огненный, улучшенный, автоматический. Два раза улучшенный. Неспроста. Высокая дальность. Высокая скорострельность. Линзы с квантовым гироскопом. Полным-полно обвесов у него. Сколько стоит? 700. Хм. Нужно посмотреть. Ну, без аффикса уникального, но... Шлем Коммандос. О, шлемак я беру точно. Во-первых, он лучше по характеристикам. И у него способность уменьшения расхода очков действия на 10%. Для стрельбы это то, что нужно. Ядерная батарея. Штыковое. Тоже штыковое. Посмотрите. Трехствольная пусковая установка со штыком. Базука со штыком. Есть известная картинка, где советский солдат фугасом забил намертво 8 или 10 человек из той же самой серии. То есть, если ты не знаешь, как пользоваться или закончились патроны, ты можешь использовать пусковую установку со штыком. Ядерный блок, но это уже концовочка. Хорошо, шлем Коммандос Must Have. Попробуем ему... У меня ничего лишнего нет, на самом деле, с собой. Надо просто... Вернуться, наверное, и собрать несколько пушек у себя в инвентаре. Для того, чтобы... Ну, вы понимаете. Терминал очень сложный, по-другому... О-о-о-о-о-о-о-о. Я могу ее открыть. И мне ничего за это не будет. а может и были не подожди может потому что я не сломал ее сразу может он из-за этого расстроился броню посмотри халявно да броня силовая будет нет и неплохая кстати глава ну это для силовой естественно но как бы это уже кажется круче чем предыдущим могу по продать ему кстати да далеко ходить не надо оказывается карабин гаусса карабин гаусса карабин гаусса этот карабин гауссы фунт على что Кто же меня палит-то, а? Заряжать можно карабин Гаусса. Я его стырил. У меня просто специализация по карабинам. Мне давно нужно было энергетическое оружие хорошее. 180 урон. Ё-моё. Дальность хорошая, скорострельность хорошая. Науку надо было, блин, качать, чтобы на него навешивать нормально. Как выглядит. О-о-о. 14 патронов. Так, ну ладно, хорошо. О, лучший нацикусированный потонный лазерный. Ну что, поторгуем? Что вы привезли к мне сегодня? Так, во-первых, я ему скидываю толстяка. Всего за 150. Я ему скидываю... Ну что я там взял? Импульсную гранату. Плазменную мину. Пистолет у меня неплохой. Бери, пожалуйста. Пару осколочных гранат. Голову могу продать недорогим. Противогаз, маска. Как у тебя прям была. Ну и всяких хлам. Не буду я тебе хлам продавать. Да, там кот орёт. И так, я заработал 330. 330 всего лишь. Опа. А вот это вот я не видел. Тут ещё... Ещё кое-что есть. Нашёл случайно. Роктор. Ты хочешь выбрать борьбу? Я помогу тебе сцепить. Садь мне? Я уверен, что у меня есть что-то, что будет улыбаться на твою face. Что там ещё было? Очень убогий пистолет. Так себе карабинчик. Пара осколочных опять. Криамина. И... Ну и в общем-то всё. Окей, главный карабин получил. Вот с ним... И патроны, кстати, для карабина взял. Я... Вот это вот палит, друг. Не, ладно. Не буду ради 10 патронов испытывать судьбу. Пойдёмте на броню посмотрим. Она вроде бы... Непонятно где она. Сейчас посмотрим. Беспощады. Стридца со старейшином. Старейшин, старейшин. Было бы прикольно, если бы он товары выкладывал на прилавок оттуда, где ты их украл. Ну, это было бы вообще нечестно. Так-то он хоть... Будет дорожить, наверное. Ладно, пойдёмте по квесту. Поговорим с... Мне кажется, что... Тема находится вот здесь вот. Кубрики. Нужен ключ. Это единственная дверь, которая закрыта. Понимаете? И, соответственно... О, вот он ещё. Катридж. Это для пушки, для новой. Для новой, для пушки. Жалко, что я не... Это не купил. Кипарик не купил. Хороший он. Но сюда нужен ключ. Ключа нет. Хай. Найд. Ну, думаю, что он потом может появиться. А тут не стырить. Слушайте, а может терминали все-таки-то старейшина есть какая-то информация? Бронированный ряс. Вот о ней речь. Работа над подкрытием завершена. Прикажете, отправлю. Покрытие прочное. Кажется, оцените. Огонь из разного энергетического и большинства баллистических. И вот ее-то я и хочу. Ой, ключ, ключ, ключ. А у него был, кстати, ключ? С собой. Вряд ли он. Он, скорее всего, с собой носит. Понимаете? Ладно, хорошо. Спускаемся и идем по основному квесту. Хватит заниматься непонятно чем. Даже в Морровинд нельзя продавать вещь, что ты украл человеку. У кого ты их украл. Там сразу же вся горит сливая от тебя. В фаллайте четвертым можно. Да, да. Что ты скажешь? Бывает. Когда ты его убивал, там не было ключа. Да, там было всего там 4 или 5 штук оружия, патроны, стимуляторы, рясы. Ну и не ключ. Какая-то последняя вещь. Ну, я думаю, что в процессе, в процессе выполнения квестов Братства Стали, нам станет понятно, где ключ. И вот. Вот Аргаша Рес, проверь. О, это не она случайно? Это что-то новое. Кого ты пошлешь? Я сам пошлю. Секундочку, ребят, надо проверить. Мне кажется, он не был в этом... Ну, это не ряса, конечно, это пуховик. Теперь вы стали врагом Братства Стали. Да, это тот же самый боевой костюм. Жетон Братства Стали. Лазерный карабин. Кот орет. Вот что, что такое. Сейчас с комочкой. Загружаемся. Ключ в яйце, яйцо в утке, утка в зайце и так далее. Поговорим с ним. Сэр Максон, у меня есть планы, чтобы создать сигнал-интерцептор, чтобы меня в институте. О, как? Я собираюсь в предложении, чтобы я серьезно обсудить. Однако, перед тем, чтобы я позволяю себе позволить, в связи с тем, я требую, чтобы вы следите за моими органами и остаться patient. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Урон там по 298, но это уже с бонусом 60%. Продолжение следует... 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 Здоровье не отнимается вообще нисколько А он похож на этого, на лебедя Тоже кто-то вкидался И был подобного же размера Так, двое мутантов Сейчас садиться будем Но один противник остался Граната пошла О, ничего так Жесть Легендарный супермутант Мясник У них защита, кстати, как раз Способ против О, я сейчас здесь останусь, скажись Жесть Просто жесть Во-первых Помощь пошел Баф винт Ребра еще Зажуем Но здоровье, конечно, не к черту Я еще горю Вот он Супермутант Винтокрыл Ливает А еще без собаки Очков действия нет Да, блин А, танц тут Хо-хо Данц-то работает Какой молодец Есть Легендарный супермутант Уже откатились У него хп Тут радиация еще Откуда ни возьмись Ох Ой, как больно бьет Надо с критом стрельнуть Слабо И второй Второй крит не прошел Блин Нет Умру сейчас Включилось Включилось Замедление времени От Из-за того, что меньше Осталось Мало Жизней Я, пожалуй Квантовую ядер Колу Антирадин Заодно Поехали Но надо Продержаться Некоторое время Возможно Смелить Место Обычного Супермутанта Убили Хп-шка Тихоньку Восстанавливается Да Этот По мне Стреляет Ай Попал Критом Стимулятор Я боюсь Гранату Закинет И все Поехали Нет Не в голову В туловище Есть Ерунда Ерунда Там Патроны Ненужные Радиация Высокая Давайте Сразу же Пропьем Рад Икс Чтобы Не Не снимать Потом Последствия Радиации Здесь 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 Была Пара Трупов Слабо Стоимость Очень низкая Таких Пушек Пушки Нужно Видимо Бежать В арсенал Чудище Золотой Ой Чудище Точно Мы же Чудище Расстреляли Блин Ребята Точно Мы же Вот оно Чудище Огромное Серьезно Патрон Для пистолета Боевой Карабин С модами На дешевенький Кодовые Патроны 45 Прочные Кожаные Для правой Ноги Но обычные Швабра Да Так себе На самом деле Так себе У тебя уровень Качнись Серьезно? Да давно Он Я Не потратил Последний Последний Перк Потому что Не знаю На что Тратить Кроме Как Бладбаф Но может быть Стоит просто Клевер Четырехлистник Кстати Я не посмотрел Сколько он Восстанавливает А ладно А ладно Уже не поменять Короче При попадании Есть вероятность Заполнить Шкалу Крит Урона Насколько я помню Да Не очков же действия А именно крита Да Заполнить Выбав Без патронов Против Против создания У которых Серьезная защита Против Ну против Обычных Пуль Как они там Называются Надо иметь Энергооружие В запасе Марио Я не понял Ух ты Так Нужно Какое-то Ходовое Оружие Наверное Карабин Во-первых Я уже Шумлю За Нами Прохода Нет Но есть Дверь Справа Капец Медведь Котор Ага И сверху Много обломков Типа не шумит Легендарный Супермутант Мясник О моё Тут просто Супермутант Окей Помним Про повторные Выстрелы Вероятность Которых Вероятность Попадания Которых Тихо Тихо Увеличивается Теперь На 15 Процентов А не на 10 Защищай меня Обычно Супермутант Выбегает Бах 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 Тихо Как ты пришел Ты сюда Я переключился На другой Карабин И наверное Критамен И он Восстановил ХП Офигенно Просто Офигенно Я сейчас Не выберу Ничего В пип-бое Пока не встану Раз Два Два Три Включилась Тема Замедлением Времени Беру Баф Винт Олени Жру Пихожу Симулятор Жру Так я могу Переключиться На пистолет И восстановить Критом А у меня нет Критом Офигенно Вооружен Капачечка не очень Чувствуется А это обычный Супермутант Ну ясно Ты всех Перебил Да ладно Знахарская Металлическая Броня Для левой Спротивляем Иск Ядам 9 25 Ладно Возьмем Может быть И неплохо Будет Очки здоровья Никакие Да как так То Из этого Карабина Снайперского Да как Что это Было То Я Не Не Стрельнул По нему Вроде Как Обычно Все Сделал Но Он Отказался Стрелять Ох Квантовая Ядеркола Пока что Насколько я понял Квантовая Ядеркола Это Самое Сильное Лечение Которое В принципе Есть Да Радиация Но С другой Стороны Такое Количество Восстан Ну Для Восстановления Восстановления ХП Ни У кого Нет Да Слышу Его Видел Даже Разок Лифт Есть Мне точно В лифт Но Чтобы не Оставлять Хвостов Я Лучше Его добьем Добил Отлично С оптикой На такой Дистанции Работать Просто Опасно Дважды Перк Сработал Он рекомендует Тоже Тут Полутать Но О Патроны Блин Патроны Как раз Для этого Текущего Карабина Очень 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 Вовремя Они Зашли Да И наверняка Что-то Что-то Еще Есть Пожалуйста Замок Легкий Угу Тек Документация Это Собственно Можно По Хвосту Сдать Ну Вы Помните Брат Свистали Человек Который Собирает Еще Одна Дверь Изи Открываем А тут Еще Интереснее Во-первых Патроны Самые Разноплановые Пара Пушек Весьма Глупых Я беру Гранаты Потому что Они Занимают Мало Места А стоят Дорого Терминал Генерала Брока Порт Стронг База Рапорт Генерала Брока Июнь 75 И Два Года Вперед Начнем С начала С сегодняшнего дня Командование Принимаю я На нашей базе Будет проводиться Испытание Экспериментальных Оружин и систем Разрабатываемых Армией В США Распорядился Подготовить Остров Старые казармы Снесли На их месте Построили Макет города Поскольку нам Предстоит сражаться С врагом В городских Условиях Лучший способ Протестировать Вооружение Посмотреть Насколько Эффективно Пробивает дыры В гражданских Постройках Так Да много записей Давайте сразу Последнюю После ряда Неудач И потери Одной из Испытательных Бригад Мы наконец Смогли довести До ума Пусковой Механизм Установки М42 Вашингтон Добивался От меня Чтобы мы Побыстрее Закончили С этим Проектом Но поскольку Речь идет О столь мощном Оружии Я предпочел Не спешить Мы доставили Установки На базу Снабжения В Миссисипи И теперь ждем Когда нам скажут Куда переправить Их дальше Надеюсь Спать с мыслью О том Что в 20 футах Подо мной Хранится Кипоядерных Зарядов При помощи Которого Можно стереть Весь этот остров Порошок Ясно Значит Подвал Куда же еще О сейф Очень сложный Ох Обожаю Ай-яй-яй Ключ Ключ и пушку Так Там какую-то Я пушку пропустил Ох ты Целеуказательный Усиленный Фотонный Очень много Баф на него Навешано Беру Патроны Что за пушком На 150 Пушка Здесь оказывается 130 урон Ну и что А Это на калибр Видимо новый Деревянная пушка Вообще Скорострельность Никакая Но урон Очень хороший Видимо Из-за Как он там Называется Так Давайте посмотрим Да Вот она Ресивер На 50 Калибр Пушка Тупо Деревянная Это Карабин Облегченный Длинный Ресивер Ложа Обвесы Топовые Просто Ну Кроме Штыка Разве Что Но это Интересно Я хотел Еще Посмотреть На Вот эту Вот пушку Очень много У нас Боеприпасов Для этого Типа Вооружения Хорошая Дальность Средненькая Меткость Очень Хорошая Скорострельность Фотонный Ствол Автоогня Прицел Линза С гироскопом Надо проверить Я думаю Примерить Его поставим На 6 А тут Пушку Поставим На 7 Деревянную Которую Она очень Легкая Возможно Будет Много Выстрелов Проверим Ничего Си Не Прицелиться Пока Реально Деревянная Пушка Деревянная Но это Не показатель Смотрите Обгорелая Книга И вискарик Кот Возобновил Свои Страдания Ну Кошка В смысле Она Хочет Внимания Так И на лифт Ключ на столе Говорят Ключ Ключ на столе Ключ на столе Ключ на столе А зачем ключ Кому он нужен Руководство по тайным операциям Скрытность повышается И ключ От форт строн Действительно Невнимательно Видите Невнимательно Ай-яй-яй-яй-яй О Это энергопушка Которая много места Не занимает Смотрите Скорострельная Дикая Это пистолет Серьезного урона От него ждать Не приходится А вот это карабин Поехали Прямиком На склад Вроде У карабина Скорострельность 3 Но Действительно Учитывая Его вес Ну и Там затвор Из болта Жуть Сейчас проверим Сколько раз Он стреляет О Верстачок Я слышу Гончий Мутант 2 выстрела Ну почти 3 помещаются А если сравнить С текущими Мои карабинами Допустим А там Психа Еще действовал Поэтому Урон больше Игорь Андреевич Проигрывает Немножко Фыва Выигрывает Вообще Фыва Можно будет Грайдануить На другой Тип Патроны И все Побежали Побежали Давай работать Только ты беги А я проверю Игорь Андреевич Игорь Андреевич Все Вернулся Быстро Убили Кажется Граната прилетела Я не знаю Как так получилось Но бывает Бывает и такое Ее взаимосохранение Тут без подгрузки Просто было От сохранения Никакого Не было И Как следствие Пришлось Гоу челлендж Без смертей Надо будет Персонажа Тогда перекраивать Абсолютно точно Абсолютно Бодная щетка Для волос Тут были Да Была алюминиевая Канистра Алюминиевая Алюминиевая Потому что Игрушный Инопланетянин Так Вы Вытаскиваем Пушку Там пошел Замес уже Какой-то Пистолет Так себе У него и урон В общем-то Что Ооо А карабин Тащит Смотрим Просто Ваншот Капец И кажется Еще заполнилась Шкала Но не только По очкам Действия Но и По По Нет Крит Только один Может быть Он кстати Заполнился Ваншоты Дает Карабин Просто Ваншот Стимпак Спрыгиваем А вы понимаете Что Ко мне Уже Во второй раз Прилетает Там кажется Товарищ С базук Стоит Просто И он Стреляет В ту же Самую Секунду Как только Ты Выпрыгиваешь Выходишь Вот и все Второй Попадет Патроны Только в этой пушке Жалко Она Очень Классная Так Давай-ка По По Руке Там Пес Грызет Пса Уже Нет Сейчас Снова Выдал Я чувствую И Опять Кажется Полетело В меня Что-то Да Слышь Слышь Вон Вон С ракетницей Ес Так Легендарного Наверное Лучше Попробовать Харитануть С той Пушки Туловищем Туловищем Стреляем Второй С критом Будет Раз И еще С критом Он Очень Плотный Стимпак Я Иду Не Не надо Идти Там Идуваю О Дали Много Опыта Видимо Не Мы Не Все Зачистили А Все Всех Зачистили Только Сейчас Нужно Будет Полутать Радиация Пошла Тут Пусковая Установка Да их Можно Конечно Хитроумная Броня Синтов Для Правой Руки К ловкости К восприятию Классно 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 Главное Чтобы у меня Не было На правой Кажется Есть Что-то На правой Руке Но вообще Ловкость Даст Мне 10 Очков Действия А восприятие Даст Увеличенную Точность И Ее Можно Модернизировать Давайте посмотрим Ну правая Рука Вроде Там У меня Уже В режиме Скрытности Ваш Сложнее Заметить Ладно Забьем Мы все равно В стелсе Нас всегда Замечают Первыми Поэтому Лучше Я увеличу Количество Очков Действия 95 У меня же Было 95 95 What Не понял Или влияют Только Те перки Которые Ты вкинул Не то Дел И не туда А Сопротивляемость Ядом Вот Хитроумные Вместо Замедления Времени Что я Все Перенадевал Да Так А что По Да Очки Действия 105 Теперь Замедление Времени Меня спасало Очень часто На самом деле Жалко Будет Без Него Что это Ничего себе Неожиданно Как На ногу На левую Это был последний Кого нужно было зачистить Я с огоньчик Беру Вроде я вернул Уже все Что нужно Чудоклей Яблочки Наливные Конечно Не нужны Тут Наверняка Должно быть Что-то Что-то Хорошее Кроме Легендарного Этого Товарища В конце концов Мы же ключ Взяли Правильно Ключ Что-то Был Не от Лифта Поэтому Я думаю Все Все еще Впереди Огромное Количество Бомб И Вот Он Склад Да И Играет Американская Патриотическая Музыка И В каждом Таком Ящике Видите В Разборном Виде Бомба Сейф Полу Это Не Сейф Какой Сейф Полу Или Раньше Вы имеете Ввиду А вот Сейф Да Легкий Это Не тот То есть В таких Как правило Ничего ценного Не Нету Ну Экспо Получили Немножко Патрона Взяли Так Спускаемся Спускаемся Ключ Ты нам Зачем-то Товарищ Товарищ Дал Точнее На столе Он лежал За чем-то Правильным Вот Мог упустить Сейчас На левой ноге Одеты От яда Вместо Оптический На левой ноге Да Да а возможно он был в главном зале кстати кстати он был в главном зале я же не осмотрел его полностью и туда не ходил есть много радиационного фона и тут я тоже не был психах еще техническая документация видимо по квесту сдадим нам денег дадут ну и в общем то все реально все остались только мелочи и вот давайте возвращаться вижу маркер наверх 14 метров видимо видимо нам сюда психа пропустил да у меня есть психа в общем то ну что ты хочешь так ну с моей харизмы естественно никак не продолжить ну не использовать 4 вариант я не соглашусь взбесила на 2 example of man blind the step forward омидо уайндап стомблый 2 steps back i've been fighting for years trying to put a stop to this madness and И только когда я думал, что мы получили верхнюю руку, так как они были с синтс. Я видел, что эти супермутанты делают для людей. Вы можете представить, что они с синтсами делают для нас, если они получили верхнюю руку? Это будет Армагеддон повторно. И может быть, что это все, что мы держим. Слушай, я не хочу, чтобы вы разговаривали с моим ретерикой. Я просто хочу, чтобы вы понимали, насколько важны эти миссии. Ну, отлично. Дисмист. Командует. Понимаете, командует. Поговорит со старейшином. Так, а мне точно? Да, мне точно сюда. Все. Зачистили остров и сверху, и внутри получили огромное количество ядерных боеголовок, которые переходят в распоряжение Братства Стали. с их местами какой-то, не сказать, чтобы фанатичной, но весьма радикальной позицией относительно синтов, мутантов и прочего. То есть они могут реально это все в массовом порядке начать использовать. учитывая то, как, какие речи произносит предводитель. И... В общем, опасно это все. Это все опасно. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Вроде намерения это у них благие, просто... Просто риски высоким. Время строить кровать. Уб... Ох ты, нифига себе, какой. Пулемет. Знаете, какие обвесы. Дикие. Еще, что хорошо с новой пушкой, мне не нужно прокачивать инту и науку, для того, чтобы накинуть на нее нормальные обвесы. Она и так уже хороша сейчас. Этот карабин новый. Единственный пока что минус, у нее, это весьма специфичных патронок, да? Их у меня немного пока, но, возможно, со временем они начнут появляться все чаще и чаще. Дальше с револьвером более-менее понятно. Он редко используется, и бог с ним. Пара карабинов по-прежнему в ходу, причем Игорь Андреевич, благодаря тому, что патроны распространенные работают на износ. Сарказм. О, сигнальная шашка для винтокрыла. Если понадобятся транспортные, да. Классно. Можно перемещаться в любую точку карты, даже если ты там не был. Крышки дай. Далее, Далее, еще экспы. Выполнили миссию без пощады. Так, 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 так. Ну, вы помните, что моя основная задача это это вот квест, текущий молекулярный уровень. Он основной. А все остальное тлен. А, ну и конечно же, конечно же найти его форму. И вот основной квест вошел. Музыка так сразу такая. Так, правильно. У меня есть информация. Я все это знаю. Допустим, я знаю один путь. Мой муж за братство загадка. Мой сын, сразу говорим. Нажалось, да. У нас интересы совпадают процессы. с ним сейчас. Но, блин, мне нужна его броня. Сейчас еще раз зайду к нему в комнату, перечитаю дневник. Возможно, другие записи выведут меня на на инфу. Посмотрит, кого письмо про броню. Дара-дара-дара. Вот я хочу другого человека найти. Кто написал его? Ой, я не сюда пришел. Секундочку. Потому что с пушками более-менее понятно. Понятна специализация, понятно, как наносить урон. И учитывая то, что боссов выносим с двух-трех выстрелов, в общем-то, ставка сделана была. Ну, а ставка себя оправдала. А вот армор у меня продолжают ваншотать. Ну, хотя, вот как этот ваншот уйдешь, если у тебя, там, не знаю, силы 3, силовую броню я осознанно игнорирую, для того, чтобы как раз умирать периодически. Так, ну-то не сеть. Проктор Тиган. От Тигана пришло письмо. Тигана и ищем. Тиган. Тиган. Кажется, я его уже встречал. Посмотрим в дефолтных местах. Тиган, Тиган. Тиган, Тиган. Это мы можем сдать схемы. Ну, в смысле, чертежи. Дарда, есть документы? Не, не очень. Это торговец, говорят. Есть у меня документации. А, хорошо. Я начинал отсутствовать материалов, чтобы изучить. Здесь есть капс, которые я предпоминал. Помните, Коммунистер это почти безусловленная основа для этих технических документов. Смотрите, в каждой здании, что вы обеспечиваете во время вашей патрили, они очень легко. Конечно. Так, ну прямиком тогда направляемся к оружейнику. Тем более, кипарик можно там взять. Скинем ему частично пушки. Привет. О-о-о! Есть что-нибудь особенное? Есть что-нибудь необычное? У меня есть специальные моды, которые я работаю. Это как-то хобби, я должен перейти время. Реально, высокоположное. Смешай несколько из них от ваших оружей, и я уверен, что они поставят смыль на твою face. Давайте поговорим больше о том, экстракте работе, которые учитываются на луре экстракте. Как говорят, не победить на пушечном Я не знаю, что я мог бы считать на тебя. так ну я не мог упустить в у него в луте это все взломал же все полутал попродавал ему по торговой поменяемся там пара пушек надо скинуть и нужно что я бы протестировала еще дальше вот этот затвором карабинчик продающих когти смерти эту пушку тоже продам я все равно и скрафтить не смогу то есть и плюс ты пистолет еще 250 крышек с ума с этим а еще же были всякие мученические я знахарскую продаю точно а вот замедление времени пока что оставлю все равно не хватает даже близко на а кроме поговорить проктор ингрэм или как в этом зовут проктор как там проктор ингрэм да это по основному кусту пойдем возможно выполним ферму если будет по дороге если будет желание потому что я не уверен что это принесет свои плоды то есть нас зацепка какая мы знаем что есть некий потенциальный интересный армор который сделал человек говорят скотт ну который вот собственно дал задачу но там принялись только крышки вряд ли он сразу после первого квеста тебе сразу выдаст выдаст все как есть а шлем 1430 стоил понял и внутри 500 окей в следующий раз вернусь во первых я сейчас хлам скину это раз во вторых гляну на модификатор этого нового карабином потому что кажется там стоит как раз преобразователь в другой тип патронов и из-за этого получается очень хороший урон и если то так то все понятно мы просто рано или поздно свои текущие карабины переведем на другой калибр и сделаем более мощными он не говорил про армор он не говорил про он говорил только про крышки это меня и настораживает то есть не хочется мне выполнять миссии если те там будет навешивать но вряд ли он будет только крышки давать проверенная тема можно собаку еще здесь взять так скинули вроде бы верстачок вот карабин меня интересует да ресивер калибра 50 самый последний если мы берем наш например текущий усиленный ресивер это 85 а тут 99 то есть мы используя этот ресивер когда будет а мы можем снять его по весь на текущий да ладно стоп не этот под калибр такой не пойдет а фива а фива пойдет да пойдет ох фива можно апнуть до 122 как раз алюминия не хватало да и патронов как раз под нее массы классно или снять тот и попробовать поставить сюда может подойти да это все равно дешевле даже проверить стандартный ресивер ставим за один болт а этот пробуем поставить на фиву тройную фиву нет чушь делать делаем разбирается там печатная машинка будильник там и и фива урон 122 сейчас 122 облегченный длинный ствол была мысль заменить на короткий для того чтобы увеличить увеличить количество выстрелов но это надо это надо проверять быстросъемный большой магазин можно поставить потому что у нас там пять выстрелов иногда не хватает а давайте поэкспериментируем действительно вот у нас есть фива есть потенциально два мода на нее чуть ли не последних вообще для карабина например начнем с так начнем с прицеливания и вспомним там четыре выстрела на кажется дело в данной комплектации проверяем раз два три четыре четыре запасом почти полотну половинка ровно есть мнение что если поставить длинность заменить облегченный длинных ствол на короткий ствол даже облегченный короткий ствол то мы сильно выиграем весь и как следствие проиграем в точности но зато получим прирост к количеству выстрелов до пять выстрелов пять с половиной и оно того стоит следующий вопрос заключается в ой в модификаторе быстросъемный магазин например большой быстросъемный масса увеличится 06 но зато у нас будет быстрая перезарядка и боезапас увеличится серьезно да может быть кстати здесь найдутся и для гаусса патроны поехали поехали я почему не поставил ты его почему выбран этот не понял что лишнее сделал ладно сейчас посмотрим сильно ли пострадала немножко пострадала скорострельность но с другой стороны у нас теперь не пять а десять десять патронов и ускоренная перезарядка это очень хорошо фэйва уже топовая все больше ничего не с ней не сделать я попробую посмотреть действительно патроны для пушки я же скидывал все ненужные но нужны вот эти вот двухмиллиметровые электромагнитные картриджи таких у меня нет что еще калибр пятьдесят нет кориогенный нет пистолет нет давайте это скинем тоже хотя не нужно это было делать не занимает они ничего пистолет максим про пулемет я еще забыл вот про этот максим ну этот выкидываем нафиг выкидываем самодельный аккумулятор тоже выкидываем и модификации тоже все скинули все ненужные на утки на тут ресивер поставь они несовместимы можно поставить дульный тормоз на игре андреевича а не глушак глушак но это на следующем левеле можно сохранить да давайте дульный тормоз сделаем теперь отдача не будет задираться прицел в общем игорь андреевич у нас чистая снайперка получается и по внешнему виду это карабин с разными обвесами который дает хорошую точность хорошую дальность и ну соответственно низкую скорострельность и и прочие недостатки снайперских винтовок но я так и планировал а его надо будет на четвертом левеле фанатиком оружия под ресивер калибра 308 тогда урон с 82 увеличится до 95 а больше полированный максимум положим максимум можно магазин увеличить увеличенная скорость перезарядки а в этом нет потребности просто у него и так все длинный прицел тоже потом можно апгрейдить слежение за целями у него есть какое-то ну и все в общем то карабин гаусса я никак не смогу из изменить потому что а фанатик оружия слушать я могу его ой все а почему а это карабин это не энерго оружие офигеть пацаны у кого алюминий есть господи господи тут его модифицировать и модифицировать но в первую очередь ствол поменяешь и получишь еще плюс 50 урона просто сходу это офигенная пушка то есть я полагал что ну на всю энерго оружие на пистолеты там какие-то и лазерные нужно другой навык иметь а тут фанатик оружия пожалуйста фанатик а наука тоже требуется на ох пусковая катушка двести семьдесят семь урона конденсатор можно заменить блин двести семьдесят семь где мне же науку то взять а и здесь тоже наука требуется так давайте я сделаю следующим образом алюминий надо найти алюминий кстати пишущая машинка это не алюминий случайно надо разобрать найти пару подносов алюминиевых и все ну любых подносов они все такие да блин ну все сейчас четыре алюминия буду буду сейчас алюминия опять искать представляете кухонный стол болт пластмасса давайте подносы это не то не то не то е-мое сейчас сотни тысяч людей занимаются тем же что и я ищут болты алюминий прочую хрень есть два алюминия банки 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 точно банки из-под кофе и прочая ерунда это алюминий банка 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 банк о знак тоже может быть сталь баночка 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 я тут был баночке не видел фонарь никак тут нет ничего тоже сталь сталь там 4 не хватало еще одну банку у меня будет пушка cust поставь поиск по алюминию а нифига се столбы тут ценные какие сейчас один дом посмотрю вот этот вот и думаю что найду там вижу что-то лежит такое характерное блестящее по как отполированный сталь тостер давай пружина сталь ее мое банка 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 тоже сталь тоже сталь сейф естественно поставь метку на алюминий так можно там вроде тебя уже хватает с проверим так и я же хотел писающую вернуть дэн пёжи хорош лучше чем все остальные я заблудился в двух соснах мне туда просто пёс там же дальше слева на выходе из города у нас дачу ограбили забрали только алюминий был нож с алюминиевой ручкой такой у него аккуратно отрезали ручку и лезвие оставили ясно ну давайте попробуем скрафтить карабин гауссом да можем можем взять еще дальность кстати увеличится вместо штатного ствола 184 защищенный 230 как назвать эту этот гаусс а можно кстати гауссом и оставить а я ничего больше не на него не могу не могу короткий оптический прицел могу поставить правда же клей заканчивается увеличится масса пока не хочу переименовать ой не то в 20 не ну как-то это надо в честь чего-то знаете что что у нас что у нас ассоциируется с таким ваншотом давайте премиум назовем просто ультимативно хорошо огромный выбор сейчас во первых карабин модернизирован стреляет сильнее стреляет чаще патронов под него очень много и я иду по миссии фуфа да ну по маркеру иду поговорить с проктором инграм в бостонском аэропорту абер бфг мельтаган макри макрии бобров назовели месть бобра месть бобра хорошо месть бобра и сейчас еще ловила будет 27 27 или какой-то тоже из ключевых папа дамагу и я же взял удачу девятку я уже взял еще пару перков на восстановление крита можно будет боссов с одного раза этой пушкой ваншотать понимаете да мне нет сейчас спас свободных способностей вообще но на следующем левеле что у нас на следующем мне кажется что из текущих какие-то были темы почему сквозные выстрелы не докачал а я не могу это следующий уровень смотреть 28 сквозные 50 забиваем тут 32 это же 46 43 40 34 савант пса забыл да пса забыл сейчас без пса пока что карабин 31 пока ничего такого нет ладно идем 30 метров до квестовой точки а это она берегите силовую броню конечно берегу у нее ног нет потому что она такая есть да скорее всего такая есть да и поговорим привет сала цель молекулярный телепорт ты знаешь института есть телепортер называемый молекулярный телепорт возьми, молекулярный... что? нет молекулярная трансмиссия через инкриптовые рф-зывы? хорошо, даже я должен сказать, это генис это объясняет, почему мы взяли анонимные энергии основной квест мы близко, мы близко к лаборатории ты можешь построить такую штуку ооо, сейчас металл будем собирать в аэропорту много так, у меня есть список того, как магазин прям со списком, да, от жены приходишь список того, что нужно раздобыть вот ну и, собственно, маркеры нам в этом, я надеюсь, помогут надо было зайти внутрь, наверное ну, явно вот там вот находится найди металлоискатель а, есть такой? так, открываем очень интересно но доступа нет складской терминал в аэропорту будем искать другой путь абсолютно на другую сторону иду мне кажется, что надо было я правильно изначально шел так, судя по всему, отсюда заходим понятно, что он ниже находится но классно у них тут но похоже похоже вот так да, через крышу не будет доступа, скорее всего приехали, е-мое а отсюда? отсюда есть дверь понятно а-а-а-а о-о-о нашел так, мастерская понеслась смотрим что нужно для него ничего не нужно все есть алюминий, проводка, сталь ставим прям здесь выполнено офигенно а для нее энергия есть может сразу источник подогнать а то ведь будут потом просить ну так, маленький генератор нет нет у меня запчастей никаких а кнопкой Винни судьба была нажать так я не знал, что здесь мастерская доступна вот поэтому поэтому нет я думаю, что надо будет собирать материал сейчас ну это Дампел мы его слишком часто убивали фу-фа и у нас стрит Дампел, добрый вечер я все сделал да, конечно, изи одну кнопку нажать так построить консоль антенну-ретранслятор излучатель не обязательно разобыть биометрический сканер так так это важно что все компоненты связаны вместе так что все частицы находятся в одной степени зарабатывает не включается режим мастерской безобразие посмотрим, что необходимо для того, чтобы построить вот эти вот три три сооружения начнем разбирать всяких ламп вокруг до радиус действия так вот оно особое а, стоп подожди-ка 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 да ты нас консольный управление собака так назад выходим нафиг задание раздобавить на военной базе электросхему необязательно сенсорный модуль сканер в одной из больниц самое главное консоль антенна ретранслятор и излучатель консоль антенна ретранслятор и излучатель консоль как я горю ой, как я горю так начнем с питания Генератор Это что у нас? Где у нас ретранслятор? Терминал Терминал был? Им нужно питание, да я понял Давайте с питания начнем, окей Питание Питание, питание Генератор раз Генератор два Пока хватит Я не знаю сколько нужно Соединяем Соединяем Айть, 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 айть С этим не соединяем Ретранслятор Да это дичь какая-то Питание, освещение Кажется все-таки ретрансляторы были здесь Нет, динамик Антенна, ретранслятор Излучатель Излучатель вроде этот же, да? Антенна, ретранслятор Нет, это платформаотражатель Антенна, антенна, антенна В особом А, вот они все здесь Консоль, излучатель и отражатель Уже есть Антенна, ретранслятор делаем сразу же Огромное количество нужно Блин, этих Для консоли нужны биометрические Там что-то там Видимо это как раз дополнительная тема Военная Военная электросхема Тоже Кажется у меня на складе В основном Есть вся вот эта вот лабуда И биометрические И уж тем более Военная электросхема Поэтому надо Наверное Сгонять туда И посмотреть что есть А если нет То уже Выполняет дополнительные квесты Заодно собаку заберем Да, да, да Почти 27 Смотри, она сейчас на кота Она забралась На высокую жердочку И смотрит И главное знает Что когда я не говорю Да, Бесса? Глаза медленно закрывает Типа, все нормально Я тебя понимаю Да, Кит? Да И придется очень много тратить На генераторы Действительно Потому что Потому что Потому что Биометрический сканер есть Один беру А зачем я Вот так вот сделал Я же могу раз Я не могу Давайте парочку Чтоб не ходить Схема какая-то военная Военная электросхема Тоже есть И было что-то еще Из опциональных вещей Электросхема есть А, все есть Все есть, по сути Все есть За псом пойдем Показывай, раз сама пришла Да, наверное В другой части комнаты Просто Опа Ничего себе Это кто такие Ничего Минитмены Ооо Серьезно Я за псом А А, я его отправил Скорее всего У нас Господи Я пса потерял Я потерял пса Я потерял пса Привет, мутон Привет, привет Добрый вечер Мог его отправить Просто не в основную А куда-то еще А это проблема Там мест Куда можно было отправить Причем я неосознанно Отправлял его Просто он ливнул И все А без пса Конечно Жизнь Пуста В Red Rocket Его нет Все Одиночество 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 Я иду на аэропорт Самое сложное Сейчас будет Это насобирать Всякого хлама Сталь Алюминия Резины То есть придется В аэропорту Там попродавать Скамейки Хорошая новость В том, что я точно Получу левел И собственно Это нужно По основной Сюжетной ветке Вот В консоли Пропиши Да, пса жалко Пес хорош Ну хотя Вот этот вот Новый наш компаньон Держит Очень хорошо урон Ну Паладин Как его Данс По крайней мере Там не Не гасится Сразу После того Как получил Первые там Три-четыре выстрела Пес конечно Тоже молодец Держится Но Без брони Он видите Не тащит Так Теперь смотрим Смотрим Что Нам необходимо Сделать Консоль Мы уже Можем поставить Здесь не хватает Что не хватает А Над платформой Отражателем О Какая Уровень Получили Ну и нужно Все это Запитать 22 И 5 Генераторы Ой Я так что Убрал Генератор Питание Я поставил Где-нибудь А есть Хорошие Генераторы Которые Прямо Много Дают Десяточка Шестеренки Болт Резина Ё-моё Ладно Ставим Сразу Этот А Наука Нужна Класс Средний Генератор Один Ставим Керамики Не хватает Керамики В принципе Не хватает Поэтому Вхожу В режим Уничтожения Ищем Керамику Ой Это резина Это дерево Текстиль Сталь Ой Ой Покрышки Рядом Лежат Покрышки Не керамиком Покрышки Не керамиком Её похоже Здесь нет Пепельницы Хотя Сталь Тоже Так Найди Унитаз Какой-нибудь Разбери Соединил Генератор Один Случайно Вообще Нужно было Питать Вот так От этого Питать Вот Тут Всё Надо Питать Всё Питаем Но Этому Необходимо 20 Понимаете 20 20 А сюда Он Не подключится Потому что Не тянет Видимо Ох Как это Керамика Господи Сим Сити Какой-то Реальном Иди Дома Разбирай Туалеты Вот Вокруг Я ничего Не могу Разобрать Всё Я Выход За пределы Мастерской И до Свидания То есть Нужно Реально Возвращаться К себе Домой И Пытаться Разбирать Сортиры Вот Такая Вот Жизнь В Постъядерном Мире Не Разберёшь Сортир Не Построишь Телепорт Бесса Ты Понимаешь Какой Это Бред Едем Дальше Мир Погиб В огне От ядерных Взрывов В 77 Году Лишь Горские Людей Удалось Укруиться В убежищах Да Кружек Кофейных Набери Так да Но Дело Не хитрое Просто Сама Концепция Она Такая Под Вопросом Так Мне нужны Кружки Мне нужны Этим Ванная комната Вот Сортир Керамик Раковина Тоже Керамик А там Нужно было По единичке Но этой Единичке Нам Нужно Штуку 8 Наверное Учитывая То что Генератор По 5 Нужно С ракет Питать Ну С небольшим Запасом Чтобы было Потому что Терминал Двоечка Еще там Что-то Пятерку Требует Разбираем Дом Отлично Вот это Работа Вот это Я понимаю Еще плита Ах Сталь Какая плита Раковина Михаил Есть Одна Раковина Туалет Две Керамики Уже 5 Выходит Сейф Разбираем Да Я его Уже Лутал Оп Ну тут Можно вообще Все поменять Можно Такую Такие Выстраивать Города О Еще Две Керамики А это Не разбирается Что Странно Ну в принципе Уже С запасом Стали Много Тоже С запасом Я думаю Надо валить Валить И проверять Можем ли мы Построить Достаточное Количество Генераторов Для того Чтобы запитать Всю эту Машину 40 Энергии Представляете 40 40 Ванной Я оставил Купаться Будешь Я хотел ее Снести Но На нее Не тыкалось Банально При Зальской Пушке Можете Дать ей Собственно Имя На любом Оружейном Верстаке Совет Хорошая Тема Я уже Говорил О том Что Идея С переименованием Она не оригинальна Конечно Но Здесь Учитывая То что У пушки Может быть 4 5 6 Модов Название Абсолютно Неудобно Читаемое И ориентироваться В таком Многообразии Прилагательных Очень непросто Можно Вот Ви зажать Все-таки Спасибо Итак Моя задача Дать свет Блин Я керамику Оттуда не взял Твою Господи 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 Как тут Нашел Пса Куда Песа Шел 3.44 Сейчас Посмотрим 3.44 3.44 Сейчас Кончик А он В Сенчери Хилл Все равно Я ему будки Не нашел Пойдем 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 Чтобы Чтобы Вы могли Шутить На эту Тему Лакирок Без Без Харизма Сила Выносливости Тупо Лак Говорит что есть Несколько Будок Нужно искать Будки тоже увлекательно что я хотел я хотел посмотреть в текущей мастерской где у нас в хламе керамика керамика 12 штук и так и теперь господи тут понастроили конечно проверю будку какую правда будки на заднем дворе вроде бы я это проверю еще разок пусто 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 я бегу еще ближайшие будочки тут нету дальше даже не помню если будки или нет как-то не очень логичным а где собакен мы его ищем мы его ищем должен быть в одной из будок вот следующая будка ставим приблизительно также мы искали фиво в свое время главное у меня не было выбора этот паладин данс он сам пришел не труб первых лайтов персонаж низкой им той вели себя соответственно диалогах мучали это да тупили о пёс пёс я нашел пойдем со мной красавчик так и мы в очередной раз возвращаемся в аэропорт для того чтобы используя керамику сделать генераторы которые подключить в одну сеть для того чтобы заработала шайтан машина и и мы смогли перехватить телепортирующийся луч точнее какой-то там луч для телепорта чтобы попасть в лабораторию построим у хоромы да можно можно и еще можно закинуть куда-нибудь куда-нибудь закинуть можно один перк можно в ловкость но нет ради десяти очков действия ради половины выстрела губить итак попытка номер какая же по счету не знаю генератор вижу пятерочку или все-таки помощнее возьмем и большой генератор поставим а наука дачу это и по пятерочке 1 2 ой шестеренок не хватит 3 4 5 33 не хватает меди шестеренок и все медь и шестеренки 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 9 10 9 10 5 9 10 9 10 11 12 12 14 14 15 14 15 15 15 15 15 15 игроков шестеренки и окей ладно ничего страшного шестеренки что там еще у меня просто все есть шестеренки и медь шестеренки 125 штук какого лешего я должен сделали бы мастерские общие в конце концов упростила бы задача значительно все равно ты механические действия там вроде ерунда нужно по количеству 3 что ли или 5 и главное ладно если загрузки не было между локациями но мы же блин после каждого перехода наблюдаем картину с автоматом например возможно у меня дисковая система не такая мощная так тут можно по моему караваны запускать что делает их общими с ума сойти а защищать караваны нужно будет ограбить можно их тоже ты была бы идеальная игра без эльфов только нужны караваны а без этого симулятора датчик дачника пройти нельзя спрошу современный ну в данном случае мы вполне вообще основной квест ты можешь играть вообще без этого хлама но тогда выпадает полностью крафт потому что он основан на том что ты ну на деталях которые ты собираешь разбираешь из хлама ну и что касается помощи людям я стараюсь да и мне помогать больше построил им 100 кроватей на шестерых и и хватит с них так все вроде энергии должно хватить соединяем их последовательным это раз это два с этот рис до ржака просто так блин понастроил ты ёшки матрёшки что с чем связано раз два три 4 5 6 6 7 и 8 я бы отошел окей о тут главный сидит на скамеечке да конечно я уже отдохнул хорошо сарказм и собака там сразу смотрите украшение любого диалога даже слушать не надо сарказм масса and up inside solid rock let's hope it doesn't come to that now i want you to listen very carefully once you've entered the institute we expect to lose contact so it's imperative you remember you remember every 10 years ago the brotherhood began recruiting civilian scientists from the capital waste land to us with various projects during this process we were able to obtain the services of doctor madison a noted mind in the field of nuclear engineering bueno that's fortunate yes it was securing useful resources during wartime is critical that said doctor lee's contributions to our cause were instrumental in maintaining order in the capital wasteland after some time she developed differences with the brotherhood and exiled herself to the common world we're fairly certain that her intent was to make contact with the institute is there a point to all this is giving you the proper background your mission is simple once you inside the institute we want you to track down doctor lee's where if you find out that she still alive make contact and convince her to return to the brotherhood с моей харизмой я убежу кого угодно сарказмом давайте попробуем доктор ли сейчас я попробую воздействовать на этого лидера ментально все раз десять уже пробовал не получается ой а разыскать доктор али у нас в лаборатории очень много получается задач найти сыворотку тому мутанту ученому разыскать доктор или и в конце концов еще надо не забыть про сына правильным в раскидай да непонятно куда его кидать да конечно поехали да погоди не кипишой мэйки майн тебе ж и тебе что-то до вставать даже я все это построил между прочим так не надо пафосно заходить так пес иди сюда пес красавчик пес никогда туда не пойдет красавчик полное игнорирование респект псу абсолютный разум у меня а 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 И ДДКД. Кроме того, этот маленький шаг, который вы берете, это огромная возможность, чтобы узнать как мы можем о Институте и о том, о чем они занимаются. Я поставил слабый маленький программ на этот холотаеп, который сканет их нервы и подключает все, что он найдет. Если вы его положите в любом терминале, он сделает все остальное. Возьмите его домой, и я увидел, что я могу понять, о чем он нашел. Ну-ну-ну, кажется, у нас победителя. РФ-вейв капчур complete. Рампинг эмиттер. 60%. 80%. Эмиттер спайкинг, но стедно. Все, что осталось, это бросить трансмит-свитч. Трансмитт в 3, 2, 1. Пес! Так, интересно, пёс телепортируется? Потому что телепортирует меня, одного. Вот, пёс стоял вдалеке. Стелепортировался, дали экспы. Пса вокруг нет. Ой, всё. О-о-о, давайте действительно скиллпоинт закинем сейчас. Самое логичное – это bloodbath сделать. Ну, или… Или взять просто десятое восприятие и изучить рикошет. Но я не хочу этого делать, потому что фигуркой могу повысить характеристику, и будет очень жалко, что я потратил таким образом. Давайте кровавую баню. Противники потом взрываться будут. Так, поехали. А вот сейчас внимательно. Пушки как? Пистолет в хорошем. Этот неплохо. Отличный карабин FIVA. Игорь Андреевич в полном заряде. И вот здесь… Ой, слушайте, эту шпушку можно… Это ещё накручивать, насколько я понимаю. Точно, чтобы мощность увеличивать. Ладно. Ходовой будет карабин. Работаем. Ничего себе. Отец? Ну хорошо, я не против. Это же не может быть подставой. Тут есть аварийная кнопка. Красная – прекрасная. Красная – прекрасная. Работаем. Работаем. Спокойная музыка. Эмм… Неплохо у них тут. Вставь штуку в терминал. Компьютер можно завязать. Все. Прикольно у них тут. Вот. Это реальность института. Это реальность института. Ходова могут быть подставой. Компьютер мы можем показать, что мы ухалили. Но сейчас… Остание мы должны быть подставой. Здорово. Шоан? Да, я Шоан. Шоан. Я смотрю на тебя так долго. Кто ты? Шоан, это я. Я мама твоя. Папа, что происходит? Что происходит? Шоан, ты в порядке? Ты не болен, да? Что происходит? Папа? Папа! Шоан, соберись. Пс-с-с. Все нормально, Шоан. Мама сейчас. Я не знаю тебя. Папа, помоги мне! Есть кто-то здесь, помоги мне! Папа? Папа, помоги мне! Папа! Папа, помоги мне! Папа, помоги мне! Шоан. С-9-23, С-9-23, Папа, С-СИРАС. Папа, помоги мне! Папа, помоги мне! Папа, помоги мне! Папа, помоги мне! Он прототик, понимаешь? Мы только сейчас начинаем с эффектами экстремных эмоциональных стимулей. Пожалуйста, попробуйте и держите открыт. Я знаю, что ты эмоциональна, и что твои путешествия здесь... Папа, помоги мне! Папа... Это твой имя? Твой имя? Твой имя? Папа, помоги мне! Все, что мы потеряем, мы... Те-капы и пакет. А, левитый. Отлично. Участливый. Участливый, что ты быстрее поддаваешься к стрессовым оборудованиям. Но я хочу, чтобы вы понимаете, что эта ситуация будет гораздо более сложной, чем вы могли бы умереть. Ты путешествовал очень遠о, и вычислили много, чтобы найти своего сына. Ну... Твою мудрость и дедикация были зарплаты. Это хорошо, наконец встретиться с тобой. После этого времени... Это я. Я Шаун. Я... Твой сын. Спойлеры за подобную... Тему. Ну че, мы просто... Видимо, подморозились после того, как... Его убрали. Я надеюсь, что ты не слишком поврежден. Да чатик в шоке, ты что? Люк, я твой сын. Вот это поворот! Как он подрос! Это правда ты? Это правда ты? Это правда ты? После всего этого времени... Да. Это правда. В Волге... Ты не понимаешь, что это пространство времени. Ты распространился от твоего пара, и когда ты просил для солнца... Ты потерялся. Но тогда ты узнал, что твой сын не был еще ребенок. Но один 10-летний. Ты вернулся, что 10 лет прошло. Это правда так трудно понимать, что это не 10 лет... Но 60 лет. Это реальность. И вот я. Распространен от института. И теперь это лидер. Они... Я не знаю. Они тебя убили. Они тебя убили. Они тебя убили. Это не правильно. 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 Ирлево. Это не нужно. Парал. Принувство. А что-то... На этом году, в 2027 году, Ирлево. Принувство. в сенф-продукции, но это не было достаточно. Существенная curiosность, и цель успеха их вправо. Что они хотели, это... ...перфектная машина. Так что они последовали лучшим примером. Человек. Говоря, говорить, полностью артикуленно, capable of anything. Она же видела, когда похитили, тот был уже со шрамом, загоняет. Дедок-то загоняет. Это не шон, пацаны. Мы же были в воспоминаниях похитителя. Мы же видели момент, когда он убивал нашего мужа. И мы его видели вживую. Мы его убили. И он не сильно изменился. Не говоря уже о семидесяти... Может, он человек? Да тот, тот... Тот не человек... Тот точно был человек, а не синт. Кровь. Я думаю, я вижу, куда это идет. Тогда, может быть, вы уже понимаете, почему это было необходимо, для института меня получить. Вроде бы. А, у него были... У него были какие-то детали. Синтетические. Да, человек с амплотантами. Продленная жизнь, может быть. В этом... В сектору. Радиацию исполнила всех. Даже в их попытках выскошения от своей мира. Мембори из Института были экспостены. Еще раз было необходимое. Но потом, Институт обнаружил меня. После обнаружения из Валт-11. 11. Убийца. Убийца. Время. Протектирован от радиационных мутаций, которые уничтожили в каждой университетной цели. Я был именно так, что я имею в виду. И так это было моё ДНО, которое превратило основу синтетической органики, используя для создания каждого человеческого синта, который вы видите сегодня. Я их отец. Из-за знаний мы семьями. Синты — я и ты. 60 лет... Так много времени... Закрыто. Я знаю. О, лут. О, лут. Я папа. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Это невероятно. Все это. О, лут. Он похож по поведению на робота. Я хочу ответы, б***ь. Сейчас! О, лут. О, лут. О, лут. О, лут. О, лут. О, лут. яша да есть вероятность нам но есть мнение что надо проверить просто все сессии то есть и но я и и и и и и и и и Живой. Я знаю, что ты еще там. Сыны-убийцы, да? Я не знаю. Я устанавливаю с институтом сенсора. Я тебя найду. Не, ну, похоже, это Шон, ребят. Если ты вернешься, я готовлюсь. Теперь я понимаю. Ты спрятаешь, потому что ты боишься смерти. Да. Надо осмотреться, на самом деле, потому что что-то может выдать нам без огня его ложь. Доступ к компьютерам, любая информация. Тут слишком все... Тут слишком все как-то... Не верится, не верится, не верится. Не верится, что вот так просто все может произойти. Да. Ну, это товарищ живой. Ну, и, по крайней мере, говорили, что у синтов тоже, у последних моделей, их сложно отличить от людей, в принципе. То есть, возможно... Возможно... Возможно, наличие крови... Ну, мне не нравится, как он сделан, в принципе. То есть, он тупит просто. Понимаете? Он тупит. Какие у меня задачи? Войти в лифт. Не-не-не-не-нет, я здесь, кроме информации, еще должен был что-то сделать. Что-то я должен был сделать. Может быть, картинка маяка о чем-то говорит. Ну, я думал, что будет, может, какой-то дневник или еще что-то. Что... Температура. Свет. Вентиляторы, там еще что-то. Там же микрофон был. Был микрофон? Я на него пару раз нажал. Ничего не произошло. Папки, ножницы, папки. Да, есть микрофон. Он не активируется. Микроскоп. Но уже по третьему разу проверяю. Но очень странно. Еще двери закрытые. Если б я вирус загрузил, может быть, получилось. Стеклянная ваза. Маяк. Рекреационная камера. О, пароль от терминала Шона. Я с... Пароль от терминала. Вернуться назад и к тому терминалу. Что такое терминал, терминал? Рядом с паролем справа? Да ладно. Комп на втором этаже. Я слепой. Это не он вроде. А этот? Это терминал, точно. Администратор. Пароль. Честь четырех символов. Безопасность. Состояние нормальное. Келлок. Вот как раз он, которого мы убили. Увеличение продолжительности жизни. Все объяснения, пожалуйста. Когда приходит Келлок, люди сразу начинают нервничать. Сначала мне казалось, что их пугает его самоверенный и кичливый тон или просто сама персона. Ведь Келлок как ни крути убийца. Я чем больше наблюдал за их реакцией, тем за этими взглядами искоса, тем яснее становилось, что их утверждает другое чувство, о котором не следовало бы давно гадаться. Зависть. Келлок живой памятник забытой программе. Он технически усовершенствованный человек, по сути киборг. И нельзя отрицать, что ее способности прямо превосходят способности обычных людей. Но здешним ученым на самом деле наплевать на его обостренные рефлексы и повышенную боеспособность. Нет. Причина их зависти куда как примитивнее, практичнее. Они завидуют его повышенной продолжительности жизни. Сколько протянет Келлок, если ему суждено умереть в своей смерти? Пусть это и крайне маловероятно. Трудно сказать. Ему уже сто с чем-то лет. То есть он определенно старше всех прочих жителей Содружества. У него полностью перестроена вся физиология. Может он доживет до 150, даже до 200. Блин, а мы его... Впрочем, пусть эти мелочные люди сгорают в зависти. Келлок – ходящее свидетельство технологического превосходства института. Мне приятно осознавать, что этот факт его должно быть безмерно раздражает. Отчеты о состоянии. Сектор гидропоники работает нормально. Лаборатория закрыта. Производство синтов идет в обычном режиме. Склад производственных материалов заполнен. Отдел высших систем. Проект по созданию детей синтов. Проходит уже квартальную проверку. Диагностика оружия продолжается. Третья фаза отстает от расписания. Бюро робоконтроля. Директор ЦИМЕР все еще не выходит на связь. Наземные операции прекращены. Программы по возврату продолжаются, беглецов. Алгоритмы по распознаванию неэффективны. Служебный отдел мощность на максимум. Системический воздух функционирует нормально. Личные записи. Ожидание продолжается. А я может только подтвердить появление убежища в 111 и позже в Diamond City. Не могу сказать, что это означает. Мы когда-нибудь встретимся. Неужели это было напрасно? Нет, не напрасно. Я узнаю много ценного о себе, о своем прошлом. Нельзя позволять эмоциям вставать на пути. Буду просто наблюдать и записывать. Мне сообщили, что Келлог не выходит на связь. Что интересно, мне вспоминается доктор Уокер. Он возлагал такие надежды на Келлога. Так верил в имплантаты. Их значение для будущего. До сих пор жаль, что пришлось закрыть этот проект. Но я слишком хорошо себе представляю, к чему он мог привести. Уокер никогда не скромничал в своих целях. И слишком много... Многие начали к нему прислушиваться. В результате, как мне кажется, мое решение было оправдано. Институт обязан сохранить человечество, а не некое слияние биологии с технологиями. То есть, лаборатория, если мы допускаем, что Шон – это Шон, что институт, вот тот, с которым мы познакомились, он действительно преследует те же самые цели, о чем и говорит Шон, то, во-первых, не они ответственны. То есть, они частично ответственны за синтов и за всякий беспредел. Но... Видите, что... Задача у них – сохранение человечества, а не некого слияния биологии с технологиями. Но, опять же, если все... Все они выдают себя за... Ну, в общем... Директорский доступ, подключение синтов. Что, еще раз? Нет авторизации, требуется код директора. Можно отключить под рутом всех синтов. Нужен код директора. Код еще загрузи вирус, говорят. Блин, ну я вообще уже ни в чем не уверен. Вдруг реально все... О, хватит в лифт. Давайте поставим маркер. Но надо вдруг компьютер ставить. Ладно, побежали дальше. И... У меня нет маркера еще. Давайте поговорим еще разок. Пожалуйста, попробуйте открыть. Давайте начнем... Папа... Папа... Просто... Помните, что происходит здесь. Я предупреждал ответы. И ответы, которые вы будете иметь. Это мы все слышали. Это мы все слышали. О, интересно. А, ну да, это тоже было. Но я не знал, что я не знал. Но я не знал. Я не знал. Я не знал. Я не знал. Я знаю. Я знаю, что ты должен быть. Что? Я не знал. Я не знал. Я знал. Я не знал. Я не знал. И кто мои родители были. Я не знал. 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 И это было. По всей этой постановке Скорее я поверю, что Это было подготовлено, спланировано Как только они поняли, что я до них доберусь И использую ИТП Они тут же синтез сделали И историю подогнали И хрен поймешь Там, сейчас, перестрим на твич Попробую перезапустить Сейчас Так, это синт? Мне кажется, что синт Не знаю, может быть Тут же нет вообще никакого перевода С английского И у него интонации, формулировки Такие, как будто Вот, и ощущение А, понятно Ты же мать, ты должен чувствовать Ясно Берн, от всех, которые он делал его жизнь и его полезность далеко не менее нормальной жизнедеятельности. Он никогда не ошиблся в институте, но его крюлость стала более очевидной, с каждым выполненным объектом. Я не ловлю. Что еще я могу сказать, чтобы улучшить вашу голову? Итак, вы... Я главный директор, да. Я работал десятилетиями для достижения этого момента. В институте. Это важно. Это действительно лучшая надежда для будущего, не в зависимости от того, что мы думали о нас. Они нужны вашу помощь, Шоан. Это тяжело здесь, по крайней мере. О, мы попробовали. Что? 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 Тут мир сверху у вас нормально? Чисто. Мутантов нет. И все. Но это бред. Здесь... здесь что-то не так.. Вопрос только что и с кем. Куда-то я не туда уехал. Я могу загрузить в комп. Так, ну... А, подождите, мне вниз нужно. Ёшки-матрёшки. Я, кажется, зря спустился. Может, ну, здесь тупик уже. Я отсюда пришёл. Ладно, к чёрту. Блин, точно. А, ИР, нажми для записи гола. Так, ещё разок, секундочку. Да, загрузить гола запись можно. А, Вир. Так, ну, от чего мы отталкиваемся? От того, что мы им не верим, да? Или сначала познакомимся? Рискуем, не рискуем? Слишком просто. Я мог это сделать сразу же. Я пока не буду этого делать. Хочу узнать побольше. О врагах. А, вот я вниз опускаюсь сейчас на лифте. Хотя я в тот раз тоже опускался на лифте. Блин. Он останавливается только... О, е. Вот оно. Так, у нас есть 4 человека с кем? С руководителями отделений. Доктора, доктора, доктора. Поехали. Вы знаете протокол, сэр? Офотографируется Мерсио Омлэн. Так, доктор Эйо думает, что он может спрятаться в своем офисе, да? Ну, ты можешь сказать, что я хочу говорить с папой о этих неизвестных секретарх ваших. Рассказывать мою квартиру в середине ночи, это абсолютно неизбежно. Я буду поделать вашу сообщение, доктор. Видите, что вы делаете. Здравствуйте в институте, маэм. Когда солнечные светятся, и звезды выйдут, человек просто забудет о том, что все стрелы. Заходим. Объясни для того, что пришедших что-то происходит. Ну, игра вы что в Fallout 4. Вот, мы играем. Это если коротко. Я не знаю, на каком моменте ты... Что-то смотреть, посмотреть успел. Да, нужно еще сыворотку притащить. Ладно, поехали. Эй, ну дай поговорим. Продолжение следует... 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 болен болен блин блин короче есть еще версия что шоан действительно сын но но это не мишну учитывая то что мы его не воспитывали никаким макаром мы не знаем каким он человеком откуда мы знаем что он хороший да откуда мы знаем какие у него цели какие у него задачи чего он хочет поэтому как бы не пришлось даже зная что он ей он это он понимаете начать мочить их всех но музыка конечно пошла уже успокаивающее столько дверей о хорошо что даже в этом месте где все на электронике замки открываются обычной шпилькой до отверткой давить его просто мощный этот микроскоп неплохо неплохо я и там и там двери оставил хай-тек все дела собаки на нет дверь закрытая которая это портал пошел да очень интересным сейчас мы посмотрим может что-то скрывается за всей этой штукой блин капец да вся вот эта вот система органическая да такая чистенькая с музыкой клево ты в нее попадаешь и на контрасте думаешь блин вот 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 же как она оказывается тут но не покидала все это время чувство что здесь все слишком хорошо все как-то слишком логично все правильно для синтов это 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 логично и вот а а странно что есть закрытая дверь которая ведет в часть которая но больше похоже на реальность то есть ну я допускаю что я не должен сюда был попадать и и соответственно а то что замок легкий это делается для того чтобы смогли его открыть даже те которые прокачку не включали чтобы и и они смогли это кнопки разные нажимать можно любопытно блин две кнопки а ладно открываются двери просто открываются закрываются двери оп чувствуете что какая среда то не дружелюбный допустим Играет музыка. Мама пришла за сыном. Стоп. Показалось? Нет, там робот какой-то. Что? И легкий терминал. Тоже, чтобы можно было открыть без каких-либо дополнительных навыков. Поехали. Что-нибудь общее. Эй, Тауэр. Одно с впадением. Заодно проходим все-таки мелочевку. Кайнс мимо. Лодж возможно. Одно сходство. Собственно, буква О в искомом слое. На втором месте имеется в виду. Значительный голос. Голос. А, нет. Что? Я выбрал же Тауэр, да? Правильно? Тауэр и лодж. Это была буква Е. Да. Нет. Да. Нет. Богули говорят. Логическая ошибка. Сейчас может варианты скинуться. Неверный вариант исключен. Так, нет. Две разные буквы. Не понимаю. Тауэр нет. Спейнс возможно. Нет. Экстра. Тоже возможно, блин. Управление турелями. Управление дверью. Управление двери. Сейчас турельки еще отключим. Нет целей. Ну, убиты, видимо. Все равно отключили, мало ли что. Ой. Ой. Легендарный штурматрон. Ой, это враг, пацаны. Легендарный. А че боюсь-то? Ёпрес, это иди сюда. Очень мощный. Я сдохну сейчас. Ну, бендар парадолс на самом деле. Вообще можно взять эту пушку. У него мутация только сейчас произошла. Блин, капец. Воу. Половина хп сразу же. Двою на левом. Половина. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... сейчас развернемся сейчас все будет давай ой она взорвется если добежит лучше этого не делать крит еще раз крит блин она прямо ко мне под ноги падает я за угол ушел ты реально ушел за угол может нужно в комнату и кнопку нажимать чтобы нет я так там не закроется такая жесть ладно но эта пушка все равно топовая сейчас у меня нет я хочу сначала закинуться бонусным ураном и очков действия добавить может мы где у меня там очки действия а вот психовинт во первых од где-то у меня добавляется вот омлет из яиц и соответственно берем что раз два и по ингибитору сразу раз ой убьешь ваншот нет не убил еще крит а еще крит сможешь давай вообще даешь и убегаем капец такой выстил дикий все старый добрый карабин он по-прежнему топ-1 блин я прям сердечко начало биться ну ты мать даешь да и оптическая боевая броня для правой ноги врагам сложнее вас заметить если вы но 1010 средненькая но правая нога это правая нога биометрический сканер правая нога плюс это апгрейды можно делать на нее ядерная батарейка материал алюминий лесом так давай-ка радыкс для начала одежды а тут вместительные просто без аффиксов это очень хорошо это очень хорошо мы ее проградим и все будет ок ну что продвигаемся дальше по этому порталу ну смысле по вы понимаете обдумай момент когда ты с детективом вошел в комнату где был наемник шоном какого ребенка видели в какое время ну мелкий он был там но это были же воспоминания это были же воспоминали воспоминания мы уже выясняли что этот товарищ синт и он вполне мог но хотя ой слушайте это может быть ты прав а второй момент какой по поводу ухода профессора который как корк содружества подземных которые спросили про готовность риска в собственной жизни для спасения синтов синтов пытается совершенствовать чтобы вселить свой разум избежать профессора во первых да непонятно вообще почему профессор ушел сбежал во вторых движение за синтов тоже такие подпольные правда их уже нет сфокусированный какой а можно подробнее но на нем обвес много и это карабин и там много занимает это конечно термооптический усиленный огненный карабин скорострельность меткость термооптический да крышку берем термооптический это наносит еще урон так там ловушки придет опа начинаем набивать криты потихонечку а вот это уже да понимаете все поняли все поняли да шон 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 не он шон не он скорее всего не он тут свежая кровь кубики явно здесь детей содержали и это было недавно лаборатория в смысле институт этим же уже давно не занимается правильно ведь правильно ведь чё поняли сейчас мисага дойдет ничего себе кто-то замазал кетчупом в лифте чтобы запутать кошатина мяч кто-то выбрался кто-то нет да ё-моё да как я ж сумру тихо 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 в десяти словах я же мать ищу сына меня заморозили это добавляет сложности в в понимании сколько времени прошло в ключевые события и сейчас в поисках сынах мы пришли пришли в место где вестер где профессор утверждает что он наш сын И что просто я пролежал чуть дольше, чем нужно в кориогенной камере и потерял счет времени. Но все было бы ничего, если бы главной задачей супермутант, кошатина, слушайте, а тут не везде дети лежали. А может даже и не дети вовсе. Это, говорит, за пределами института. Ну, конечно. У них база подземная, но как бы на которую никто попасть не может, но это за пределами института. Конечно. Не верю. Ну, давай квантовый ядер колу, в конце концов. Легкий терминал точно откроем. Да, этот старый отец, прикидывающий, ну, говорящий, что он, ну, в общем, он сказал, что он наш сын, и мы долго пробыли в криогенной камере. Но, если бы это было так, во-первых, наша главная цель в игре – это найти сына. Вот мы его нашли, почему игра не закончилась. Раз. Второе. На протяжении всей игры нам встречаются существа, так называемые синты. О них много известно. Есть много разных поколений. И последнее поколение синтов очень сложно отличимы от людей. Вот. То есть тут, в принципе, любой, любой человек может оказаться роботом. И... И... Поэтому мы сейчас находимся вроде как в этой лаборатории, куда стремились, куда пытались всякими способами попасть, в поисках сына. Но попав, увидели, с одной стороны, идеальную картинку. Тихо, спокойно, чисто, все хорошо, порядок, порядок. Но... Что-то не то. Что-то не так. И сейчас, открыв какую-то дверь, как, помните, в портале, ты мог выходить за пределы в некоторых местах, ну, тестированные зоны, и встречать надписи из серии «Cake is a lie» и засечки на стенах, консервы всякие. Вот. И тут уже все грязно, выбитое стекла, кровь, недоброжелательные роботы. И что самое последнее увидел, это камеру с игральными кубиками и с кровью на... Ладно, давайте. Hit. Hit. Нет. Note. Может быть, может быть. Нет. Main. Может быть. Два сходства main. Так, перед тем, как принять окончательное решение, неверный вариант, мне бы скинуть варианты просто. Hit, Note и main. Нет, вообще можно и так. Main, main, main. Main. Wait. Подходит раз. Больше, вроде, ничего не подходит. До свидания. А какой был правильный? Поздно. Тебя не смущает, что в средней камере был супермутант с игручной машинкой? Смущает. Я допускаю, что они просто, в принципе, синты берут живых созданий, похищают для экспериментов, и ставят опыты благополучно. То есть, самое главное, что сама идея института, она миролюбивая. У них позывы совсем не те. А тут получается, что есть какая-то drag 0. 0. Я о другом сейчас думаю. Just может быть. Может быть, Just. Класс. Последняя попытка. Сейчас, может, скинем. неверный вариант. А может, не скинем. Так, drag. И, кажется, исключили те варианты, которые я указывал. ТИТС там, не знаю. А может быть, институт работал над исследованием супермутантов, потому что что-то пошло не так, проект забросил, крылось сильный экран, и камера стояла, им нужные забросили. Может быть. Может быть. Тебе кричал супермутант в форте, что люди их создали. Ты же видел память Келлога, там, что он маленький был. И что? Келлог синт. Ну, то есть, он долгожитель, это уже известно. Ему там больше 100 лет, 130. И он вполне мог помнить это. Кубики из гули выпадали. Точно! Кубики выпадали из гули. И что? То есть, вы думаете, что их просто выпускали, подобных? Может, гуля просто кубик собирает, и все. Может, это ее... А может, это результаты опытов. Может, это результаты опытов. Похоже на эксперименты, да. Имхатэсин четвертого поколения. Сейчас мы разберемся с этим терминалом. Да играй! Играем! Играем! Это не только пиу-пиу-пиу, это еще и подумать, и с чатиком пообщаться. Так, давайте найдем по-нормальному похожие варианты с максимальным совпадением по словам, или, по крайней мере, по буквам. Вторая буква И. Во многих встречается белт. Два сходства белта. Белт. Нет. 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 Ну, это осталось-то немного. Хелт, может быть. Краиндери. И турельки отключим. Там одна еще была жива. А, еще две. Включаем турельки. Вот. В общем, все неоднозначно. Все неоднозначно. Открылась дверь дальше. И вот оно. И вот они, мутанты. Над которыми явно ставили эксперименты. Решение директора АЗ-77. Состояние объекта. Очень много объектов. Мужчина. Состояние здоровья неудовлетворительное. Утилизирован. Женщина. Удовлетворительное. Быстрое ухудшение. Скончался. Мужчина. Мужчина. Отмечен. Утилизирован. Быстрое ухудшение общественных способностей на манимальные физические результаты. Да. Они ставили опыты на людях. И мутанты появились именно отсюда. Потому что... Ну, в принципе, да. Можно понять. Гули — это как раз те, которые сильно облучили. А мутанты... Их история, насколько я понимаю, не так очевидна. Обеих случайно уничтожен во время инцидента. Оперативный отчет им. Удалено. А, то есть они делали... Ставили проекты. Проект закрыли. Они действительно в этом крыле производили опыты над либо людьми, либо мутантами. И эта лаборатория закрыта. Верджил. Жалобы директорату. Вроде отец главный, да? Тестирование не дает никакой цены информации. Органический проект был отделен несколько десятилетий назад. Зачем до сих пор мы этим занимаемся? Стоп! Это текущий год. 1287-86. Текущий год. 87-88. Стоп! Директор Сиверсон. Думаю, что он не хеддиректор, но... Сиверсон. Последний этап тестирования завершил. Результаты ожидаемых... Сообщили лично доктору Циммеру. Окей. Так как он заказал тестирование. Позже результат... Ага. Похоже, результат его не удовлетворил. Непонятно, чего он ожидал. Они до сих пор проводят испытания над мутантами. Текущий год 2015. Спасибо, спасибо. Я уж растерялся. И мы возвращаемся в институт. Бионаук. Нет, ну... Пока мы не увидели ничего сверх страшного. Мы увидели, что там мутант игрался. Мутантов там опачки. А тут... Мы действительно не видели людей. Детей людей. Мы не видели этих... Лаборатория закрыта в связи с потенциальной биологической опасностью. Вход в это отделение запрещен. Запрос на дополнительную информацию подать в тройном экземпляре в наше дело учета. Можно сюда загрузить голозапись, но я пойду... И вот он прекрасный мир, понимаете? Прекрасный институт. Но уже есть о чем поговорить, если что. Сыворотка там должна быть. Ёпрац, это я точно. У нас же... Почему я такой недогадливый? Ё-моё. Действительно, мы же... Одна из задач это сыворотку принести профессору тому. И, в общем-то, становится понятно, почему он отсюда ливнул. А может быть... Я вот фамилию плохо запоминаю. Вполне возможно, пробирка... О, экспериментальная сыворотка. Вот она. Да, он же, получается, работал над этим делом. И голосовая запись. Голосовая запись. Личный дневник Брайана Верджила. Воспроизвести. Да, Верджил, это он. Последняя запись. Верджил. 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 Если есть Бог, я могу иметь благословение на всех. Так. Ну вот уже пошла легкая дискредитизация. Да. Дискредитизация отца. Зачем продолжали ставить эксперименты, несмотря на то, что это и продолжительное время занимало и непонятно вообще зачем, к чему. художественное будущее принимает вершину прямо здесь. Не дискриминация, не дискриминация, дискредитация. Привет. Привет. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доктор Клейтон Холдрин, глава биосоциации. Я не ждал для вас, увидеть работу, которую мы делаем. Это действительно невероятно. я видела вашу работу. Я разрешу судебный, пока я знаю больше. В этом случае дай мне дай вам простой обзор о том, что мы делаем. Как название означает, биосоциации специализирует в обзорах исследований, как ботани, генетика и медицины. Наша важная дирекция это сохранить здоровье и здоровье всех в институте. К дому мы развиваем специализированные флоры для использования и медицины. Мы даже начали исследовать идея синтетичной жизни. Вы наверное видели гориллы. Они действительно просто проекты в этом моменте, но потенциал это интересный в так же. Да, я не могу представить ничего интересного чем гориллы. Я говорю только для себя, я их fascинительные. Конечно, я может быть немного поврежден. Я уверен, что я взял достаточно времени как это. Но я должен спросить, вы решили нас? Я не уверена. Сейчас я просто пытаюсь держать обрежу. Это большая решка, я знаю. Но это очень важная и важная возможность. Нет нужного в судебе. В любом случае, я думаю, что вы хотите продолжить рассмотреть. Или, если prefer, я рад ответить какие вопросы, которые могут уйти. Горилла синты. не буду помощи просить. Радиация есть, но как бы плевать. Так, остался последний, последний остался. А вот тут горилла, да? как будто они пытаются вывести какого-то универсального, некое универсальное существо, которое будет выполнять определенные задачи. Эксперименты и в науке, и в биологии. но главное, что они пытаются сделать нечто искусственное. Люди так не делают. Ну, то есть, для своих целей. Ну, нам проще как бы сделать человека и обучить его, чем что там? Пропустил. В смысле, люди так не делают? Да, посмотрим, Заходим к последнему товарищу, с кем надо позготовиться. Ничего. В этом моменте она просто делает это для 5. Здесь, во-первых, можно будет пушки посмотреть. это продакт продакт Продолжение следует... 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 Да... Продолжение следует... 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 знаете если вышел подъезд нажал бы на кнопку вызова лифта дождался ее потом зашел и удивлялся почему хлифт не едет вышел бы из лифта нажал на кнопку вызова лишь и снова зашелась но удивлялся качаем туда into 3 хороший персонаж сделал так слушайте тут выход а мне бы к отцу сходить а к отцу исходить не могу но не могу я тут в этим если лифтом пользуюсь то все то он везет меня уже в одно место с шоном я уже не поговорю что думаете мини реально и тот же можешь на втором этаже он попробую еще раз лифт он поедет вниз а то есть не туда туда до снят этажа но есть он сам чередует надеюсь нах хрень вышла опять спиральные лестницы на второй этаж давайте попробуем так а есть локальная вообще карта тут нас понятно что 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 он пользователь ролин активировал премиум на ваш канал и кажется я тут очень долго буду плотать по этим комнатам многочисленным еще наверх видимо чем сюжет так кончился он еще не кончился не пугаешь подругам давайте еще выше понастроили то он скорее всего там вот он был в самом низу говорит на юг иди ты не знаешь где твой сын безответственная мать я уже круг обошел да ну нафиг убиться что ли advanced systems любопытным нет не любопытным ну все давайте уходим иди к дереву он там так ну я практически уверен что отец мне не сын и тут количество нормальных людей на квадратных метр на квадратный метр очень-очень нет почему на квадратных метрах как раз да мало короче синты здесь все я считаю мочить их надо плохому человеку вирус ничего плохого не сделает ну в крайнем случае придется перестануть винду а вот если ты синт то как бы проблемам все поехали загружаем вирус а а что я наделал да все нормально задержанием поговорить с отцом опа а ну-ка мне маркер вниз будем надеяться что материнский инстинкт я не подвел я же мать знаете я же мать ты пошел сдаваться мне не страшно вообще мне любопытным но люди по-прежнему ходят да ё-моё как к отцу-то прийти маркер есть слава богу уже есть маркер по винтовой лестнице наверх так сюда до сюда а он не в курсе да К сожалению, никакого преимущества не приходят без осказочных решений. Таким образом, как наши синты, они могут быть... опасными без правильной супервизиции. Синты-синты-минга и тела, пытаясь бороться с чего-то, что приходит свободным, может быть рецепт для каоса. Что ты имеешь в виду правильной супервизиции? Я имею в виду правильной цела, приступивших с целью наступающих задач, наши синты выполняют невероятные. Как вы описываете, однако, они могут неопред TD как аминь наступить. Синты-синты-синты-синты-синты-рагога в Либра-талле, его思ы остались эры и его импульсия осталась. Он верит, что он елитасный человек, Габриил. Благодаря его руководству, Рейдеры уничтожили много виноватых виноватых. Я отправился на Либриталлию. Я хочу, чтобы вы его присоединили и восстановили эту сенту. Да, да. Мы просто боремся на путь через армию маньяков, и попросим эту сенту домой. Я не сказал, что это было легко. Но я уверен, что, с твоим сторонником, ты не будешь проблемами. Сейчас ты должен двигаться. Многие люди в опасности, и длитель может стоить жизни. Нужен код директора. Голозапись я не загружу. Может, он даст контроль? Нет. А, я не загрузил ее. Внутренняя сеть. Окей. Сейчас еще раз. Последний. Нет. Код другой был. Код к терминалу, а не код отключения всех синтов. Есть код отключения всех синтов. И... Так, я же могу от... Блин, опять не так. Глупая мать. Сейчас я другим, через другой лифт пройду. Едет лифт. Все. И уходим отсюда. Так. Смотрите. Во-первых, братство стали сказать, что это доктор Шаны вернется. Вторую сыворотку отдать прошлому ученому. Ну, мутанту. Это делается достаточно быстро. И... Пойдем, наверное, на охотника. Ну, может быть, в процессе, когда... Ну, может, Вирджил нам расскажет что-нибудь интересное по поводу... По поводу института. Хотя вряд ли. Окей. Да, тебя вербуют. Второй Келлок будешь. Мне тоже кажется, что вот под конец еще началось просто использование меня в собственных целях. То есть я сейчас должен еще охотиться на этих самых синтов, которые вышли у них из-под контроля, которые сбежали. Ну, тут очень много несостыковок. Много вопросов возникает. Почему, например, они... Если действительно... Хотя нет, вряд ли. Наверняка есть какие-то ограничения на дистанционное отключение. Может быть, не так просто его вырубить, тупо деактивировать. Хорошо, начнем мы с... Скалистой пещеры. У нас есть портативный телепорт, так что мы можем и туда, и обратно телепортироваться легко. Легко. Но пока все вот эти вот задачи, формулировки отца, они весьма расплывчатые. То есть, когда вы говорите, что хотите создать... Возродить человечество, или там как-то... Какая-то похожая формулировка была. Тут, в общем-то, и до арийцев недалеко, понимаете? Это... Когда речь идет о создании чего-то... Ну... Нового, превосходящего... Текущее, то... Это может... Подразумевать те же самые опыты, которые были над мутантами, да? То есть, цель-то типа хорошая, но... На какие жертвы придется идти для достижения этой цели? Непонятно. Сработало. Подразумевать. Это было бы. Но это работало. Отлично. И... И... А что с серумом? Вы найдете это серумом? У меня здесь. Вот это. Это действительно это. Хорошо. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Ретро-вирус улучшилось. Денситовый градус высокий. Рекомбинант-кантер-энтрон-секунические выглядят стабильные. Транскриптивные экзоны странжированы. Ну... Это хорошо. Да. Но есть только один способ, чтобы понять, если это работает. Хорошо. Вот мы идем. И теперь... Мы ждем. Это будет работать. Не волнуйся. Я надеюсь, что так. Мы просто должны позволить ретро-вирус проходить свой курс. И я буду расслабиться за время. И в последние несколько дней. Может быть в неделю. И... Ну... Я думаю, что мы увидим. В любом случае. Ты оставил свой конец нашего борьбы. Спасибо. Спасибо. Ты же видел, с чего состоит старое человечество. Рейдеры, дермоеды, которые называют себя генералом, садятся на шею. Да, да, да. Значит, надо как бы... Опасные мысли. Опасные. Что бы не случилось, спасибо тебе. Точно ты не хочешь... Ну, видимо, мы с ним встретимся через пару дней. Окей. Следующая цель... Это сдать квест по поводу докторшем. Пес, кстати, с нами. Пес со мной. Так. Инфо. Задержание. Встретиться с охотником. Это чуть позже. Отдать голографическую, кстати, еще. И доложить старейшине. По поводу доктора Ли. Это, кажется, все находится в одном месте. Ты же сам только и занимаешься истребляешь второе человечество. Стань синтом сам. Слушайте, у меня, как у матери, есть только одна задача. Найти сына. А того товарища я до сих пор им не верю, что он Шон. Если... То есть, если они ставили опыты над мутантами... Непонятно, какие там еще есть загадки. Причем они делали это последние там... Ну, минимум 10 лет они этим занимались. Кого они еще могли похищать? Любого человека на поверхности. Абсолютно. Поэтому... Другой вопрос. Зачем им, в принципе, Шона сохранять живым? Не ясно. Максин может появиться компасшиным. Но я могу уверить вам, что институт на поверхность. Простой, сынок, говнюк. Да-да-да. Я надеюсь, что данные на это было стояло. Спасибо. Ты знаешь? Да-да. Это хорошо видеть, что ты еще в одной части. Я не уверен, что интерсептера сделала тебе. Подумай, вот спасешь ты сына, где он будет жить? Ты видел мир? А ты так избавишь мир от старых людей, заселишь вновь, не рожаешь детей, они хоть поживут. Но, во-первых, я не весь мир видел. Я уверен, что после бомбежки... Ну, то есть, у нас есть транспортные средства. Наверняка за пределами этого сектора есть пригодные для жизни участки. Даже сейчас уже... Так, сейчас, скиночка. Да-да. Так, о чем я? А, да-да-да, информация о слабых местах. Секундочку, я посмотри, что там вызвало бурю пек. Да, так оно и есть. Яр. Так, вирус сдали, экспо получили, левел почти up. И... А, мне туда, мне на Дириж Бамбеля. Или нет? Похоже, что нет. Хотя направление верное. Но расстояние не то. Или то. То расстояние. И выше еще. Ну, конечно, наверху. Сдаем третий квест. Миш, ты всех зрителей по имени помнишь? Нет, конечно. Конечно, не помню. На Марсеок. Но могу сказать, твой эпишник. Помните, у братства стали? Блин, еще же есть броня. Туда я пошел опять. О, главное, не спрыгнуть. Тут высоко. Точнее, не броня, а вот эта вот укрепленная одежда командующего. И так хочется, конечно, ее заполучить. Но кроме записи в компьютере до мифических квестов от оружейника, который я сделал... Она на нашей стороне. Нормально, решаешь и вернуться к своим, они тебя сразу допрашивают. Следующий этап операции. Интересно. Выполнено задание изнутри. Получен левел. Новый. И... И выходим. Так, у нас еще есть время, это очень хорошо. Пара часов, это точно. Я тогда смогу... Смогу, что я смогу? Слушайте, мне не кажется, что мне нужно сюда идти. Или сюда. Стоп. В аэропорт мне нужно. Поехали в аэропорт. На 28-й перк какой-то был. Да, был перк, сейчас мы его возьмем. Что-то он очень пафосный, надо бы его грохнуть. Я уже грохал пару раз. Но, к сожалению, у него нет ничего ценного. Я не нуждаюсь сейчас в пушках. Все, что нужно, я уже стянул. Есть бас, братство, стали. Какой прекрасный карабин, какой прекрасный карабин. С ума сойти. Каску не купил только. Так, посмотрим действительно, что у нас там на 28-м левеле за перк долгожданный. А, сквозные выстрелы. При использовании ватса вы можете стрелять по щитам тело, скрытыми за преградами. Вероятность при этом попадания не снижается. И это последний перк на сквозные выстрелы. Шикарная штука. Просто шикарная. Пью. Ничего не сказал. Если сравнить братство, стали, институт, к тебе больше нравятся. Эти более человечные, как-то ни странно. То есть в них больше эмоций, больше... Ну, по крайней мере, к этому миру я поближе буду. Негодак пишет. Черная борода против белой бороды. Кому верить? Можно ли вообще верить бородачам? Вопросы, вопросы. Отличный коммент. Отличный просто. Новый проект какой-то. И как-то пафосная музыка говорит, что сейчас мне предстанет перед глазами какой-нибудь... Да, я приблизительно этого и ожидал. Оптимус Прайм. Оптимус Прайм. Дюри. А, этот огромный робот из третьей части? Что-то он здесь маленький какой-то. This is not going to be easy. Now, the good news is that we've got most of Прайм's parts fully assembled. The bad news is that it's gonna take more than a few rivets and some spot welding to get them working again. The first problem is his CPU. It's fragile. And every time we try to feed power to it, it blows itself out. Это не трудно решать. Там был совет, забирай у них все инструменты, посмотрим, как они смогут починить робота. Тут какая-то дверь ненастоящая. И тут какая-то дверь, очевидно, тоже ненастоящая. А здесь... О! Ах, нет, не могу убежать. Так, из-за изоленты опять страдаю я. Как-то так. 60 метров. Выясняем, что необходимо для робота. И... А можем прочитать так. Поговорить с доктором Лип. Понятненько. Только не говорите, что меня опять дирижа... Так что ж, меня посылаете. Скажите, что просто нужно наверх идти. Можно сейчас каску купить, которая на 10% увеличивает эффективность очков действия. Да и она лучше по боевым характеристикам. Так, сюда наверх. Мама ушла к котам. А кота своего родного не взяла. Она любит козликать. У этих, которые лечатся. Так, мне нужно в любом случае наверх. Поэтому прямо вот в точку. И можно еще попробовать купить 2-миллиметровые вот эти вот новые патроны, которые пойдут на энергетический карабин. Не забудь только проверить, который обкололся. Да, уже прошло... Пара дней не прошло. Опа. Что такое? Я к тебе вернусь еще. Так, меня интересует Тиган. Он, кстати, и сделал этот армор, который я пытаюсь найти. Но в данный момент... Он дал миссию одну. Но... Патронов у него, кажется, нет. Нет, нет, нет. Да, вот он. 2-миллиметровый электромагнитный картридж называется. Редкая штука, видимо. А что касается... Надо свои посмотреть патроны. А, каску же купить. Вася, Вася, каску, каску. Вот она. Шлем Коммандос. 16-16. Еще уменьшение расхода ОД на 10%. Еще нагрудник Коммандос. ОД восстанавливается быстрее. Но... Я не рассчитываю на естественную регенерацию очков действия. Я рассчитываю на... Да и стоит она 3200. Вот. Вот и все. Можно ему скинуть оружием. Параллельная граната синтов. Пожалуйста. Этот бы проверить. Сфокусированный институтский карабин. Ладно. Что-то с тобой. Может, слишком много вещей. Вы не можете бежать. Одежда. Шлем Коммандос вместо... Вместо ламинированной брони синтов для головы, которая дает только 11-12. Здесь 16-16. И еще, собственно... Выкидываю, чтобы бежать. И разговариваю с доком. Доктор Ли. Если... Рядился, не успел им. Если ты здесь, чтобы поговорить о работе на Либерти Прайме, ты можешь забыть. Ты просил, что ты бы помогла нам. Ты прав, я делала. Но ты не забыл, чтобы я бы попросила работать на Либерти Прайме. Я была в этой дороге с Бронией. Почему бы я сделала один же ошибок дважды? Если не для Бронией, сделала это для доктора Верджила. Что они сделали для доктора Верджила, было ужасно. Это было ошибо. Как я могла быть так слабым? Ты действительно знаешь, как плачать мои кнопки, да? Да, да. Я расскажу протору Инграму, чтобы получить свои скидки готовы. Это будет очень много работы, чтобы получить Либерти Прайме вновь вновь. Но мы будем закончить. Это было проще простого. Проще простого. Ох, изолента военного образца. Как я пропустил эту штуку-то в прошлый раз. Из нее штука клея выходит. Вот я, Вася. А здесь что еще? Карданная труба. Покажи котейку. Кот. Кот разорался. Ну все, мы докладываем снова с Проктором Инграм. Говорим, что доктор Ли будет работать над гигантским человекоподобным роботом, который будет защищать наши границы. Но вот здесь вот же запись о... Дюрис. Вот здесь вот написано зеленым по черному. Откроется в другом месте. Ладно. Черт с ними. Кота на стрим. Как Женя придет, я ей сразу скажу, чтобы она так отращила. И она покажет на вебке вам. Кота надо. Этого бесячего, орущего. Я кот хорош. Кот у нас дрессированный. Пашок Петра активировал премиум на ваш канал. Спасибо за активацию. Full HD, 30 фпс. Битрейт мегабит 8. Вы, кстати, можете бесплатно попробовать премиум каждый день. Минут 15, насколько я помню, дается. Для того, чтобы оцените картинку. И справится ли ваш интернет, собственно. Ладно. Сначала в аэропорт. Окей. Сдаем квест. Потом в город скидываем барахло. Потом к доктору смотрим, как сыворотка подействовала или нет. Желательно до этого еще поспать. Да, 30, к сожалению, не 60 фпс. Но у меня, к сожалению, карта захвата работает только на... Да и на 60 фпс надо было по-хорошему давать 12 мегабит. А по статистике это процентов 40 пользователей смогут только смотреться нормально. Попробовать премиум флэшплеер не работает, пора недель. Ну, в хто-мэйл тогда попробуйте всем. Ну, надо исправить, конечно, этот момент. О, нифига себе, они уже делают. Я надеюсь, что это не так, доктор. Я надеюсь. Прайм совершил какие-то значительные дамы к своему памятнику. Я надеюсь, что твои люди были бы более внимательны, проктор. А хорошая новость, что дамы не невероятны, и я должен быть able to get the power flowing into CPU-купс, без обслуживания. Если твои люди стоят в моем пути, то это. Хм, чудесно, да? Может, я должен учить ей какие-то манерси. Это не нужно. Она не будет очень хорошей для нас, если она лежит в хоспитале. Вместе с тем, доктор Ли стоит все нагревание. Мы работаем с одним из прайм-производителей. Я не вижу это ничего лучше, чем это. В самом деле, с теми что-то идут так хорошо, мы будем начать строить как электромагнитные актуатели. Конечно, что ты нужна. Это что я люблю о тебе. Ты готова к взлетать в акцию, и я думаю, что ты не имеешь в виду того, что я говорю. Эти актуатели, которые позволяют Либерти Приме's arms и ноги двигаться. Приме's new limbs are way too heavy для того, чтобы хидролик-пистон, которые были в прошлом. Мы должны их убрать, построить новый систем, используя электромагнитные, и установить их в их лимз. Что мы должны сделать, это построить актуатели для нас. Теперь, что ты знаешь, что актуатели, ты должен знать, как их сделать. Эти планы и материалы. Не потеряйте их. Сим-сити. О, магнит найти. Высу! Здесь же Коуру! Снова я... Хватает секунд на пять. Память как у рыбки. найти мощный магнит это еще один квест как вы наверное догадались и я пойду сначала конечно же на базу скинул лут посплю денек проснусь к доктору приду а ударил по ушам я по столу ударил а а микрофон хоть и крепится слева на стойке слушайте вы действительно это слышите хорошо вот этот ничего себе ссорим слышно идеально хороший микрофон глушишь глушишь так скидываем хлам ох как много его ой как хорошо то что я могу скинуть что я могу скинуть я максим пока скину место занимает применение ему не нашел сфокусированный протестим окей а я хотел армор прогрейдить точно там же новый армор которая шлем 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 а он уже полимерный прикольно ну и оружейник еще есть для того что такие штуки делать вот шлем типа топовый на данный момент экспансия переулок весельника провести квесты появляются с безумной скоростью я не я не успеваю лягу на кровать посплю часов 10 до до ближе к полудня проснусь что в 11 наверно получается армор по обвязывая проще будет армор разве мне он там нет ни а лё а тут несколько не а лё эй я не понял ну хорошо вообще отлично были там характеристики не помню какие где-то 860 до сейчас 70 25 89 общий нормальный апгрейдился непонятно что получилось так и я хотел что и мне кажется пушка была премиум я мог прогрейдить но мне не хватало а мне много чего не хватало мне кроме науки здесь еще не хватает фанатика четвертого ну и науки в общем-то на науку я провалю короткий оптический может поставим меткость вырастет на 12 да давайте попробуем задача смотрите от институции от института найти синта от братства стали там помочь с роботом при этом мы едем сейчас еще сдаем квест пользователь активировал премиум на ваш канадо ездишь правда не зарегиные но эти можно подписываться на прям и без аккаунта ну потому что так просто просто бой что там рука смерти кого смерть удавает родной у него сопротивляемость очень высокая этому я готов или сном за идея покажу как надо стреляем по самому уязвимому месту по животу выстрел раз корид 2 но не добил сейчас будет сейчас будет так она будет радиацию снять господи а как я здесь казался почему я не не рядом со входом там господи где я отлично я ухожу отсюда вообще чет не впечатляет коготь так я его уже во первых это обычный коготь для начала сзади же да в курсе уже у вас задержка на трансляции просто вы не видите как как ловко я сейчас дойдет сигнал до вас дойдет майкер зачем ты грядишь броню если ты говоришь тебе скучно с большой броней играть там не те объемы абсолютно то есть даже если будет сто сто пятьдесят брони это сильно задача не упростит вот только что у когтя смерти было 150 армора ну и где он этот коготь смерти антир один выпиваю даже 2 наверное что там запас хороший и конечно же стимуляторов 46 штук я в шоке чтобы заполнить и смотрим как там пришел в себя наш подействовала ли сыворотка не подействовала ты не отдыхал что ли я поспать успел ну вернемся сюда через некоторое время поспать здесь я не могу потому что кровать чужая так что так что просто пойдем выполним какой-нибудь квест мне если интересно больше нравится охотник потому что охотник опасен с ним встретиться взять его или убить не знаю что что с ним сделать в результате но я хочу еще разок самоутвердиться за счет не буду пользоваться вертолетом для того чтобы перелететь там не так долго бежать это я премиум купил только я был за логинен как так невероятно да и он позеленел тогда все правильно лишь каким провайдером пользуется русич не тянет премиум ну неважно каким провайдером я пользуюсь у меня дропов нет смят два товарища два провайдера точнее ростерковский и зеленая . зеленая . что-то косячит она даже обычные ролики на ю тубе закрывает видимо с русском надзором очень эффективно они работают поэтому я не рекомендую этого провайдера если он конечно это локальный какой-то на самом деле он так ой слушайте а тут же мутанты я их истреблял все время и они все еще сверху да конечно слышишь мне нужно вплавь будет преодолеть чтобы время сэкономить вертушки летают дома тут хорошим по заходить бы сюда тоже поисследовать папа редко много народу рейдеры более реально мусор где крит-то окей чувствуете как идет жара я слышу турельки я не хочу я лучше прыгну и нафиг отсюда стимпак патроны еще тратить на них а точно вплавь справимся 6 радиации офигеть не не справимся какой-то странный рейдер а понял все не надо этим было пользоваться тихо бомбежка идет у него ядерный блок сработал перк с этим склевером крит заполнился сразу сейчас еще второй раз критану все равно кто там бомбил то вы видели зато есть и пушку который носишь да и она на большой дистанции патронов мало на всякую фигню тратиться не хочется а вот оно что вот кто у нас от бомбит так а я могу обойти да да прямо прямо по дороге поехали трейдеры такие видите с по ядерному блоку час моему зарядим раз крит зарядился критую болей надо было добить ой миф гранатом а он принципе сам заруб взорвался из-за ядерного блока очевидно так что у него есть жетона возврата книг кожаная броня очки силовая броня рейдеров вот они уже и силовой броней разжились правда пушек как не было в общем то так и нет война идет ух ты а это болотник просто болотник болотник сэндвичи из него хорошие получается что-то перки срабатывают плохо улетел не были сэндвича больше пирс гипсом поинт гипсом поинт о тихо я слышу что вот этот идет чап 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 смертолап я прочитала что болотник стрима пол добро ой видите клевер сработал но это второй уровень перка достаточно часто срабатывает помощь по моим ощущениям пока что где-то каждый пятый выстрел возвращает заполняет полностью крит нам вон туда ориентирован а ну да маркер то стоит пушить стрима полы да вообще с мягким панцирем болотник пробую пройти да тут не так просто что можно вплавь и нужно вплавь ох ну тогда радыкс потому что пять шесть радиации в воде это значительно лучше когда 2 давить разряжаемся мы идем сейчас на поиске пропавшего синта точнее не просто синта а именно охотника который мега крутой я рассчитываю на два выстрела все таки в голову возможно с ним о это это мирные а я ваш генерал я тоже так прочитал ну да там первые там три четыре буквы такие все и и значит стрима пол человек так а тут у нас еще погодка что-то не очень да тут сильный радиационный фон буря надвигается возможно она просто ну просто не повезло так штурма трон но я помню что у него есть ингибитор боевого режима где-то над попой аккурат ой два крита накопилось я лучше его щас критану потому что лучше наверно даже второй раз критану и плюс они взрываются еще ну крит они ну ёшки-матрешки не буду уже крит тратит все олег мистер храбрец еще идет а где взрыв видимо был только от легендарного взрыва мистер храбреца а по ингибитору тоже ему бац но восстановили очки действия сейчас правда не мне ни к чему но но приятно что перк работает продавец электросхема ядерная батарея материал алюминий это все добрать на самом деле все 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 это крафт ухты радиациям 100 метров сной перку перевести новый калибр я не могу там нужен оружейник следующего лавана сколько помню хотя может быть я что-то забыл послушник чего что там это это френдли пацаны нормально работаем супер мутант громила ой с граната стоит так давай-ка мы попробуем тебя у него сопротивляемость не очень хорошая сейчас попробую за победу он говорит а справа кто у нас восьмой лавал серьезно надо этого убить точно к риту и сразу же но он может взорваться по сейчас ухты я такого не встречал еще да попробуем ой гранатом убили гранатом ёшки матрешки твой на ребят просто война вижу его для им какой какая пушка сильная почти ваншоты причем это было не абы кто это было весьма плотный приказы супер мутанта смотрим знаете у мутантов приказы очень простые посмотрим что сейчас было приказы приказы ограбить убить ограбить вернуться это уже вторые аналогичные приказы которые мы встречаем на своем пути ну видимо цели задачи не поменялись ритер братство не он свой крышка патроны ерунда так а маркер внизу я вижу 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 куда надо идти вот их x6 и что его бить что ли он же хороший я мог с ним поговорить встретиться с охотником позволю ему убить наших посмотрим заодно насколько он хорош или пойду поговорю может он не сильно отвлекается и вот я то свой попробуем поговорить поговорим да ему тяжело говорить неудобно разговаривать да как говорится держись охотник это не сбежавший синк насколько я понял это синк который возглавил рейдеров и как он все таки ушел он даже забыл типа что он синк но я очень невнимательно слышал давай уже может поспать пока да слишком много суеты сколько бы подождать то пара часов может успокоиться они нет так давай до утра а его вместе с тобой послали за сбежавшим окей это сильно дело не меняет то есть мне все равно нужно с ним поговорить правильно ведь то есть либо он сейчас сбивает вертокрыло в течение 14 часов либо я даже не знаю что делать ох же это свободный мир да а вертушка все вертела он уже на дне ой гранатов давайте пока действительно сбегаем к мы сюда сможем быстро переместиться я лучше тогда к ученому схожу он более адекватный я вот не понял как так произошло я бегу по своей миссии и тут начинается товарищи из братства стали понятно что рейдеры еще какие то они повсюду но но как ими до тебя зайди попозже я попробую конечно сейчас посмотрим для начала помогли мы или помогли ли мы ученому этом ну да вот он о А, короче, можно теперь брать. Брать любые вещи у него. Ну, это все классно, но я у тебя уже все стырил, что мне нужно было. Ну, кроме разве что микроскопа. О, на рукавнике супермутанта. Вот это да! Какой трэш. Не зря вернулся, да? Ой, не зря. Хорошо, пробуем сейчас все-таки вернуться к тому охотнику, чтобы с ним, как подсказали в чатике, найти пропавшего синта. Надеюсь, что они уже успели урегулировать все свои вот эти вот конфликты, потому что... Ну, потому что как бы квесты есть, квесты надо выполнять. Уровень двадцать восьмой. Игра хорошая. Я, правда, сейчас вряд ли буду отвлекаться на второстепенные квесты, потому что это надо, я думаю, по основной линии прям заряжать и все. А если... Ну, потому что это реально очень много времени займет. Я, фактически, первую часть трансляции занимался тем, что... Даже две трансляции занимался тем, что, узнав, куда нужно идти, просто начал делать, что хочу. Исследовать, выполнять минорные квесты, там, Минитмены, Братство Стали. До Даймонд Сити и, собственно, дальнейшего развития событий я подошел к третьей части трансляции. Мир... Здесь не стоит торопиться, но это же все-таки... Да. Хорошая пушка. Ну, не плохая, да? Я считаю. Попади второй. Попади, попади. Хорошо. И собака стоит такая. Так у меня же не должна уменьшаться точность, я не пойму, почему я не попадаю-то здесь. Это баг или не баг? Нет, это не баг. Ай, ты... Ай, ты... Господи, ну... Хоть так. Так, 40 метров до... до нашего друга. Ну, тут еще кто-то плавает. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я свой. Опять этот... Да, взводим. Не-не-не. Нет. Готово. Ну что, поговори, может? Не надо. Не беги. Ну, не беги. Ну, не прыгай. Все, успокоился. Дело есть. Ты должен быть корсером, я должен быть. Да, мэнн Блэк. X6-8. X6-8. Нейтрализовал охрану периметра. Штурм главной базы. А, ты нейтрализовал? Поехали. Так, ну, нам вот туда вот. Там база. Поэтому, собственно, он и сражался. Просто сюда неожиданно вписались еще товарищи из Братства Стали. Они, ну, вы понимаете, они... Их сложно убить, они на вертушке. И неуязвимы, скорее всего. Че, вплавь опять? Не люблю я это дело. Тут сразу Радыкс мне дает. И стимулятор. Типа, мы знаем, что ты сейчас облучишься. Поэтому давай-ка лучше ты... Подготовишься. Работаем. Так, всплыл. Уже плюс. База классная, смотрите. Тут такие вагончики спускаются. На основе... На основе затонувшей базы. Это раз. Ну, лучше, конечно, по голове. Ну, кто ж попадет-то, ну? Ой! Причем, когда ты слышишь этот свист, ты уже понимаешь, что жопа. Просто жопа. Надо Ку в этот момент нажимать и искать снаряд, и пытаться Васти его отстреливать. Вот если это будет, то это было бы очень круто. Классно. Классно. Стелс. Тихо! Вижу. Выше. Она уже приземляется. Блин. Я все равно вру. Мимо! Так, а какая скотина стреляла, а? Кажется, сверху. Аккуратненько сейчас. Слоппи-тактик-с, бэр-эйм. Это не будет так. Слоппи-тактик-с, бэр-эйм. Болеееин. Их-то много. Так, перезаряжаюсь. Кто ж стреляет-то, а? Ладно, марш-басок. О, я вижу лестницу, куда можно забраться. По которой можно забраться. Слышь, что редким. Ну, я пошел, в общем. Мне как-то проще работать. Вижу одного. Это раз. Он упал сверху. Два. Три. Четырем. Даже криты не нужны. О. Пара патронов нужных мне. Следующим. Отлично. Бедные, да? Толстяк. Карабины крутая штука, согласитесь. Как по мне, да. Так, посмотрим, что можно сделать из... Из... Да, вот-вот. Баф-винты, комбинированные препараты. Психовинт. И опыт дали. И... Не надо лишнего пить. Алюминиевые банки примечаем. Он приходил отсюда. Так, давайте подробности по миссии еще разок. Задержание. Вернуть избежавшего синта. Показать подробности. Вернуть беглого синта, который подчинил себе банду рейдеров. Сопровождает охотник по имени Х688. С ним должны ликвидировать рейдеры и вернуться домой с синта. Вернуть домой. В таком состоянии. Так, а как наверх подняться? Ой, извините. Вот. А место для защиты очень хорошее. Единственное, что это все сжется. Просто пожар начинается и все. Пять метров. Чуть выше. Сейф. Ай. Красиво вошел. Прям как в кино. Про суперагентов. Раздал хэдшот и залутал трупы. Да. Хороший герой. Зубная паста. Кинетические усиленные, калиброванные. Бла-бла-бла-бла. Укрепленная, утолщенная броня. Но без характеристик уже лучше не брать никакую броню. Потому что плюс-минус... Так, наверх же, наверх еще же. Где-то здесь должна быть лестница. Либо внутри, либо вот тут обходить. Но это маловероятно, что тут. Только спасательный круг. Скинул. Подъем должен быть где-то здесь. Псина что-то нашел. Что такое? Показывай. А, о. Блин, ты такой умный, а. Вообще. Такой умный пес. Мокрый нос. Капитанская рубка. Сейчас будет рубка у нас тут. Да, краска облупилась в форме тетки. Я тоже заметил, но не придал значения. Подумал, что это рандомный. Я слушаю. Я даю тебе б-5-92 резет код. Если он слышит код-фрейзу, он резет к его когнитивные процессы и сделает его досад. Понятно. Б-5-92 сброс авто. А может убьем? Ну, на самом деле я бы, Фуфан, просто проверил этого синта на на профпригодность. Какой-то легендарный дробаш. 25 урона, повреждение конечностей, усиление отдачи. Урон 114. Хороший. Ну, стандартный ресивер, его надо менять, конечно. Но дробовик прикольный, прикольный. Жалко, что из-за специализации я нормально не могу его использовать. Потому что отказываться от бонусов 60% по урону, это как-то неправильно. Я уже все забыл, что нужно сказать для деактивации. Нам подняться наверх бы еще. Терминал. Журнал команд. Архив пользователя. Вот мы на месте, наш новый дом. Потеря один из не самых нужных пальцев на ноге Андерсона, если считать. Этого очистить этот старый корабль от болотников было не так сложно. Определиться, что делать дальше. Ага. Меня интересует первая и последняя запись. Сегодня прибыли 4 новобранца. Говорят, до них дошли слухи о том, что рейдеры в заливе грибут крышкой лопатой. Рейдеры, вот как нас называют. А ведь так и есть. Деньги мы зарабатываем очень быстро. Банкер хилл, караваны. Нам платят за то, что мы ничего не делали. Чтобы оставили их в покое. За все время после нашего ухода из... Минитменов, сейчас у нас дела идут лучше всего. Генерала Беккера вывернула бы, если бы он нас сейчас видел. Но он мертв, а мы живы. Больше не хочу писать. Я пропускаю значительную часть, прошу прощения за это. Апдейт, пользователь, завершен. Предыдущий пользователь, заархивированный. Delete, Out, Out, Help. Как исправить этот сраный терминал? Неизвестная команда Help. Дробаш, это карабин. Проблема с... Тут у него урон такой со стандартным... Le Fusil Treble. Как переводится с французского? Что такое Fusil? Ну, Treble, это неприятности, видимо. Это что-то у нас озвучено с английским. А Fusil? Кто у нас по-французски понимает вообще? Ружье Fusil? Открыли. БСКП в комфу срочно. Да. Ну, поднимаемся. Я вот за всем этим делом, лутом и прочим, но дробашит хорошая идея. Можно будет неплохо... Можно будет неплохо его граидануть. Даже учитывая текущий уровень. И отключить этого синта. Вторая часть фраза что-то 7-1-1. А первая модель и фраза типа выключения. БСКП в комфу срочно. Причем были контрольные еще, понимаете? То есть я на всякий случай, на случай если промахнусь, был готов еще по выстрелу сделать. Я в шоке. Какая-то все-таки халява. О, бесшумный, гладкоствольный, понятно. Ой, все. А, телепорт же, точно. Конечно, телепорт и уходят. Ясно. Ну, можно вернуться к отцу для того, чтобы завершить этот квест. И, наверное, учитывая то, что у нас есть персональный телепорт, надо... Надо-надо это сделать. А, кстати, где он находится? Давайте посмотрим через инфо. Вернуться к отцу, показать на карте. А, институт здесь. Классно. Перемещаемся. Почему ты помогаешь этому ложному сыну? Я должен разобраться. Я должен разобраться. Я пока еще не знаю. Ну, я уверен, процентов на 90, что он не он. Но, допустим, сын где? Вот где настоящий сын? Такой вопрос. Занатокан. Текущий отец похож на что-то вроде надмозга или какого-то суперкомпьютера, который неплохо все контролирует, и... У нас есть еще одна ситуация. Код Ред. Я рад, что ты вернулся. Сейфейк, я знаю, что мы смотрим в это. Но я требовал, чтобы вы увидели в первую очередь, как опасно, как зажига может быть. Так. Погнал «Симф»? Конечно. Погнал «Симф» в праве, что делал его. Да, мы создали «Симф». Их уже нет в живых. Треба сделана. И вы возвращали нашу Синфу в безопасность. Я не мог бы надеялся на лучший результат. Хорошо. Вместо того, как вы уехали, я готова для вас. Вы найдёшь все основные нужды, и огромное удовольствие в руки. Пойдём и посмотрим. Я думаю, что у вас будет. Я думаю, что у вас будет. Посетить свою комнату. 26. Возможно, возможно стоит начать поиски магнита и начать помогать братству стали для того, чтобы... Нет, ну слишком мало... слишком мало зацепок у меня. Слишком мало. То есть, фактически, я... Если пойду по пути братства стали, забиваю на... на институт... Ё-моё. Ивентовая лестница нужна. Я дальше не проверю. То есть, я могу, конечно, потом узнать о том, что там... Да, они были плохие, но... Но для принятия решения у меня пока информации недостаточно. Её много, но она разнородная. И основана всё-таки на... Нам туда вон... Понасстроили. Они реально забили... На тот факт, что ты перевербовал Ли. Откуда они знают, что я перевербовал Ли? У всех здесь есть персональные телепорты. Она могла ливнуть, когда захочет. Ну, не совсем, конечно, но... Мне вон туда вот ориентировочно. Ещё на уровень выше и в соседнее крыло. Ребёнка синта, глянь. Зачем? Так-то не у всех есть персональные телепорты. Ну... Я не знаю. Он не среагировал, что вирус загрузили. То есть, учитывая то, что... Представьте, что какой-нибудь непродвинутый там... Ну, понятно, что опытный товарищ, но из братства стали... Делать вирус, и... Мы его загружаем. Это должно быть... Моментально... Это... Ну, они должны были спалить. Это очень быстро. Так, это не моя кровать. Не мой вообще. Извините, пожалуйста. Мне ниже нужно. Вот, то есть, странно. Может быть, они делают вид, что... Что, типа, всё ок. Костюм для чистой комнаты. Понятно. Опять? А вы говорили об оружии. Сдержание прошло успешным. Он реально говорил про оружие. И я пришёл, собственно, сюда... Ради пушек. Ну, спускаемся. Ох, опасно. Ох, опасно, мишка. Опасно. Опасно. Как срезать. Не надояснить... В каком году похитили Шоу на третий раз, спрашиваю? Нет такого. Ну, то есть, наверняка можно сопоставить, но я не помню. В каком году похитили Шоу на... то есть мы знаем что но мы видели своими глазами мы потом смотрели это из из воспоминаний охотника но я не помню что там был какой-то календарь или отсылка на точную дату опять здесь тупик будет запутала в который раз 1227 по его словам ясно сходи в убежище посмотри журнал хорошая идея тебя не смущает что кроме взвесившихся синтов никаких других технологий института на поверхности нету я сам институт допускаю только избранных почему они же выращивают под землей например вот зелень они работают по биологии там папу по выведению там горилл они ставят эксперименты над мутантами в они много чего делают ой ой что за намеки а что у вас украли а что такое институт пропаде из на ровн тэпин фонс выканат реакт лайкли ванн и хапан в группы козлым сердцем старого их уже нет а помните того синта который мы оставили в живых сегодня же я всех перерезал там кроме нее о каком-то сентябре с ним вывели контакт в ровн тэпин фонс так что ты знаешь о своих мист гайдетах они не знают они не знают они только что они думают что они правят Ты боролись с Бриталией. Это из-за того, как их бесплатный план. Обычно они уничтожены маленькие, но в последнее время они становятся более... ...болтанными. Я думаю, что мы достигли момента, где ответственность нужна. Мы научились обучать местную местность этих сенсов. И нам нужно переаккурировать их до того, чтобы на дороге их убежать. Звучит довольно простой. Надеюсь, да. Но важно, чтобы действовать на это скоро. Прежде чем рейтинг не имеет никакого значения, что мы их контролировали. Мы также не хотим, что Братарьево Стили, вызвать весну от присутствия с Синц. Это только обеспечит события. В этом лучше быть что-то для меня. Я уверен, что эта операция будет очень важным результатом в вашем помощи. Будет курсер ждет тебя, где Бункер-Хилл. Please find him before barging him. Дно на дно. Так, я ливаю на следующую операцию. Битва за... Смотрите, тут выбор уже нужно сделать. Либо мы сдаем Братцу Сталину информацию о том, что... Где можно найти синтов, которые сбежали из института. Или... Я всех сдам. Я не уверен еще. Пока не сдавай эта мелочь. Да, я согласен. Я справлюсь и без этого. Ну чего, синтез даю... Лид за лифт занят. Вы издеваетесь? Я думаю, что это... Во-первых, это дело не касается напрямую Братства Стали. Ну какая разница. Синтез бежали. Там... Мы разберемся. Вернем. То есть ко мне никаких претензий быть не должно. Они же... Там не напали на их базу. Надо вернуть. Но опять же, я хочу вот чтобы... Пока конфликта между этими двумя сторонами... Хотя с Братством более понятно. Хотя тоже есть моменты у Братства Стали. Помните все эти... Такие... Господи, как же это лучше назвать? Смелые очень у них идеи. Огромное количество ядерных боезапасов. Очень четкое руководство. Строгое. То есть... Сигнал может дойти очень быстро. В общем, они могут замочить просто. Могут замочить. Короче, я хочу поизучать пока их. И тех, и других. Пока мотивы... Или информация, ну вот, новая. Ну, у меня ее не будет для принятия решений. Так, давайте с книжного магазина начнем. Или лучше с циркушки. Циркушки. Такой процент игры уже пройден. Мне всегда поражало, зачем писать процент прохождения. И это такая половина спойлера, можно сказать. Мне понравилась текущая часть. Вот сегодняшняя часть. Тем, что было больше диалогов. Было больше удивления. И чувствуется продвижение как раз по основному квесту. Но пока, кроме, опять же, разных разрозненных сведений, из них картинка не сложилась еще. Ты не ешь, не пьешь, не ходишь в туалет по 12 часов. Так, пошел телепорт. Прям по курсам. Дай-ка. Сделаем так. Сделаем так. Сделаем так. Поехали. Поехали. Тут спуск в подземку, где мы всех перебили. Они нас проверяли, потому что были все синтами, да? В подземке. О-о-о-о. Либо они просто действительно были фанатиками людьми, которые защищали права синтов. Или это была уже определенная группа синтов, часть из них, которая ливнула. Но тогда реально четвертое поколение синтов от людей не отличить. Кровь, кишки, я всех убил. Слушайте, а реально там получается, они не просто фанатики. Они люди. Ну, в смысле, они вот это вот именно новое поколение. Они были люди, защищали синтов. Но вопрос, зачем? Зачем? Когда тебя при приеме вот на работу спрашивают, а готов ли ты пожертвовать жизнью ради синта? Как бы я бы что-то заподозрил на самом деле. Я ее заподозрил и перебил их всех к чертовой матери. Красивая игра, хорошая игра. И сюжет уже заставляет хотя бы что-то пытаться связать. Опа. Встреча. Сарказм. Да, да, да. Ляк на машине? Супер длинный. Мне было долго. Встреча с юмором выстрелом. Наши таблицы внутри. Четыре синты под правильной защиты. Многие снижения не вредили и мы предполагаемы по поводу. Ситуация, кажется, что у нас уже не подвесили. Коварный подход, наверное, не возможно. Мы вступим. Сверху сенсу и я снижаю их с ним в институт. Слышно? Параметры изменились. Мы будем снижать. Попросим снижать снижение. ой там братство стали уже вот как они узнали сим патруль они свои требуется ключ да вы издеваетесь тут полный хаос синтез нашей страны у нас стали бомбиться высоко ключа нет я в шоке надо было может быть сдать боец подземки тут братца стали о боец подземки уровень 38 лёва на него там все навалились я критону разок а лучше второй раз изи оп произошло естественно отделение головы от тела патроны о бронированное пальто 2 класса 51 86 10 мимо да это опять сверху наденется и до свидания короткий штурмовой карабин посмотрим убедимся в том что одежда не пойдет да она заменит все они даже пушки берут ничего себе кто свой кто чужой братство стали еще один боец подземки вот жалко пятого выстрела нет а есть отлично два крита сработало в конце еще враги появились откуда-то легендарности сенс ледопыт простой боец подземки жесть а вот это жесткий боец подземки жалко крита нет мой там сзади что-то бабахнуло так добили он 59 xp дают вот это да прям по курсе еще три человека этот простой лучше по туловище стрелять очки действия установили снова не 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 это это свой надеюсь что свой как изобраться-то внутри все свои синты свои братства стали свои патрульные свои двери открыли перезаряжаемся заходим надо выбирать те кто какая жесть телепорты идут вовсю они обречены просто эти защитники сбежавших синтов их либо свои же вернут в лабораторию в институт либо братство стали порешает прямо тут неплохой карабин правда ох сорок пятый патрон мои заходим я пытаюсь найти просто видимых врагов один вроде как впереди и это похоже на турец боец подземки бой нет только не по сержанту так не назад 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 вот он чуть час не завалил охранник каравана еще тут брамины бегают просто полный хаос ну здесь видимо город был просто который все еще типа да мне внутрь надо вы чувствуете вообще хаос который творится трава пыталась скрыть на корова кстати все еще жива так что не стоит смеяться над коровой ой граната ё-моё капец просто минус боец братство стали с модернизированной бронёй так надо заходить надо заходить внутрь сверху этот реально город был город который внезапно я здесь не был и даже видимо его из истории не узнаю больше блин сюда что ли подвал да похоже фух реально тебя не смущает почему полно старых синтов которые активно производится когда активно производится новые да это тоже вопрос без ответа ёпт это там продолжается замес тихо да откуда ха-ха-ха-ха великолепно это не часть миссии потому что вслед за нашим компаньоном зашел рыцарь братства стали я могу убить как бы его но они все френли и пословица скажи мне кто твой друг а я скажу кто ты здесь не работает потому что я как бы и с теми и с теми дружу и как бы они друг друга убивают а я не главное не стоять под огнём как говорится не стой под струей полный хаос и там дальше хаос а а а хорошо этого повалили еще главное не лезть слишком ярко под струю работа сейчас по критам наверное крит 1 о не добил крит 2 час будет какая жесть какая грязь и спереди я в шоке так рыцарь братство командор это наш друг сим патрульный ну вроде нормально ой ненормальным потому что у меня сейчас проблемы с этим хочет импакт нужно юзать так это все уже все свои квестовый упал чувствуете да вы чувствуете это ой сейчас будет выставка хорошим добро еще одно бронированное пальто но мы поняли с вами что она проигрывает по основным ух еще впереди народу много тюрель с пулеметом во первом нет нельзя так переключаюсь на игоря андреевича сейчас критую сразу добро мне если честно такой экшен по душе жесть блин плохо капец так надо сажать что нибудь еще что нибудь такое да например болотника 1 он так надо наверно подождать критов так вот вроде двигаемся в правильном направлении утихли звуки битвы так 10 метров а тут спокойно да все мы нашли беглых синтов код сброса наверное да минус будем пытаться с ними что-то боишься почему ты не хочешь вернуться? я не знаю, я хотела... мою жизнь, я думаю ты не уходишь здесь в один кусок нет! не сделай меня найти тебя хорошо, синт пожалуйста пожалуйста з-3-22, начинайте резет авторизация кода ГАМА-49 Тайфун минус нули так, а ты до чего? пожалуйста просто не боя, 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 боя не хочу вернуться не хочу пожалуйста, мне вернуться не почему почему б-257 начинайте резет авторизация кода ГАМА-93 стратус не случайно пожалуйста, не нет что так плохо в институте я просто... я не смогу это больше Y-9-1-5 начинайте резет авторизация кода ГАМА-77 темпест непонятно поговорить с отцом в разваленных институтах он телепортирует всех да странное дело, конечно, странное дело надо шлифнуть отсюда выйти они что-то не договаривают в принципе да это понятно кстати я ничего не знал между прочим случайно оказался мимо проходил да, здесь очень много лута но я не уверен что нужно тратить на это время потому что у меня в достатке всего выходим но я в общем не знаю чем дальше тем тем больше вопросов возникает сейчас вернемся поговорим с отцом у нас есть квест еще на магнит на сбор гигантского робота здесь вроде битва идет но надеюсь что мне дадут перейти даже несмотря на то что здесь экшен пошел хорошо там были легендарные синты посмотри трупики да уж поздно я не буду возвращаться уровень дали 29 на 29 что-то есть из текущих перков поэтому да посмотрим сейчас ну или кровавую баню 3 возьмем не знаю не знаю так что по 29 уровня у нас есть 41 фуловый 50 32 46 43 40 34 кровавая баня 31 39 то есть у меня есть еще 2-3 очка куда можно без вкидывания вот в эти темы прокачать наук наук на науку мне не хватит если только 2-3 очка мне еще дополнительно не накинут в науку но это все равно нужно сейвить тогда есть опция прокачать десятую удачу и взять рикошет шанс погибнуть от собственного выстрела чем меньше здоровье тем больше вероятность ну это аркада вообще если противник умирает рикошета ваш индикатор аркетической атаки может заполниться 50 левом короче нет очевидных скиллов данный момент которые необходимо прокачать харизма вкачать зачем харизма а не забыть дробовик сделать и протестировать у него реально должен быть суперский урон а они успевают тебя выстрелить не имеет смысла рикошет качать медика зачем медика если и так запас по ахилкам огромный незнакомца же а чтобы этот незнакомца правда это преиспользовали не ватс подходит и как раз две-три штуки можно прокачать незнакомца давайте незнакомца действительно поехали посмотрим как это дело работает так а я вообще сюда пришел вроде да но маркера здесь нет видимо надо было подняться наверх я не знаю я не знаю холод иногда будет появляться и ваншотать вот там же еще не просто он тебе добавляет там урон типа стреляет самостоятельно но перки еще увеличивают там что-то с критом тоже связано короче можно попробовать в конце концов кровавую баню это взяли фуфан развальный институт на поверхности хорошо я понял просто маркера нет а ближайшая точка это сюда переносится поэтому надо действительно выходить к развалинам института телепортироваться на атомный грипп похоже прическам а мегатон мегейшин 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 п классный эффект телепорта развалин института прямо здесь почему он решил встретиться именно здесь зачем он выходит на поверхность кто он сын мой Или отец института Или он синт Добрый он или злой? Наверх 30 метров Лестница, кажется, здесь была Еще выше Вот этот ярус Расстояние увеличивается What? Блин, вы издеваетесь? Это же конец здания Ладно А, нет, там еще проход есть Окей, все, молчу Молчу, молчу, молчу Если нет кармы, то нет добра и зла Да Синта Клаус Он стоит Ну, очень, очень, очень Очень странен Посмотрите Молчу 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 Понеслась Понеслась Здесь нет будущего И единственная Взорвем все, что сверху Зачем ты вышла наружу? Я запасной вариант Я запасной вариант Я запасной вариант Молчу 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 Эксперимент, из-за какого-либо. Коммунистер бы тебя корруппировал, как и все остальное. Вы бы даже проживали, может быть, более интересным для меня. Вы бы, после всего этого времени, пытались найти меня. И теперь я знаю ответ. Да, кстати, хороший вопрос от Сана-262. Если довоенная ДНК подходила им, то почему они убили остальных? Они же действительно подкрутили температуру в криокамерах и просто мочканули всех остальных. Осознанно. Причем это сделали люди из института. Да я-то да. Мы тут совещаемся. Я-то для тебя. Просто еще один эксперимент. Нет, это не все. Но все равно, я рад, что это получилось так, как это было. Сан-262. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... мы иметь температуру подкрутил тут наемник не показывали что крутила тетя вообще которая пришла с ним она из института блин наверх похоже что здесь у них мире может и нет да здесь совет директоров директорат называется у них давайте поприсматриваемся к ним вот вывал я айдыгет тайну и беги сэр excuse me but what exactly is she doing here i will address that issue but there are other subjects that require our attention first the level of unrest in the commonwealth continues to rise as we're all aware your report all institute facilities remain completely secure with the exception of one notable breach otherwise internally things are as tight as they've ever been dr ayo has been keeping an eye on things topside yes watchers show no additional threats beyond those previously identified we're still monitoring the increased activity around for independence but there are no immediate signs we should be concerned boston international airport remains occupied with brotherhood presence noted at several other points throughout the commonwealth intelligence suggests that this rail road continues to operate and it's becoming more and vicious их нет сжоу динс арманды during all known the situation sir very good thank you it's clear that our safety needs to be the primary concern going forward to that end where are we on phase 3 excuse me but sir are you sure this is well the proper time to be discussing that considering i mean given all parties present ah yes that's true третья стадия какая-то anything about phase 3 а мне нет i don't think so it's all right i wouldn't expect you to have the project has been classified from the beginning power is as i'm sure you've seen above ground very valuable они как кажется будет всех мочить сверху some abstract concept of control i mean real tangible power the kind that keeps the lights on with every advance the institute makes our need for raw power increases many compromises and sacrifices have been made over the years to allow progress to continue what kind of compromises we have at times had to rely on drawing power from above ground installations it risks personnel and equipment and no longer phase 3 is simply the activation of a nuclear reactor that can provide enough power to the institute now and forever it will ensure not just our survival but our prosperity is that's 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 a disaster waiting to happen previously we would rely on kellogg for above ground operations yes well yes he is gone while i am not overly fond of putting my own mother in harm's way she has proven more than capable of handling herself yes but this is not a matter for debate now there is one more subject that requires discussion i don't know that this is the time dr holdran it is time please as i'm sure several of you are already aware i have been under dr volkert's care for some time i'm sorry this is difficult for me our best efforts have failed every experimental treatment we could devise has been unsuccessful i'm i'm sorry to say i am dying please everyone please i am sorry this is not how i wanted to tell you but we're running out of time there must be something we can do to help you the only thing that matters now is continuing the institute's work it will be alright i assure you we can talk more later right now the future of the institute is at stake the institute cannot survive without leadership the directorate must continue to govern with the best interest of all in mind to that end i am naming my mother as my successor no boy you can't be serious really? how can you possibly justify this? she isn't one of us she isn't even a scientist ignoring your borderline insubordinate tone i will simply say this the institute has enough scientists what it needs is a leaf i believe my mother has already proven herself more than capable in that regard this will conclude this meeting thank you humanity's future is taking root right here харизма-1 INTA-3 top of the leader the institute is a big with a nuclear reactor on earth ну.. in terms of reactor that 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 I'm what that 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 and Но с другой стороны, после того, как сынишка вот такие вот чувства То есть машина, такие вещи Она может, конечно, сделать Если какой-то дикий анализ для того, чтобы манипулировать Но... А, поговорить с отцом надо было Короче, я уже начал верить Что он, это он Что... Да Реактор тоже под землей будет Откуда инфа? Я часто спрашиваю, что институты основные думают о наших достижениях Ай Я не знала Я не знала Я знаю, что это Ну, это много для того, чтобы принимать Я извиняюсь, мама Я надеюсь, что это не слишком предупреждающий для меня Возвращать тебя в руку Боя даже спросить Возвращаясь Ты ведешь директорат в решении политики В решении Диспетах и так далее Не вопрос, что некоторые директорат И института в большом Возвращаясь 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 Оказываю Доктор Филмор Возвращаясь Возвращаясь В прошлом Возвращаясь 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 Я знаю, что ты сделаешь правильное. Они изолированы от всяких ядерных штук, и если они будут абсолютно автономными, ну, то есть, допустим, у них будет там какой-то ядерный реактор на поверхности, я не знаю, где он будет внутри или на поверхности, но, в принципе, у них нет столько рациональных вещей, они могут реально забить просто на всех, кто наверху, просто вот взять и уничтожить все, что там сверху. Да я-то понимаю, с другой стороны, а вдруг, а вдруг, это реально, у них хорошее намерение, они хотят, он хочет передать руководство, он действительно мой сын. Забить уже не уничтожить, не-не-не, я имею в виду, что, может быть, они же, они не говорят, что они будут уничтожать, но ничего не мешает сделать это, понимаете? Синт, это не просто так отсюда сбегают, что-то, что-то происходит. Они будут уничтожать берилиум-агитатер для нас. Ах, ман, я уничтожаю один из этих, но она в моих других. Вы не понимаете один, если он уничтожил на голове. Это, поэтому, я буду ретрировать его. Слышно, я бы поддержать компанию. Не так много, как я бы поддержать, вернуться в одну сторону. Я не люблю идти на поверхность, если нет другой опция. Марио, мы уже пытались пустить сразу, как только встретили папашку с его речами. Первое, что было решено сделать, это пустить ему пули в лоб. Пуля была пущена, кровь пошла, но на самом деле, синты четвертого поколения, ты их не отличишь от людей. Ну, то есть, это не показатель, абсолютно. Теперь точно выбор, либо в братство, либо в институт. В Нью-Вегасе тоже был изолированный комплекс с учеными, назывался Большая Гора. Они с помощью телепорта похищали людей и делали им операции на мозге, так как после столетий изоляции с ума посходили. Тут они абсолютно рациональны, разумны. Ну и это, блин, настораживает. Миша, во всех частях братства Стали хорошие, а если они враги института, то институт точно плохой. Только не институт. Прочитаю задание, либо БС, либо институт, но я за БС. Я думаю, надо провести голосование. Я не верю, не верю в институт, если честно. Не верю в том, что у них благие намерения. Я знаю, что Братство Стали у них хоть и есть, на самом деле, блин, это ядерное оружие, но они меньшую угрозу миру представляющему институту. И в условиях такой неопределенности я бы пошел, ну, короче, вложил деньги в Братство Стали. Они действительно уже которую часть с определенными оговорками, но стараются следить за порядком, хранить технологии, то есть развиваться. У них такая военная четкая иерархия, и они ассоциируются с порядком. Ну, насколько может быть порядок в постапокалипсисе, конечно. А вот институт, это вроде как какие-то реально психи, какие-то абсолютно нелюдимые, которые могут пойти на жертвы те, кто сверху. Ну, в смысле, которые могут пустить просто в расход те, кто не из их мира. И вот, смотрите, у нас вариант, либо телепортироваться в MassFusion, либо проинформировать Братство. И сейчас, судя по экспертам в чатике, у нас уже вариантов нет. В конце, говорит, будет много крыс. Ты сейчас очень необъективно говоришь, говорит, ПМЛ, НЛТ. Я, естественно, не знаю, что будет завтра. Ой, ну, в смысле, да, я не знаю, не читал спойлеров. Я пытаюсь рассуждать исключительно из-за того, что увидел сегодня. Вот. БС, думаю, убивает людей больше сверху, чем институт. Понятно. Голосовалка. Давайте пройдем голосование в чате. Потому что в какую сторону мы выбираем сейчас? Институт и сына. Ну, что она имеет в виду? Институт или Братство? И мне все равно Ягуль. Ягуль. Голосуйте. Ягуль. Я упырь. Тут гули, не упыри. Большинство за институт. Ну, ладно. Институт. Капец. Ребята. Ребята. Так, а я не понял. У нас тут метка стоит на Братстве Стали. Сделай норм сейф, потом переиграешь. Стой, секундочку. Нет. Давайте сохранить. А можно как-то? Не, нельзя. Так, смотрите. Я что-то не понимаю. Мне показывает маркер сюда телепортироваться в масс... Ну, это типа в масс-фьюжн. Или к Братству Стали. Проинформировать. Другого маркера. Вот они два стоят и все. Но я же здесь, черт возьми, нахожусь. Видимо, нужно просто подойти к этому. Да, я понял. Просто подойти. Сори. Туплю. Если вы телепортируетесь в масс-фьюжн, то навсегда останетесь врагом Братства Стали. Продолжить? Что, пушка я у них взял, только пальто оставил. Поехали. Выбор сделан. Нет, говорят. Нет. Отдумайся. Это была ошибка, но бас. Чат выбрал, ребят. Я бы, если честно, если бы я выбирал, я бы выбрал все-таки Братство Стали. Ну, я объяснял уже, почему. До того, как сделать голосование. Но, учитывая то, что у нас интерактивчик, и вы шарите, большинство из вас, из тех, кто сейчас говорит, что как бы, нет, нет, нет. Если вот взять вас всех, вы проголосовали по-другому. Не надо спойлеров, пожалуйста, в чат. Пожалуйста. Ох, я чувствую, я близок к развязке. Я бы картошку садить пошел, говорит. С каких пор тут демократия? Ну, я не уверен. Опа. Ёшки-матрешки, ладно. Что с по патронам? Хреем по патронам. Блин. Ты офигел? Очень плотный, товарищ. А где урон-то, я не понял. Офигеть. Можно последний раз выставить скрытым? Так, ребят. Что сейчас делать? Мином. Мином. Ой, гранатом. Фух, окей. Да как так-то? Старший скриптор братства. Ну, поехали, поехали. Легендарный там рыцарь. Жесть. Где там у тебя... Я не вижу у нее, где кора. Перезаряжаемся. Ладно, давай голову тогда. Скриптом сразу. Бах. Мой. Что там? Счастливая боевая броня. Плюс 2 кудачи. Классно. Не нужно абсолютно. Потому что у меня и так удача десятка. Из-за бафа. Тихо. Вяжем. Я думаю, надо оставить эту патрону в этой пушке. В этом карабине. И поработать немного со стандартным оружием. Что там? Пароль руководителем. Пароль король. Импеллера не видно. Пароль вводим. Личная интро-почта. В соответствии с указаниями, бериллиевый импеллер установлен в наш главный реактор на подуровне 0.1. Кроме того, повысил уровень безопасности в здании. Так что не забудьте административную карту. Если вы решите воспользоваться лифтом. Официально заявите, что я против ускорения сроков проекта. Мне кажется странным, что недавние события, то есть беспорядки в мировом масштабе, не повлияли на ваши решения. Я понимаю, что контракт с военными мешает предпринять наиболее рациональные действия. Предлагаю еще раз обдумать. Личная почта, 29-я. Ведущий следователь. Наблюдаю за работой реактора. Работа с максимальной производительностью. Распатлен электромагнитного. Бла-бла-бла. Поздравляю, можете начинать праздновать. Сегодня утром покинул территорию. В сопровождении охраны его контракт аннулирован. Память его терминала стерта. Все материалы по его исследованию переданы на центральный компьютер. Докторы уведомили, что любая попытка найти работу конкурирующей компании, эйдерной энергетики, приведет к судебному иску. В соответствии с его контрактами, его пенсии, пособия за мороженое. Так, и корпоративную почту читаем. Приглашение праздне... А-а-а... С опадением? Не, вряд ли увольнение инженера по... Нет, нет, нет. Просто они праздновали Новый год и все. Просто это был последний Новый год. А так, ничего удивительного. Послушаем запись. Продолжение следует... 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 Даже, наверное, поплотнее будет. Да, плотнее. То есть концентрирование, меньше территории, но наполнение выше. о пёс с нами здравствуй рад тебя видеть я еще о хорош хорош засада понятно легендарный чёрт какая какая хрень надо срочно ооо появился смотрите и что он появился он бред даже не стрельнул и и и и и и Блин. Ой, молодец. Он стреляет, так хорошо. Блин. Не-не-не-не-не. Ни хрена, ни... Хотя зачем мне тратить сейчас криты, да? А, у него восстановилось. Давай кританем. Пробьем? Пробили. Такие ваншоты просто прилетают людям. Ни за что. Взрывай трубу. Восстановил... Опа! Так, нет, надо ставить... Надо... Надо делать вот так вот. Надо пить баф винт. Надо прожимать стимпак. Надо выбирать карабин наш ключевой. Надо филу прописывать ему по фастам. И, возможно, еще... Закинуться чем-нибудь. Не, не надо ничем закидываться. Просто... Ядерон блок. Выстрел давай. Раз. Два. Три. Четыре. Блин. Только сейчас крита копил. Оп! Крит есть. Черт, я сейчас умру. А, есть еще один выстрел. А как так? А, очки действия, видимо. Граната. Капец. Твою налево. Как же классно. Очков здоровья практически нет. Ждем восстановления. Ты был им как брат. Ничего, я ничего. Это разлетелся на куски. Улучшенный прицельный, улучшенный автоматический лазерный пистолет. Ничего не осталось. Броня скриптор агента. Приятно. Так, ну смотрите, у нас задача починить лифт. Не факт, что это... Да, тут очень сложный терминал. А тут очень сложный замок. И это явная альтернатива. Почему ты не везаешь Максим? А я его... Слушать. А действительно, что я не везаю Максим? Я его, кажется, скинул. Да, Максим я скинул. Но у меня был другой. Кроме премиума. Вот дробовик можно, но я его не грейдил. Так что ходовой у меня будет карабин четвертый. Из-за количества патронов, к сожалению. Так, ну что, мне куда? Только не грейте, что на дно. Легендарный. Раз. Два. Надо было крит делать, конечно. Ну, лепесточек накопился. Только сейчас. Ладно, поехали. Блин, ваншоты им легендарных. Ну, это сержанты, правда, но все равно неплохо. Ай-яй-яй. Ой, опасно. Ой, опасно. Блин. Мне некуда было бежать. Братство в голосовании победило. Так в том-то и дело. Я уже объяснял этот феномен, когда ты проводишь голосование, подводишь сам, типа, итог, типа, вот, победило это. Те, которые голосовали за институт, они перестают голосовать. Но те, которые голосовали за братство, они приходят снова. Ну, и продолжают, в общем-то. Поэтому всегда подобное голосование, где более-менее близкие штуки, происходит такая, такая особенность. В этом нет ничего удивительного. Да как так-то? Боюсь, мне не хватит на здоровье все равно. О, эта штука взрывается же. Так, давайте пропьем. Я вижу, что он целится у меня. Блин, не то я съел. Готово. Я вот не знаю, зачем я поднялся. А, я же уже на следующем ярусе, получается, да? Или нет, я наоборот спустился вниз. Спустился вниз. Проверяем легендарного, наверное, в первую очередь. Он был где-то... Где-то здесь она умерла, я по голове стрельнула. Вот она. Да. А стоп, а где легендарные-то штуки? Это просто рыцарь братства. Легендарного я сверху, видимо, отстрелил. И спрыгнул, да? Ладно, не столь принципиально. Так. Это заблочено. А это тоже... Спускаюсь тогда. Мне вроде нужно именно спускаться. Опа. Собака, ты такая вообще... Стримака. Я не люблю это. Я люблю это. Прямо надо мной. Или подо мной. Сюда, сюда, сюда! Кто там? Да ё-моё. Раз. Двас. Трис. Добьём этого. Очки же действия восстановились. Ну, как так-то? Да, у меня патронов калибра на прошлый карабин. На фиеву. Но фиева слишком ценная. Фиева слишком классная. Можно было закупиться. Добили. 20 уровень получили. Собачку бедную там. Слушайте, а может действительно возьмём сейчас какой-нибудь энергокарабин? Или дробовик? Понимаю, что дробовик не очень. Там вроде был у меня энергетическое неплохое оружие. Да, сфокусированный вот этот вот. Да ё-моё, ну как так-то, ну? Сейчас надо... Это глюк с этим пип-боем. Что он невидимый, нифига. Вот, сфокусированный... Там патронов 500... 800. И... Часто в теории я могу с ним неплохо повеселиться. Посмотрим, насколько он... А это он вообще? Казалось, что нет. Не, я сдал нужный. Ладно, постреляем с этого. Вы серьёзно? Тут спрыгнуть сложновато будет. Попробуем найти... Альтернативный проход. Собака сразу прыгает. Сейчас посмотрим, во-первых, сколько... Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. У него плохая пушка. Сразу критовать надо. И третий давай. Хорош. А он попал в меня всё равно. Ну, ноги-то нет. Ноги-то нет. Ох, как я колой затариваю с классным. О-о-о, очень скорострельная штука пушка. Ну, нифига не мощная. А что, пистолетим? Опа! Ты добавил яшку закинуть. Давай, поехали. Раз. Добьёмся с одного. Но этот скриптор, он простой. А вот второй вроде посложнее будет. Тихо. Мне тоже нормально. Давай критаем сразу. Причём у меня восстановились, опять же, из-за арбалета. Очки действия. Перезаряжаемся. Можно левел повысить. Так, тридцатый уровень. Тридцатый уровень. Но тридцатого не было, насколько я помню. Тридцать второй. Тридцать четвёртый. А, можно загадочного знакомиться ещё взять, точно. Чаще появляется. Да, берём. А следующий уровень будет, когда он убивает противника, индикатор критически заполняется. Ну, уже сейчас понятно, как можно ДПСить дико. Используя точные выстрелы. Накопленные криты. Всё. Снова очки действия. А это ещё не финальный вариант. То есть, может быть, круче ещё. Давай, критонём. Пусть ваншот не того. И сейчас ещё очки действия восполнились. Соответственно, я могу... ...пострелять по этому... ...другу. Ещё крит. Зря. Ну, просто хотел показать. Вот и, как бы, бесконечно пока патроны есть. Можешь... ...одного, второго, третьего, четвёртого, пятого. Так, а мне сюда. Ну, куда-то в эту сторону. Пёс, давай. Молодец. На дно? На дно. Три метра направо. Её уцелим. Вот она. О, появилось. Мы там что-то пропустили с маркером. Но, может быть, это маркер просто по братцу стали. Что, типа, мы... ...можем ещё... Хотя, нет, мы не можем там сдать уже ничего. Давай, выходи, выходи уже. Выходи. Так, пробрались. Тут нормально, освещение работает. Ну, неудивительно, всё-таки. Средний компьютер я открыть не могу. Да, ну тупой. Ну тупой. Так, радиация. Радекс пошёл. Сейф пошёл. О, тёпленькая. Тёпленькая. Продолжение complete. Вы можете пройти. Так, стоп. Жесть. Так, сопротивление радиации. Есть ли у нас какой-нибудь хавчик на сопротивление радиации? Да, антирадин лучше вообще. Устройство. Ну, я сейчас замедлил время. Пропил ещё Радекс. Вколол скинпак. И надеюсь, типа, что я добегу. Да, Радекс стакается, слушайте. А Радекс-то стакается. Пять метров. Так, стоп. Пропиваем снова. Только наркотики. Только наркотики. Какой-то медленный. Капец. Капец. Блин, быстрее. Устранить охрану у реактора. А не охренели ли вы? А как выбраться-то? Как выбраться? Капец. О-о-о-о. Кнопка. Блин, капец. Пожалуйста, ждите. Пропоминания complete. где они слева надо брать седьмую пушку ох это жесткий робот так берем берем наш ультимейт и у него кажется есть уязвимые местами какой ядерные блоки ваншот ноги сломали руки сломали в стимпак сделали какая классная игра не успел татьяне капец так он быстро да да ё-моё беги беги михаил беги охренеть как же это красиво протектрон пошел я могу прострелить его правда ух мне почистится после этого ооо сейф очень сложный я должен был его раньше открыть патроны правильным о защитный комплект здесь был тысячи радиации и только василий то есть михаил может не находя ультимативной защиты от радиации пойти к реактору под под наркотиками обколовшись стимпаками ой шикарная игра конечно в эти моменты как бы понимаешь что круто 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 опа там еще один такой же ну или похоже по крайней мере там тети кажется до штурматрон она взрывается тоже как она жива то я не понял шикардос перезаряжаюсь о наш клиент ай достал ну как так то о карательная кожаная броня для левой ноги характеристики прекрасны 915 возвращение 10 процентов урона получено в ближнем бою ядерный блок вакуумная лампа алюминий беру естественно потому что он ценится нам вообще прямо по курсу 20 метров пройти защиту вроде сняли эвакуация отсюда идет ой ой я ожидал чего-то подобного блин почему мы давай стимпак опа давай крит сразу половина хп даже скрита да блин убить может он подходит да пистолетик сделаем все да наш метки стрелок устранили охрану и покидаем реактор ну будешь лампы дневного света в институте работе говорит волибер да доза радиации конечно шикарный попа помочь агентам института в вестибюлю но это опционально как бы а а а как он продолжает понимаете о тут можно легкий компьютер взломать тогда протектор он за нас будет работать так культ варс ролл мод на нотшопс пульс вот так а если 1 мало расправимся все равно вообще халява давайте подс одно сходство с подсом не мэйл пир может быть одно сходство а пуре пулс поц на букву п да господи это может быть и пулс нет не может быть пулс шопс короче по по план управление турелями а а а а а активировать а а а а а а а а а в что а правда и а и а и и 2 штуки готовы Служить и защищать, давай Работаем Ёшки матрешки Турельки свои? Не, они свои А зачем я их активировал? Ну там турельки сорокового левела Все, отключилась турель Пистолет слабенький О, дали крит, да, там Да, ё-моё Хорошо Три выстрела осталось У нашего ультимативного мошкета Ладно, давай крит сразу Слабенько Да, семерочку, в смысле энергооружие надо брать И из него мочить Поехали С критом причем Ну чтобы Да как так-то Я же с критом делал Что-то у меня Ой Блин, ребята С одной стороны протектрон И с другой стороны Поехали Просто встал А взрываться не будем? Хорош Просто ваншоты идут Причем иногда Верк срабатывает два раза Один там на криты Другой На очки действия Так, нужно им типа помочь, да? Что-то приуныл этот Украсть? А ты типа френдли? Ну ничего себе Все враги наверху Так что надо было идти наверх Хотя нет Подожди 14 14 Метров Прямо по курсу Нам сюда Финансовый квартал А, не буду, короче Я этим Помогать Синтам Укради Беги Бери Бери броню ОМГ Батарейка села А, возможно, кстати Батарея действительно села Я же уничтожил блок Но она Хотя там Она взрывается обычно И выполнил квест Я знаю Спасибо Я старался Все, мы Из реактора Достали нужную штуку Которую За теплое место В совете директоров Сдадим сейчас Нашему Лжи-папашке Лжи-сыну Вот И мы предали Братик Братс Вистали Потому что Чатик Так захотел Ты только что им помог Окей, хорошо Тогда замечательно просто Написали, что уже помог Я не успеваю читать Взрывы Бах Тарарах Ух Закроем этот квест И судя по всему Да, он заканчивает уже Начало второго Поговорить с Эли Филмор Это куда Меня послали сейчас Псина что-то нашел Конечно Обнаружил Здание Массфьюжн Пес такой Оп А тут здание Оказывается Уже сходили в подвал Уже там Реактор Получили колоссальную Дозу облучения Селепортировались Сюда внутрь С братством стали Повоевали Роботов убили О Здание Как ты мог кинуть братство Как вы могли Его кинуть Вы что Я хотел за братство Я хотел за братство Но вы проголосовали И все Фу Фу Такими быть Стыдно просто Когда следующий стрим Но я думаю Что завтра Буквально завтра Что послезавтра Точно нет Потому что Мы едем В деревню Раздор Значит что Новое задание Слушайте Опачки Я не стой Во-первых Ну хотя нет Надо с ней поговорить Подождите Я понял Я понял Хорошо Отсыпали Появиться Спасибо что смотрели Ориентировочно Продолжение Завтра Ну где-то Часа в два В три Скорее всего В этом районе Но чтобы не пропустить Лучше подпишитесь На уведомления В плейере Сердечко Можно тыкнуть И в тот момент Когда трансляция Выйдет онлайн То и получится Соответствующий сигнал Все Хорошая получилась Серия Прямо Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова